Тимош Мсединов. На тройке учился, потому что я ничем не занимался, кроме программирования. Я прусь вообще от этого. Мне нравится. Люди плохо работают за деньги. Они болт клали на работу, если за деньги. Microsoft несколько раз пытался сделать браузер. Ни разу не получилось. Не самый лучший язык программирования, какие-то там проблемы производительности, опишка какая-то, что-то там нету, или что-то там... Короче, по сравнению с тем, что мы имеем в Node Modules, все эти проблемы, они не видны. Че я лысый? Я однажды видел папку Node Modules. Приличный человек, и что бы не понимал в музыке, я лично не встречал. У меня есть три из данных кондвениума, ни одной защищенной диссертации. Увле хер с ним тогда. Это правильно. Айтишечка надо. Да, вы не ошиблись. Это первый пятичасовой выпуск на канале Айти Борода, и это интервью. Почему такой длинный? Потому что с Тимуром Шимсидиновым нельзя было говорить меньше. Это один из самых сильных технорей, который был у меня на канале, и в то же время один из самых добрых, честных, наверное, добросовестных людей. Поэтому, кроме программирования, тем, на котором мы с ним разговаривали, было затронуто очень много, и Тимура интересно слушать. Прям очень интересно слушать. Поэтому пять часов, но не беспокойтесь, сам выпуск я разделил на три логических части, и каждую из частей вы можете найти в таймлайнах снизу и смотреть их как сериал. Сегодня первую, завтра вторую, послезавтра третью. Либо все залпом, так как я люблю решать вам. Большая часть интервью была записана еще в январе 22-го года, и я был буквально несколько дней после болезни, поэтому вы можете услышать хрипотцу в голосе и небольшое покашливание. Не переживайте, Тимур остался здоров, со мной тоже все в порядке. И так как с января утекло достаточно много времени, в конце мая 22-го года, буквально неделю назад, мы дозаписали интервью, поговорили о том, что изменилось, поговорили о войне. Поэтому все это сегодня ждет вас в выпуске. Не смею больше задерживать, поехали смотреть. Часть 1. Детство, университет, кибернетика и метапрограммирование. Тимур Шамсиддинов в гостях у IT-бороды, наконец-то. Привет. Какая это наша попытка записать интервью? Вторая, третья уже. Третья, да. В первой попытке я заболел короной, а во второй попытке... Я заболел аденовирусом. Да, но были подозрения, что ты тоже заболел короной, но, слава богу, все пронесло. Короче, не болейте, друзья. Кратко тебя приставлю, и дальше поедем по моим обычным вопросам. Значит, Тимур Шамсиддинов – это Chief Software Architect. Chief Software Architect. Да, нет? Пока правильно? Да. Программист, инженер и преподаватель. Да. Эксперт в Node.js. Многие тебя знают как эксперта в Node.js, но кроме этого ты еще эксперт и просто в JS, и много чего в таком. Да, наверное, еще в асинхронном программировании, в параллельном программировании, в технологическом стеке Метархия, так как я его основатель и один из... Метархист, можно сказать? Метанархист или метархист? Ну, анархист, метанархист – нормально. У нас такой вот идеологический посыл у Метархии называется мочизм-эллинизм. Про Метархию мы еще сегодня поговорим, а вы можете уже начинать считать, сколько раз за это интервью тебе, можно сказать, слово Метархия. И потом погуглите, что это... Я просто про тебя, когда читал парочку статей, там в комментариях где-то постоянно тебе... не постоянно, но много раз перелетало, что ты очень много говоришь про Метархию. Оно и не мудрено, потому что это одно из твоих дел. Конечно. Если у кого-то была бы в кармане тоталитарная секта, неужели бы он это скрывал? Так, подожди, подожди. Не спеши, не гони коней, а то люди сейчас слушают секту и уйдут. А мы тут вообще-то про ноду сначала поговорить хотели. Конечно. Давай перед тем, как про ноду, расскажи немножко про свое детство, где родился, где учился, кто родители, какая школа, университет. Родился в Киеве, учился в 195-й школе. Родители оба инженеры. Дедушки, бабушки, с одной стороны, авиация, с другой стороны, архитекторы. Потом учился, значит, все время в одной школе, 195-й, и там меня на программирование подсадил Власенко Валерий Моисеевич, отличный педагог и вообще человек, который в обычной средней школе сделал своими руками четыре компьютерных класса, стартовал там такую школу программирования, которая... Ну, мы учились парами, то есть как в университете пары, там по два урока. Это с какого класса? С пятого класса вот такой. Ничего себе. Причем по две пары в неделю программирования, плюс к этому мы вообще... Половина школьников сидела там в этих классах после уроков допоздна, и мы, конечно, все были... То есть с пятого класса вы уже получили программирование? Да. А какой это год был? Это было, наверное, 94-й, 95-й год, где-то так. Ого. Ну, компы у нас тогда были слабенькие и, значит, даже на тот момент слабенькие, но как бы зато их было много, хватало на всех. То есть было очень много спектрумов, часть из них была спаяна, собственно, самими старшеклассниками под руководством преподавателей, там несколько было, человек пять было преподавателей по программированию у нас. То есть из обычной средней школы вот Власенко сделал такую, значит, школу программирования. Были БКшки, Искры, Мазовия, ЕСки, еще какие-то компы, я уже не помню. А ты туда случайно попал? В школу? В школу? Нет, это просто школа обычная. То есть ты просто учился в школе, и тут бах, школа стала школой в программировании. Да, да. Ну, как бы я впервые, наверное, в классе в четвертом или пятом пришел, значит, потому что нам объявляли, что вот тут, значит, будет клуб по программированию. И мне стало интересно. Я пришел и сразу попал на лекцию по базам данных. И я до этого вообще ничего не шарил в программировании. А тут, понимаешь, какие-то там, значит, таблицы, сущности, значит, связи, поля. Почему какое-то значение называется полем? Я пришел домой, просто непонятно, что это такое все. Ну, в общем, сразу с первого, наверное, дня мы начали осваивать несколько языков программирования. Вот мне очень понравилось, что... Что это за языки тогда были? Ну, это все были очень архаичные языки. Еще называются парадигмы неструктурного программирования. Когда у нас нету блок-скоупов, нету переменной неограниченной функциями или же там какими-то блоками if-ов, for-ов и всего остального. А у нас просто такой глобальный контекст, и туда каждый пишет что угодно. Это, собственно, the base, basic, assembler. Это все неструктурные языки, неструктурные языки, там, где все сплошной go-to, один global. В the base это специализированный язык по работе с базами данных. Да. Ну, basic, ладно. Basic, школьник, окей. The base и особенно веб-ассембле... Ой, не веб-ассембле, а... Assembly это уже прям вопросы. Assembler? Assembler это прям вопросы. Assembler, вот я лох. Assembler и the base в пятом классе пятиклассникам давать. Ну, многие в универах не тянут ассемблеры, а тут прям... Ну, я не знаю, нам сразу посоветовали книжку «Кнута», и я пытался в ней что-то понять. Было сложно, я пропускал... Это, который структурует алгоритмы данных, да? Да, да, ну вот... Нет, искусство программирования называется. Искусство программирования. Искусство программирования «Кнута», и я... Мне кто-то ее подарил, кто-то из знакомых нашей семьи, я уже тогда и не помню. Вот все там три тома... У меня тогда три тома было. По-моему, чуть позже вышел четвертый, или он уже был, у меня его не было. Значит, короче, оттуда я вот, собственно, основы ассемблера и программирования взял. Ну, и еще у меня была с самого начала книжка IBM PC XT, по-моему, Джордейна, но я точно сейчас не уверен, какого автора. Такая серенькая обложка, там крупно написано IBM PC AT XT, вот такая. И там тоже очень много было ассемблера в этой книжке и машинного кода, и я, к сожалению, это невозможно вытравить. Первые языки, они что-то так импринтятся в голову, что некоторые инструкции машинного кода до сих пор я почему-то помню, что CD это вызов прерывания, EA это один из мувов. Ну, почему-то все эти штуки позапоминались. А ты на ассемблере после школы программировал? Ну да, в институте мы программировали, но там, конечно, другие ассемблеры. Ассемблеров уже огромное количество. Есть там, в институте мы на каком-то еще более древнем программировали, на самом деле. Как бы тут я в школе программировал на каких ассемблерах? Вот для спектрумов, для спектрумов, то кроме байсика тоже есть ассемблер. Но в институте был ассемблер для процессоров КР-580. Это какие-то советские клоны старых каких-то, значит, працов западных, наверное. Ну, короче, это совершенно примитивные наборы команд. Это даже до 286-го не дотягивает. Ну, а это самое естественное, у Кнута там машина-микс, его, собственно, которую он придумал. Такой машины сначала не было, когда он книжку выпускал. Он просто придумал этот ассемблер сам для того, чтобы решать на нем задачи. Потом уже эту машину реализовали программно. Хорошо. А с пятого класса ты учишься программированию. Тебе это нравится, я так понимаю? Или не нравится? Ну, вообще, мне очень понравилось программировать. Вообще, с самого начала. Насколько это сложно? Ну, ты же сейчас понимаешь, что пятикласснику изучать команды процессорные в сегодняшнее время это прям необычно, сложно. А дело в том, что оно было очень разным. Я сразу, буквально, с первого месяца полез в базы данных, и, значит, это целое семейство языков, называется The Base языки. Из них FoxPro, FoxBase, Clipper, The Base 3. Ну, у меня их был целый, огромный набор. Они все чуть-чуть разные, там, Clipper компилировался, можно было написать чуть-чуть на Pascal, чуть-чуть на C, чуть-чуть на Assembler, чуть-чуть на Debase, все скомпилировать там в один экзешник, оно прекрасно работало. То есть, у него был свой компилятор, свой линковщик, Blink, как я помню, сейчас я использовал тогда. Ну, в общем, такой достаточно универсальный язык, чтобы можно было в один исполняемый модуль со всех языков собрать. Ну, мне это очень нравилось тем, что задачи работы с базами данных на Assembler не очень попишешь. То есть, как-то не совсем, да? Как пятикласснику можно объяснить, что задачи работы с базами данных это интереснее, чем поиграть в Ивана Дурака? Ну, не знаю, я попал просто вот в настоящую научную школу, где было очень много увлеченных этим людей, и смотря на них, ну, в общем, было интересно, потому что ты видишь, что другим людям это интересно, и, наверное, школьники, в общем, я помню, что было интересно, ну, во-первых, извлекать какую-то реальную пользу из этого, потому что базы данных это сразу реальная польза, а Assembler это сразу тоже какое-то влияние на периферию, на кучу... Мгновенный отклик, сразу видишь результат. Мы писали, я помню, какой-то драйвер для сетевого взаимодействия мы связывали... В школе. Да, в школе. Связывали спектрумы с ЕС-ками и с Искрой через самодельно напаянные какие-то сетевые карты, то есть там, значит, были у нас ребята, кто электронику паял, были, значит, кто писал для Спектрума, а я писал для Искры, и, собственно, у меня даже до сих пор я у бабушки на квартире нашел старые распечатки, которые там подчерканы карандашом и ручкой еще чернильной, в общем, с кусками там, переклеенными каким-то кодом. В общем, такое обнаружил у себя. Хорошо, после школы ты поступаешь в университет. Хорошо. Не, не в университет. Я сначала из этой школы, собственно, по настоянию того же самого Валерия Моисеевича Власенко я пошел в Дарницкий технический лицей ДТЛ, который тоже находился у меня рядом с домом. Вот так вот просто повезло. Дарницкий, это что такое? Дарница, это район в Киеве. Окей. И, в общем, в Дарницком техническом лицее там было несколько групп с уклоном в автоматизацию, программирование и, значит, кучу всяких инженерных направлений. У нас там было и черчение, и начертательная геометрия, и кучу инженерных знаний. В общем, и там я учился два года. Сейчас этот лицей работает по системе четыре года. Последние четыре года школы. Это, ну, типичное сейчас вот для лицеев. Ну, и после лицея все поступали куда-то. То есть там было 110% поступления, потому что даже тех, кого отчисляли из лицея, они все равно умудрялись потом поступить. Где-то так. Ну, в лицее было куча всего еще другого, что мне было совершенно неинтересно. И вот, допустим, химию я абсолютно не учил ни в школе, ни потом в лицее. Я ее перед экзаменами быстро выучил и быстро забыл. Вот, и поэтому по химии я ничего не помню. И по нескольким тоже другим предметам я вот точно так же. Быстро выучил, быстро забыл. А ты вообще хорошо учился в школе? Не, на тройке учился, потому что ничем не занимался, кроме программирования. А вот в лицее я сразу стал хорошо учиться, потому что ну, там было сразу сложнее, а когда сложнее, то интереснее. Вот мне кажется, что чем больше более сложные задачи перед студентами и учениками ставить, тем им интереснее все-таки. Ну, формулу спирта помнишь? Какую? А, нет. А, Ц2H-5H? Ну, помню. А я думал, что не помню. Нормально. Нормально учил химию. Я помню, какие-то там были бензольные кольца. Ну, что такое эвалентность, я помню. И как-то более-менее вот там, где химия с физикой еще сочленяется, там еще я что-то А физика тебе нравилась? Физика нравилась, но у меня не было совершенно на нее времени. Математика. У нас очень математика мне не особо нравилась, но я с удовольствием учил геометрию. для меня вся математика была вывернута через геометрию. Вот такая штука. Я даже делал еще в школе программулину, которая генерировала задачи по геометрии случайнее, чтобы у всех были свои, да, ну, по каким-то шаблонам, генерировала эти задачи, потом проверяла. Она рисовала все эти фигуры, то есть и условия задачки тоже специально подготавливала, так, чтобы можно было ее решать, ну, и могла потом проверить правильность. Мне это очень нравилось. да, вот мне нравилось заниматься геометрией, потому что вот вообще мне кажется, что практически все математические абстракции и математические идеи, они могут быть выражены через геометрию, как через через что математика попадает в реальный мир, да, через формы, и через... Физику? Конечно, через физику и через смежные дисциплины, да. И вот геометрия, она с одной стороны очень наглядная, у меня, так как все в семье были архитекторы, а мама модельер и тоже работала инженером, то вообще очень много родственников художников, поэтому я очень сильно через визуальный мир в обучение заходил. И вот мне нравилось, что любой закон, любую теорему можно начертить, посмотреть и сначала ее графически построить, догадаться как, а потом уже это записать формулами. То есть вот ты можешь просто взять в руки циркуль, линейку, транспортир, все эти дела, все построить, примерно прикинуть, а сразу, когда рассматриваешь чертеж, кстати, по физике так же, рассматриваешь чертеж и приходят идеи. И в программировании как бы мы же знаем, что любят формулы. Формулы любят, чтобы их рассматривали. Точно так же и программы любят, чтобы их рассматривали. И вот мне кажется, что и математические абстракции любят, чтобы их визуализировали. Мы же не зря чертим графики и сразу лучше понимаем процесс. В университет ты в итоге в какой поступаешь и осознанно ли это было решение? Поступал я в Киевский политехнический институт и поступал я, потому что я выиграл кучу каких-то олимпиад. А, ты еще олимпиадник. Да, и в основном это олимпиады по программированию, еще у нас такая штука на Украине есть, как малая академия, там проекты делают. То есть школьники делают проекты, и я в нескольких этих малых академиях участвовал, в групповых проектах, самостоятельных проектах, и на олимпиадах тоже. Короче, я пришел с пачкой грамот, и, ну, естественно, что у нас тут были вступительные экзамены. Ну, там еще такое собеседование уже по профессиональному направлению. То есть те же самые профессора, которые потом читали лекции, они просто с тобой пару часов общались по программированию, и там прощупывали все, и я как бы порешал какие-то задачки, поговорил с ними, и потом, когда они, кто-то из них там тоже писал на клипере, кто-то там, о, да ты клиперщик, пацан, иди к нам, и все. Ну, кроме того, я еще начал работать в КПИ еще до того, как поступил к студентам. А меня с олимпиад нашли и пригласили туда в лабораторию, где делали, как сейчас помню, базы данных для медицины и для Министерства чрезвычайных ситуаций по захоронению ядерных отходов и каким-то таким штукам. Олимпиадник, что, для чего? Ну, вообще, на самом деле, конечно, олимпиадное программирование от этого далеко, и я не знаю, почему они искали людей там. Ну, в общем, олимпиадников, ты знаешь, переучивать, это дикое дело. Но я, к счастью, и, наверное, во многом из-за советов Власенко Валерия Моисеевича, я не зацикливался на олимпиадных задачах. Я их так, чуть-чуть там порешал. Мне было интересно само программирование. Олимпиадные задачи мне реально были неинтересны, и у меня не успел выработаться вот этот вот ужасный стиль программирования трэшовый, который обычно вырабатывается у олимпиадников. И, в принципе, это, кстати, общая культура еще и с хакатонами. На хакатонах тоже люди быстро в попыхах что-то там на коленке наклепали. Это совершенно далеко от реального программирования. На олимпиадах примерно то же самое. Да и вообще сейчас вот та же самая культура, она и в стартапах развивается, когда люди просто эта гонка у них не в течение одного дня или нескольких часов, а она у них несколько месяцев. Но все равно они пишут трэшовый код, который специально написан, чтобы быть выброшенным. И вот мне сразу же с первых практически месяцев программирования очень важно было, чтобы мой код приносил пользу и был использован долго. Многими людьми и долго использовался. Мне очень нравилось, когда этот код не учебный, а практический. что где-то он будет жить. В КПИ ты поступаешь не на программиста, правильно? На программиста. Ну, как? Кибернетика. Точнее, в факультет информатики и вычислительной техники. Но у нас такая смежная специальность кибернетика, да, техническая кибернетика кафедра. И группа называлась интеллектуальные компьютерные системы и робототехника. И там была, собственно, и робототехника, и электроника, и программирование, ну, много всего. То есть это все на пересечении дисциплин. Расскажи, что такое кибернетика? Я про университет особо спрашивать не буду, но кибернетика это что-то новенькое для наших зрителей. Это наука об управлении. Наука об управлении. Да. Менеджмент, что ли? Не, мы знаем, что есть две науки об управлении. Есть лженаука об управлении, менеджмент, и есть кибернетика наука об управлении. Да, я, кстати, всем рекомендую почитать Глушкова книжку кибернетика и Норберта Винерок тоже книжку кибернетика. И еще по этому направлению по-моему называется вступление в кибернетику или введение в кибернетику Эшби и системный анализ Бертоланфи. Нормально, на целый курс уже накидал нам книжки. Да, нормальные книжки, потому что на самом деле переосмысление программирования через кибернетику это очень классная тема. У многих кибернетика ассоциируется, во-первых, с газонокосильщиком, конечно же. Помнишь, может, фильм такой был? Ну, что-то такое, да, да. А а второе с программированием? Почему-то? Почему-то? Нет, кибернетика ассоциируется очень часто с кибератаками. Да ладно? Ну, потому что одно и то же самое слово. Вот это я вообще не слышал. Ну, потому что говоришь кибернетик, а что, как, какие? Ну, давай так, мы же понимаем, что это две разных вообще темы. Конечно, абсолютно. Просто и там, и там слово кибер. Ну, да, да. Что такое кибернетика? Что она изучает? Какие инструменты она для изучения использует? Смотри, общие законы в поведении любых систем, все, что можно описать, как входы и выходы, и внутри сделать черный ящик, и все описать, как универсальную вот такую вот функцию, да, это на самом деле все такие системы, они описываются одними и теми же законами. Допустим, там вот первый закон кибернетики, закон необходимого разнообразия. То есть система, которая управляет, должна быть сложнее, чем система, которой управляют. Чтобы просто значит, давать управляющее воздействие, как бы количество разных вариантов, которые можно подать на систему управляющих воздействий, должно быть шире, чем принимающая сторона. потому что мы не будем использовать типа весь потенциал принимающей стороны или каких-то причин? Управляющая сторона должна быть сложнее. Вот. Управляющая сторона будет сложнее по первой причине, потому что она должна у себя хранить модель, то, чем она управляет, упрощенную, конечно, обычную модель, а во-вторых, она должна принимать решения, то есть она должна и по информации иметь большего количества информации, чем в системе, которая она управляет. А если взять пример из практики, то, что это может быть? Ну, на самом деле, вот книжка Норберта Винера, откуда вообще кибернетика и пошла, это основатель этого направления, она называется «Кибернетика управления и связь в животных и машине». Очень интересно называется, потому что общие законы поведения и управления, они на самом деле общие для нервной системы и для микропроцессорного комплекса, и для программной системы, и для экономической кибернетики. Есть вот для экономических процессов, для биологических процессов, для химических процессов. Кстати, есть даже в КПИ специальность химическая кибернетика. Ну, это на самом деле управление процессами с точки зрения теории управления, Да, ну, конечно, большую часть кибернетики, это междисциплинарное, конечно, направление, занимает. Разные подразделения математики, значит, теория управления, теория автоматического управления и всякие уже инженерные и технические дисциплины, такие как гибкие роботизированные комплексы и вплоть до электроники, вплоть до того, что проектируются, значит, схемы на какой-то элементной базе, значит, собираются с датчиков какие-то, значит, и агрегируются значения, и принимается решение, и строится то, что называется контур управления, то есть, может быть, слышали такое понятие обратная связь, вот контур управления с обратной связью, и потом следующее, это регуляторы, ПИД-регуляторы, возможно, такое кто-то слышал, да? Нет, я не слышал. Ну, в общем... Можно сказать, что сейчас теории глупые от Леши, кибернетиком может быть как человек, который собирает какую-то роботизированную установку сложную, точно так же кибернетиком может быть биолог, который выращивает какие-нибудь там организмы управляемые? Ну, скажем так, вообще биологией... Все ученые, которые стартовали кибернетику, они занимались биологией, потому что они изучали, как ведет себя организм, и пытались делать такие же механизмы. То есть кибернетика это про механизмы или про организмы тоже? А это одно и то же. Ну, смотри, программист, это обычно тот человек, который программирует машину. Сложно назвать программистом химика, который там... Или биолога, который нуклеотиты в ДНК впрыскивает. Вроде как он тоже программирует клетку, но это не программист. Да, ну, я на самом деле про биологию знаю слишком мало, чтобы такую аналогию проводить, но я подозреваю, что там тоже есть управление, просто каналы этого управления другие, каналы передачи информации, там, скорее всего, какие-то, значит, ферменты выделяются, или, значит, какие-то те самые... Ну, там какой-то белок выделяется, или там какой-то, значит, в общем, какой-то химический состав какой-то попадает, и, значит, на него реагируют клетки, на него реагируют какие-то ткани. Но, значит, команду к тому, чтобы его выделять, наверное, нервная система посылает. Ну, то есть это на самом деле... Ну, процессы управления очень похожи. Но в целом, получается, кибернетика переносит, пытается в том числе перенести процессы управления от организмов на... Да, от организмов на, значит, различные механические системы, электронные системы, цифровые системы, аналоговые, цифровые, ну, любые. Насколько специалист кибернетик, программист? Это одно из направлений, которые он обязательно должен знать, потому что, конечно же, все современные системы управления, которые занимаются... Ну, вот я попал когда в КПИ, я, наверное, со второго курса я начал работать в НИИ системных технологий, и мы там занимались нефтетранспортом. И, значит, а что это такое? Это сбор с датчиков различных показателей, их агрегация, обработка, фильтрация, визуализация и выработка управляющих сигналов. Казалось бы, а что там в нефтепередаче можно модернизировать? Течет по трубам нефти все? Ну, это очень большой и сложный технический процесс. Там есть, на самом деле, катодная защита, есть из нефти отложения какие-то, они, значит, на стенках этого дела. Там есть нефтеперекачивающие, значит, эти вот... Как оно называется? Станции какие-то? Ну да, станции, и есть расходомеры, есть, ну, короче, куча датчиков, которые измеряют скорость нефти, давление, температуру по всему продолжительности нефтепровода и газопровода тоже, и в том числе там калорийность, и куча разных там химических состав, потому что пока она течет по нефтепроводу, она меняет все абсолютно. То есть все свои характеристики она может менять, и что с одной стороны залили, может другой совершенно состав, и другой объем выйти. И непонятно, как ее считать уже. Поэтому, чтобы ее транспортировать, нужно там, значит, когда ее там на том конце куда-то заливают в танкер, еще туда нужно добросить парафина, который снят, этих труб, значит, снят роботами, которые там, значит, его изнутри чистят, этот нефтепровод. Ну и кроме того, для того, чтобы он там не ржавел, на него, через него передают напряжение. Ну, в общем, там куча всяких сложностей, это большой, сложный технологический процесс. Прикольно. И вы над этим работали, будучи в КПИ? Да, да, это в конце 90-х годов. Лаборатория под управлением Тимошина, Галагана, и, значит, там куча было взрослых старших программистов. Михацкий, Шелепов, Ярченко, ну, в общем, и куча других вообще специалистов, у которых я практически перенимал опыт и программирования, и обработки данных, и всего, что для этого нужно. Так, чтобы обобщить, можно ли сказать, что программирование это подмножество дисциплин, которые нужно изучать, кибернетику, но кибернетика, это не подмножество дисциплин, которые нужно изучать программисту. Ну, кибернетика, это междисциплинарная вещь. То есть кибернетику нужно что-то знать из математики, что-то из технологических процессов, из каждого. То есть если кибернетик будет заниматься оборудованием для медицины, ему придется разбираться и в самом оборудовании, и в медицине, и в том, как писать программы для этого дела. То есть ему придется сшить все эти вещи. Это дисциплина на стыке разных наук. Привет, Лен. Привет. У нас сегодня необычная интеграция. Да, однозначно. Она в формате подкаста, и мы будем говорить про конкретно полезные кейсы. Я бы даже сказал, что такая идеальная интеграция, короче, когда и вы послушали, в смысле слушатели нас послушали, посмотрели, получили профит, и мы с тобой получили удовольствие. Я всегда про удовольствие. Расскажи немножко про себя, чтобы люди поняли, про что мы будем говорить, про свой опыт. Меня зовут Лена. Я больше 10 лет шел в Польше. Мне кажется, это стандартная история, которую я рассказываю практически в таких ситуациях. Но сама я из Киева переехала в 2011 году, и попробовав получить здесь высшее образование, я решила, что пора пойти поработать. И таким образом попала в сферу IT. Более 7 лет я работаю в IT. И моя карьера начиналась с аутшерсинговой компании, где я занималась разнообразными функциями, но мой главный фокус это было про HR-маркетинг, про позиционирование компаний на рынке труда, про найм специалистов, но не в плане сорсинга и прям самих интервью, а в плане того, чтобы объяснить, про что наша компания, о чем мы говорим, на каких проектах у нас можно работать. и последние несколько месяцев я работаю в компании NoFloveJobs на позиции International Marketing Expert, занимаюсь восточноевропейскими рынками, мой такой главный фокус это фокус на Украину, я занимаюсь украинским рынком, и если мы говорим про NoFloveJobs, я подозреваю, что не все зрители знают, что это. Тут сразу для них много новой информации, потому что, во-первых, Польша, такие, о, они в Польше, да, мы в Польше, а во-вторых, NoFloveJobs. NoFloveJobs это портал с вакансиями для специалистов из сферы IT, где в каждой вакансии сразу прописывают работодатели зарплатные вилки, то есть кандидат сразу видит, на какую зарплату он может претендовать после собеседования. Ты с коней пошла, я думал, ты сейчас нам два слова расскажешь, а ты сразу про Uber-фишку, которую я в первую очередь увидел, зарплатные вилки. Зарплатные вилки это то, что не говорят даже в барах друзья друг к другу. Как ваша платформа пришла к зарплатным вилкам? Ну, давай, наверное, начнем с идеи. И это то, что я, например, купила при трудоустройстве в конкретно эту компанию. Наши основатели это семейная пара Магда Головская Буек и Томак Буек, которые, помимо того, что они воспитывают совместно детей и уже вот в браке, они при этом решили сделать свой стартап. Особенностью, наверное, этого стартапа в первую очередь является то, что они абсолютное дополнение истории про рынок кандидатов и компанию, которая хочет кого-то нанять. Магда работала до NoFlaff, она работала рекрутером в IT, а Томак программист, который... То есть они айтишники оба. Они оба айтишники. Это, мне кажется, идеальный мэч, где совмещается потребность и ожидание. Потому что программисты хотят трудоустроиться, а рекрутеры хотят нанять. Ну и, собственно, идея, она родилась в Швейцарии изначально. Ребята работали там. И, посмотрев на швейцарский рынок, где история про прозрачность, про зарплату, она была прямо на поверхности, они решили, что классно было бы это сделать в Польше. В многих, действительно, европейских странах это нормальная история про то, чтобы показывать зарплатные вилки. Это неприлично обсуждать потом на кухнях друг с другом, но если стараться не обсуждать. Но, в целом, если мы говорим про рынок труда, это нормально показать сразу кандидату, сколько он будет получать. И это история про прозрачность. У нас же главный фокус это история про процесс найма. И даже если мы почитаем LinkedIn, то очень много программистов пишут про то, что ну вот, я прошел там 7 кругов Ада с этими собеседованиями, а потом только после 7-го собеседования я понял, что вот зарплата вот такая, она там в 3 раза меньше, чем я хотел бы. А, то есть у нас честность прямо с самого начала. То есть, грубо говоря, ты знаешь, за какую сумму, на какие круги ты подписываешься при прохождении. Да, но я бы сказала, что это не только про честность, это про прозрачность. Потому что если посмотреть тоже на то, как сконструированы например, наши вакансии, это история про ты приходишь, ты смотришь на вакансии, ты понимаешь, чем ты будешь заниматься. У тебя есть очень короткое описание про сам проект, либо там команду, либо направление, ну, потому что много под Индией, естественно. Но при этом, если мы говорим про технологический стэк, ты смотришь и прям по тегам сразу видишь, что, окей, там, допустим, ты занимаешься Джавой, а еще какие-нибудь там дополнительные фичи. То есть тебе не надо читать вот эту огромную простыню текста и из непонятных слов про несколько лет опыта, коммерческого, некоммерческого, какого там еще, неважно. Тебе надо вычленить, собственно, суть, про какой технологический стэк ты будешь говорить. Ну, то есть у нас, например, что вакансия у тебя сразу как бы прям категориями, все сразу понятно. Вот здесь технологический стэк, вот здесь бенефиты, вот здесь такие типы командировок, здесь мы работаем в большой команде или в маленькой, команда состоит таким-либо другим образом. вот такой тул технологический, ну, в плане компьютера, монитора ты получишь. Все. Эти вакансии пишут работодатели, либо вы их мониторите там прям вручную? То есть одно дело, когда написал работодатель, что будете работать на Дотнете, а потом ты приезжаешь в Грузию, это недавняя история, тебе надо XML на JavaScript тебе фигачить. а другое дело, когда вы там их мониторите, как у вас вакансии появляются на платформе? Вакансии на платформе появляются просто и не очень, это смотря про кого мы говорим, да? Если мы говорим про рекрутера, то, к сожалению, рекрутер, который заполняет нашу вакансию, ему придется немножко постараться, потому что надо прийти, вероятно, к DM-у, либо Project-у, либо нанимающему менеджеру и какие-то возможные детали спросить про проект, но заполняется достаточно нативно, потому что у нас внутри такая система, которая подсвечивает разнообразные подсказки, то есть если мы говорим, например, про бэкэнд, то он тебе сразу выдает количество технологий, которые могут быть привязаны к бэкэнду. И дальше с помощью так называемого мастера ты переходишь из этапа в этап, где в виде таких анкет ты сразу себе отщелкиваешь наборы необходимых технологий, бенефитов и всего остального. Поэтому в этом плане, конечно, мы помогаем очень часто компаниям, которые, например, не знают, как заполнить, либо сомневаются, либо, например, хотят улучшить конверсию. Мы подсказываем, что, окей, ребят, вот смотрите, вот здесь вакансия про вот это, вот здесь посмотрите, не забыли ли вы отметить первое, второе и третье. То есть у нас в этом плане кастомер-сексес, который помогает оформлять все эти вакансии. Но если мы говорим про дальнейшую судьбу кандидата, который заплавился на вакансию, единственная информация, которую мы видим, это количество аппликаций на вакансию, если она была у нас зажита в портале. То есть если резюме, CV, оно остается у нас в портале, а не идет редирект, например, на сайт компании. При этом мы не знаем, кто именно оплавился, мы не отслеживаем персональные данные, но потому что это связано в том числе и с GDPR, который работает. По CV сразу ясно. Да, но согласно нашему порталу и закону GDPR администратором персональных данных являемся не мы как портал с вакансиями, а наш клиент, который будет получать непосредственно эти персональные данные. Зарплатные вилки не позволяют явно работать со всеми компаниями. Там, наверное, условные гиганты типа Фанга, они навряд ли будут зарплатные вилки светить. Это я к чему? Это я к тому, что и рынок у вас еще там больше, какие еще страны сейчас? Помимо Польши это Украина, Чехия, Словакия, Венгрия и большой скоб наших вакансий это вакансии на ремоуте. Вот, соответственно, и не все страны Евросоюза, не все страны просто СНГ и Америки. Кажется, что такой бизнес вроде как не должен жить, потому что совсем мало там. Типа, не все вакансии, не все страны. Откуда появляется вот этот вот win-win? Понятно, что для меня как и для кастомера. который ищет вакансию, выигрыш в том, что я вижу вилку и вижу описание. Эта вакансия проверена. Для компании какой выигрыш? Почему им просто не нанять там через свой еще райдел людей, либо не пойти на какой-нибудь LinkedIn и там разместить вакансию без вилок? Почему они к вам идут? Мы первый и единственный сайт, если мы говорим про Польшу, который предлагает зарплатные вилки абсолютно в каждой вакансии. То есть у нас нет такого, что мы опубликуем вакансии без зарплат. Почему идут? Мы предоставляем абсолютно другой тип джоп-берта, где нет вот этих простыней, где можно сразу прийти к конкретным кандидатам, которых вы хотите трудоустроить. И я бы сказала, что эта история скорее про изменение самого рынка. Мы за то, чтобы рекрутационный процесс в Польше, ну и в тех странах, где мы работаем и куда мы будем двигаться дальше, он был максимально прозрачный и честный по отношению друг к другу. Помимо этого, ну давай будем честны, если ты прособеседовал кого-то и только в конце последнего этапа назвал зарплатные вилки, а он сказал, ой, прости, но я не готов, то стоимость рекрутации такого кандидата сильно резко увеличивается, потому что это каждый этап собеседования это определенная сумма, ну там в долларах, евро, золотах, неважно. Поэтому я бы сказала, что идея про зарплатные вилки это в том числе про сокращение бюджета на найм. Польша, опять-таки, вернемся к Польше. Мы в Польше, вы работали, начинали работать с рынка Польши, дальше еще несколько стран. Может у кого-то возникнуть вопрос, а почему мы сейчас с тобой говорим на русскоязычном канале, на русском языке? Есть ли какой-то особый, может специально, не знаю, сервис на сайте для русскоязычных ребят, либо расчет на то, что те, кто хотят в Европу реалансироваться по умолчанию, там знают английский и вот, пожалуйста, все на английском? Мы работаем в мультиязычном пространстве, если мы говорим про наш портал, помимо польского и английского, я бы сказала, английского, да, как основного, в том числе наш портал существует на тех языках, на тех языках, в странах, в которых мы, собственно, и работаем. То есть если это Чехия, то это в том числе и чешский, если это Венгрия, то это венгерский, плюс для Украины мы делали украинский и русский, потому что мы знаем, что аудитория смешанная и мы тут хотели максимально предоставить комфорт. Но при этом неважно, заходишь ты на польскую версию сайта или на венгерскую, у тебя всегда есть возможность переключиться между языками и сделать это достаточно быстро. Я понимаю, вы видите количество заявок конкретной страны, где анонимированные заявки, точнее, анонимные заявки, короче, вы видите количество заявок, которые идут конкретно в компании. Есть ли какая-то статистика по тому, куда наши ребята из Украины, Беларуси, России, может, Казахстана больше всего переезжают из тех стран, в которых вы работаете? Мы не отслеживаем. Больше всего трудоустраиваются. Мы не отслеживаем прям напрямую статистику в пани переезда, но опять-таки тут надо понимать, что больше всего вакансий на данный момент у нас находятся именно от польских компаний, либо они находятся в категории ремоут. Но на самом деле пандемия очень сильно поменяла рынок, и я бы сказала, что в этом году первый раз у нас появилось вакансий ремоут значительно больше, чем любых других вакансий в конкретных городах. То есть, если мы говорим про Польшу, первый раз Варшава стала на втором месте по количеству вакансий, ремоут сильно обогнал. А до этого было все в офисе? До этого в основном до пандемии все предпочитали работать в офисе. Я бы сказала, что одним из бенефитов компании часто предлагали возможность работы два-три дня удаленно, ну, либо там какой-то небольшой процент. Конечно, при ремоут вакансиях как бы главное соблюдать внутренние правила и внутренние идеи, и там всякие секьюрити истории, но если компания разрешает, то ремоут, конечно, открывает возможность работать откуда угодно. Вот с какими работодатели сталкиваются трудностями при найме ребят, которые вот смотрят на сейчас? Есть ли какие-то особенности или нет? Или все нормально? Ну, в целом все нормально, потому что они трудно стараться на часовой соки и все подошли, все хорошо. Я бы тут, наверное, сказала три главные такие тенденции, и это не только история про там отзывы от наших клиентов, это история в целом, да, про рынок и такие, я бы сказала, наблюдения, что, наверное, есть три какие-то основные такие истории, в целом, сложности, если мы говорим про трудоустройство иностранцев. Первое, как бы это странно сейчас ни звучало, это английский язык. Не у всех программистов, не у всех ребят, кто работает в сфере IT в русскоязычной среде есть возможность разговаривать на английском с клиентами. Да, это правда. К сожалению. Читать, да, разговаривать. Читать, да, разговаривать нет, при этом, если кто-то релацируется, надо просто давать себе сразу отчет, что вся коммуникация скорее всего будет на английском. Очень маленький шанс, что будет абсолютно русскоязычное дальше опять сообщество и возможность работать только с русскоязычными ребятами или там украиноязычными ребятами. Поэтому язык, наверное, это одна из таких основных преград, которая может помешать трудоустройству европейскую компанию либо заграничную компанию. Но второй такой особенностью, и это частично связано с английским языком, в том числе, это культурные особенности. В Европе надо очень, не только в Европе, но в любой другой стране, где ты новенький, где ты только-только переехал или там собеседуешься, тебе надо хорошо понимать, в каком культурном коде ты существуешь, где ты можешь быть более мягким, где, наоборот, тебе надо быть более жестким, отстаивать свои какие-то позиции. Уважать рамки нового окружения. оно часто, как бы это странно не звучало, например, где необходимо улыбнуться или где надо быть более таким открытым для общения. Поэтому язык и культурные такие вот особенности, это, наверное, две основные причины. Ну, а третья, она самая банальная, к сожалению, это бюрократические процессы в разных странах. Где-то ты можешь получить постоянный вид на жительство, вообще в целом вид на жительство и разрешение на работу за месяц, а где-нибудь тебе это займет там год, два, три. То есть ты можешь пройти собеседование и его ждать, пока тебя туда можно бы приехать? Ну, я бы сказала, скорее эта история выглядит немножко по-другому. То есть ты проходишь собеседование, ты приезжаешь по каким-то рабочим визам и уже, находясь в стране, ты такой, ну, сделаю-ка я себе ответ на жительство, буду легально здесь находиться. И, значит, открываешь такой ящик Пандоры и попея понеслась. По поводу Польши еще есть такой миф, что, вот ты мне сейчас скажешь, миф или не миф, вы же трудоустраиваете ребят, в том числе и в поиске компании, не только международная корпорация. Нужно ли в поисках компаниях знать поиски либо достаточно английского? Сильно зависит. Ну, правда, если мы говорим про большие международные компании, то это, скорее всего, такое международное комьюнити, где очень много экспатов, где будет очень много ребят, которые общаются в целом на английском. Но если мы говорим про польские небольшие компании, это может быть такой небольшой продуктовый стартап, например, который никогда не трудоустраивал иностранцев, у них все процессы абсолютно на польском, то тогда, да, это история про то, что там будет очень сложно. Платят ли что-то кандидаты за то, что они находят вакансии? И сколько платят компании? Кандидат не платит ничего. Все, отлично. Продано. Прекрасно. Если мы говорим про компании, то тут как бы очень сильно зависит. в Польше это связано в первую очередь про то, как работают польские джокберты, ну и в целом европейская история. Здесь часто принято брать пакетные услуги, они сильно получаются дешевле. Если мы говорим про компании, то тут очень сильно зависит от того, в каком регионе размещается вакансия. На данный момент украинские вакансии, точнее вакансии от украинских компаний, от компаний, которые хотят ставиться в Украине, они абсолютно бесплатные, необходимо просто написать к нам на электронную почту, мы готовы разместить. Это после 24 февраля, я так понимаю. Это было еще и до этого. А почему тогда, если это было до этого, почему такие преференции именно для Украины? Мы только начинали выходить на этот рынок, открывали рынок. Да, мы только открывали рынок, но и сейчас мы приняли решение продолжать идти в эту же сторону, поэтому если мы говорим про Украину, то тут выглядит это таким образом. Если мы говорим про Польшу, Венгрию, либо Чехию, Сословакию, это выглядит по-другому. Покупается определенное количество кредитов, которые можно между рынками переиспользовать, но при этом та приятная, наверное, особенность, это то, что на всех пяти рынках можно опубликовать вакансию в один клик и не надо делать пять отдельных клонов для каждого рынка. Да, это удобно. Раз уже за Украину мы зацепились немножко, то, может быть, есть какие-то инсайды или информации, которые ты можешь поделиться, как изменился процесс, может, вашей работы либо найма после 24 февраля. Есть ли какие-то изменения или нет? Мне кажется, после 24 февраля на месяц все рынки замерли и все просто ушли в такое, знаешь, мы сейчас не будем дышать, мы сейчас подождем. То есть прям даже Венгрия, Польша, которые там... Нет, я бы не сказала, что это прям Польша и Венгрия не сильно коснулась. Они, может быть, смотрели как-то на эти рынки тоже по-другому. Но если мы говорим прям чисто про Украину, то, конечно, там прям был рынок в какой-то момент прям в ступоре. Мы видим, что после первого месяца рынок начал сильно оживать. Это видим не только мы там согласно нашему порталу работы, но мы видим еще это и по другим каким-то показателям. В целом, из таких тенденций мы видим, что все больше и больше кандидатов начинают оправиться на вакансии. То есть мы видим, что мы вернулись к тем показателям, которые были до войны на данный момент. И я бы сказала, что мы видим некий рост вакансии, точнее, не вакансии, а аппликации на вакансии в Европе. То есть украинские ребята к вакансии европейские стали больше подаваться. Да, мы видим такой большой рост, если мы говорим про Польшу, и на вакансии ремонт. Но при этом это не значит, что украинский рынок абсолютно стал пустым. Нет, он дальше живет, все потихонечку приходит в норму. Это оплается на Украину сейчас. Да. Я не могу сказать прямо точно в процентном соотношении, у меня было бы сложно очень. Но в целом, да, оплается. То есть рынок не умер, рынок потихонечку оживает. Есть ли у вас ожидания, что после окончания войны там будет спрязан здоровенный? Мы очень надеемся, мы, если честно, все компании очень держим кулачки, что все будет хорошо, и что рынок не просто вернется в еще там состояние до пандемии, там много-много лет назад, но наоборот, что это будет бум, потому что всегда есть отложенный спрос. Отлично. Спасибо большое. Спасибо огромное. После университета или во время университета, когда ты первый раз, можно ли так сказать, поработал полноценным программистом? Или это уже было тогда, когда себя в университет нанимали как студента? Ну, вообще полноценным программистом я, наверное, до университета поработал еще. Так, чтобы первый раз деньги получить. Да, получил деньги за код. Вот, в 15 лет. Значит, меня отправили, родственники нашли, что у меня не было компа дома. Комп появился у меня где-то, наверное, лет в 16. А вот в 15 у меня еще компа не было. Поэтому я на компьютер ходил или же к дедушке на работу, там, где, значит, были компы, на которых были всякие автокады, там, и все для черчения, и для архитектуры. А по вечерам я там, значит, набирал что-то в Волков Коммандере, значит, какие-то, значит, писал там на, там, дебейсе, ассемблере, и, значит, на чем мы тогда еще писали. В принципе, нет, тогда у меня еще не было компиляторов Pascal IC. Они у меня, наверное, в 16 или 17 лет появились где-то, да. Ну, еще я частично инфу добывал из ФИДО, потому что я какое-то время был Пойнтом, потом Нодой ФИДО, и были такие конференции, это уже чуть позже, в институте, у нас ФИДО расцвело в конце 90-х годов, и были такие Руделфи, Киев Делфи, Киев Программинг, там, ну, короче, конференции, в которых... Конференции, это в смысле пространство внутри ФИДОНЕТа? Ну, да, это что-то типа... Или все просто поймут. Значит, еще такая сеть была Юзнет, это как ФИДО, но только через интернет. Ну, вот, может быть, кто-то такую штуку застал. А ФИДО работал не через интернет, разве? Сначала через модемные пулы. Просто мы дозванивались. Ну, до ФИДО еще такая штука была ББСки. В общем, это просто такие файлообменники, ну, что-то типа FTP, когда ты подключаешься, там, терминалом, и, значит, оно скачивает тебе какой-то файлик, музыку, там, значит, компиляторы какие-то, а потом, значит, каким образом программы передавались, или какие-то вот тебе нужно какие-то, значит, компилятор какого-то языка или линковщик языка. Он кодировался в кучу маленьких, ну, сначала в архив, потом архив разрезался на кучу маленьких файликов, файлики кодировались в что-то похожее на B64, только это называлось UUE. UUE? Да. Ну, это формат тоже, у которого 64 разных символа. Ну, как бы шестибитная кодировка. И потом, собственно, каждый из этих кусочков прикреплялся к почтовым сообщениям, и тебе приходило там 25 почтовых сообщений, а ты из них выкусываешь эти кусочки какой-то специальной утилиткой, оно потом распаковывает, вынимает оттуда этот компилятор, и все это качается просто три дня к тебе через почтовую эту систему фидошную. Ну, вот где-то так. В моей молодости похожая штука была, она уже на более высоком уровне, в Толкомандоре файлы резали. Мегабайтные файлы, по 20 мегабайт. На дискетке. И на по 400, по 4. И на дискетках. Ну, я еще застал 5-дюймовые и даже 8-дюймовые дискеты здоровенные такие. Хорошо. Так первые деньги, получается, 15 лет за что? Да, первые деньги, ну, в общем, меня на лето устроили на компьютеры, чтобы я туда ходил, в Киевэнерго, а там, значит, взрослые, серьезные мужики писали программулину, которая управляла подключениями киевской и переднепровской энергосистемы. И они это все писали на ассемблере, а я пришел, я знал тогда уже базы данных, и что я им сделал? Я сделал пользовательский интерфейс, тоже консольный, такой вот, и, значит, что-то с базами данных. Подожди, то есть я 15-летнего, несовершеннолетнего подростка пускаю к написанию софта энергосетей? Ну, там же есть взрослые мужики, которые могут после меня что-то посмотреть. Я, правда, не помню, чтобы у нас были какие-то системы управления source-кодами, то есть никакого гита тогда еще, по-моему, и не было. Но в любом случае за мной же код смотрели, и я как-то втерся в доверие к этим дядькам, и они мой код взяли, и более того, после там трех месяцев они даже все вместе там скинулись, и мне там какие-то, я уже не помню, сколько там, 40 или 50 баксов мне дали, а это для 90-х годов, там, для 95-го года это было там нормально. А меня просто туда пристроили на компьютере, приходить, сидеть на компьютере, вот пусть пацан посидит, тут что-то он делает на компьютере. Ясно, верно. Ну, а мне интересно было, чем они занимаются, они же там что-то полезное делают, мне всегда было интересно написать что-то полезное, ну, конечно, я быстренько отставил какие-то свои там штуки, которые я делал, там, какой-то драйвер мышки, кому он нужен, этот драйвер мышки, если можно было то самое, или там я чем-то занимался, какой-то бредятиной. Я помню, мы переопределяли знакоместо, потому что можно было в текстовом режиме вместо символов, вместо части аске-символов закодировать туда какие-то, значит, каких-то человечков, каких-то вертолетиков, там, танчиков, и, значит, или же там, допустим, сделать туда какие-то специальные символы, из которых ты потом можешь в текстовом режиме вывести что-то похожее на окна, ну, чтобы они там раскрывались, закрывались, там, какую-то оконную систему сделать в текстовом режиме, ну, конечно, в каждом знакоместие у тебя будет только два цвета, фон, ну, фон, и цвет символа, но все равно из этого можно было очень много чего сделать, всякие там эмуляторы, кнопочек, скролл-барчиков и всякой прочей туфты, но я это быстренько отставил, знакогенераторы, там, значит, и всякие эти штуки, я помню, что я писал даже драйвер мышки, который, знаешь, в текстовом режиме, когда ты, чтоб стрелочку выводил, то есть, так мышка была, квадратик, просто ты мышку вводишь, и квадратик вводится, некрасиво, а хочется, чтоб стрелочка вводилась, поэтому нужно четыре знакоместа или шесть знакомест, я уже не помню, постоянно, когда ты мышку сдвигаешь на одну точечку, на один пиксель, чтобы все там шесть знакомест поменялись, ну, как бы, их нужно перепрограммировать быстро эти знакоместа. Ну, понятно, чтобы форма правильная. Да, чтобы вот была правильная форма, и чтобы этот курсор мыши выглядел вот как бы как нормальный такой стрелочек. Хорошо, давай вернемся в университет. Пять лет ты в университете учился? Да, На бакалавре? На бакалавре. Ну, на специалиста. На специалиста. Да, да, да. Мы тогда, по-моему, не было разделения, не было бакалавров, магистров, тогда еще не было. Тогда все были специалистами просто. То есть ты закончил университет, и после этого больше по программе высшего образования ты не учился? Не. Аспирантуру я не заканчивал, я сразу сдал кандминимум, причем я его сдал три раза. Так можно? Почему нет? Можно, если у тебя есть бумажка о том, что тебя кафедра заслушала, и они согласны принять кандминимум, у меня есть три из данных кандминимума и ни одной из данных, ни одной защищенной диссертации. А зачем? По трем специальностям. Зачем? Первый раз понятно еще, второй раз тоже можно понять, не третий раз. А я думал все-таки, что мою тему диссертации можно где-то защитить. А что за тема? Ты все три раза пытался одну и ту же тему продвинуть? Да, просто я переходил со специальности на специальность. Ну, зачем аспирантура, если у меня в принципе хватало знаний, просто чтобы сдать этот кандминимум? Можно прийти на экзамен и все поздавать. Я один раз пришел сдавать английский, а у нас что-то не принимали английский, я поехал сдавать английский в другой вуз, а там какая-то группа еще сдавала философию. Ну, я вместе с ними присоседился, пошел философию сдавать. Ну, на четверочку ее сдал. Нет, слушай, я на пять ее сдал. А так можно? А? Так можно? Нельзя, но я им объяснил, что типа, ну, как бы, вот я хочу по-быстренькому это самое сдать, я могу отвечать все, что хотите. И, значит, там нормальный препод оказался, он говорит, ну, слушай, мы задним числом эти бумажки как-то там оформим, что ты типа к нам пришел и сдал там тоже вместе с этой группой. Они сначала английский сдавали, ну, то есть они шли по какой-то программе, да, а я пришел к ним английский сдавать. Сдал английский, вот английский на четверточку сдал, а философию все-таки на пять сдал. Так и все-таки что за тема кандидатская, которую ты так пытался продвинуть? По метапрограммированию, то есть динамическая интерпретация метамоделей она называется. То есть вся идея заключается в том, чтобы программа меняла свою структуру или поведение динамически в рантайме, но при этом метапрограммирование бывает очень разное, да, это как бы за одним этим понятием могут скрываться и программа, которая переписывает свой код, который нужно там значит перегенерировать, код или написать новую программу, ее скомпилировать или интерпретировать. Бывает такое, что программа динамически в памяти строит какие-то при помощи рефлексии, скафолдинга значит какие-то структуры, которые ведут себя уже по-другому, так как в самом начале не предполагалось. То есть так как ты не запрограммировал? Да, да. Сами напрограммировали в рантайме, типа того? Да, да, но бывает генерация программного кода, ну то есть вот просто генерация кода и потом его значит или джид-компиляция или значит интерпретация этого кода. А можно те программные структуры, которые уже созданы и скомпилированы, можно их так зацепить по-другому и напитать их метаданными таким образом, чтобы из них скомпоновать это поведение. То есть ну точно так же, как из элементной базы можно скомпоновать совершенно разные электронные устройства или же из каких-то библиотек программных мы можем компоновать любое ПО. Ну мы это компонуем во время написания, а тут во время написания мы пишем метапрограмму. То есть мы думаем на шаг вперед получается. Да, на уровень выше. На уровень выше. Да, на уровень выше. Мы делаем такую программу, которая в рантайме скомпонует саму себя таким образом, чтобы решать более широкий круг задач. Да, это просто очень сильно расширяет круг задач. То есть так вот, допустим, мы можем написать, ну самый простой пример, можем написать какую-то программулену, которая будет решать задачу, допустим, учета складскую, допустим, да, но она очень похожа на задачу для интернет-магазинов или там задачу для каких-то внутренних складов, которые есть значит, в любом там супермаркете. И она очень похожа на задачи, которые... Ну есть целый класс задач похожих. это просто задача учета ресурсов. То есть мы от конкретного там, ну грубо говоря, какой-то маленькой задачки там складской или там бухгалтерской или какой-то значит, допустим, в медицинских учреждениях есть там задача учета препаратов, да, ну вот везде есть задача учета ресурсов. Мы просто поднимаемся на уровень выше и говорим, что есть универсальный ресурс. Он может быть любым. Мы из него вычленяем, какие есть метаданные, чтобы в рантайме эта программа могла учитывать любой ресурс. Ну вот такое. И она в принципе можно даже вычленить из нее такие вещи, как этот ресурс будет обрабатываться, то есть какие-то допустим формулы, которые необходимы для вычислений балансов этих ресурсов или там итогов за день или что-нибудь такое. И в принципе можно туда даже включить такое поведение, которое позволит ей храниться по-разному. Слушай, ну допустим какие-нибудь конструкторы сайтов, я не знаю, Викс какой-нибудь популярный, это же не метапрограммирование, хотя ты с ним можешь делать разные классы веб-приложений. Ну я не знаю, возможно, если посмотреть код, возможно там есть где-то методы метапрограммирования, ну то есть если там есть динамическое построение каких-то абстракций в коде. С точки зрения кода, это что такое? Когда ты можешь классами классы делать, кодом классы генерировать, что это такое? Или компоновать динамические классы, ну то есть вот есть композиция классов или агрегация классов, объектная агрегация. В JavaScript есть? Нет, она есть в любом языке программирования, когда ты не наследуешься, а внутри конструктора просто создаешь другие экземпляры и пишешь их в свойства. Но в большинстве языков это должно быть известно на этапе компиляции. А в JavaScript в некоторых языках, кроме JavaScript, в общем, можно так делать, чтобы вот это вот... В некоторых языках включая JavaScript. Да, включая JavaScript, конечно. Значит, можно так делать, что мы заранее не знаем композиция чего будет. То есть мы можем скомпозировать или сагрегировать те классы, которые заранее не знали о том, что они могут быть скомпозированы или сагрегированы. Вот где-то так. Это можно делать, на самом деле, на разных парадигмах. Хорошо. Получается, метапрограммирование это такая парадигма в своем роде тоже. Это метапарадигма. Метапарадигма. Она в данный момент сейчас оформлена в какую-то стройную теорию, которая где-то есть? Есть отдельные статьи, отдельные видео. Об этом есть частично в каких-то книгах, частично можно найти это на сайтах каких-то компаний, типа как IBM, Microsoft или на Хабре можно найти статьи. статей. Где-то если в русскоязычном сегменте гуглить, то, наверное, может быть, третий или четверть будет моих статей, и очень давних даже. Часть из них была просто в каких-то научных журналах, и их надо искать, я не знаю, где-то они, наверное, цифрованные есть, в библиотеке тарелка, которая называется и находится у нас на Лобецкой. Там куча этих статей точно есть. Так, вообще, в инете что-то я начал выкладывать уже в конце 2000-х по этой теме, но у нас просто не сохранилось сайта НИИ системных технологий, потому что его закрыли после 20 лет, как я в нем поработал, его закрыли. Значит, но большинство из этих материалов я просто повыкладывал на GitHub или же на конференциях выступал. И вот только вчера зарегистрировался еще, значит, на холле с этой же темой метапрограммирования. А когда будет она проходить? О, не знаю, весной где-то. Наш выпуск выйдет где-то в середине марта. Ну, в любом случае есть уже доклад с Одесса JS по метапрограммированию. От твоего авторства? Да, да, да. И есть тоже видео лекции. Я несколько лекций записал на канале. Ссылочки мы все оставим, если кто-то захочет, обязательно глянет. А у меня вопрос остается такой. Почему не довел до конца кандидатскую? Если хорошая, красивая, полезная теория. Три попытки. Не перед кем защищать. А, вот так? Нет научного совета, и это очень сильно муторно. А совет научный обычно сам собирается? Ну, в смысле, ты сам должен его найти? Нет, ну, дело в том, что для такой тематики у нас не было готового научного совета. Возможно, в России они есть. Возможно, есть в Европе какие-то. Ну, в общем, мне не особо было интересно этим заниматься. Мне интересен сам материал. Мне интересно метапрограммирование, а заниматься вот этими самыми оппонентами, рецензентами, версткой бумажек, документов. Это самое... Это все... Я этим ненавижу. А если бы ты все-таки довел до конца, это как-нибудь помогло бы в продвижении теории? Не знаю. Наверное, нет. Наверное, нет. Умли хер с ним-то, да? Это правильно. Ну, я думаю, что я лучше выпущу книгу, это будет с этого больше пользы, чем с защитой перед научным советом. Я просто понял, что очень много сейчас научных работ просто фейковых. Ну, то есть собрались какие-то... Есть еще янки, к примеру. Да, собрались какие-то деды и заслушали диссертацию о разработке интернет-сайта. Там, очень, значит, наукоемкую. Или там, значит, заслушали какую-нибудь там просто штуку, которая вынута из 70-х годов, чуть-чуть там притрушена современными интерфейсами и, значит, туда приклеен кусок математики, которая вообще туда не лепится. Ну, просто, чтобы положено... Да, да, да. Это формальные штуки выдержаны, все, все проголосовали. Я не хотел такого. То есть, вот я не хотел, чтобы это... Во-первых, чтобы они испортили мою работу, потому что они, естественно, хотят... Слушай, у тебя, значит, терминология не такая, как привык наш совет. Совет же имеет какие-то свои... Совет джедаев. Конечно, да, да. Успел ли ты за свою карьеру после универовскую либо до универовской до сегодняшних дней поработать на типичной корпоративной компанией, в смысле корпоративный сегмент? Ну, вот я практически 2000-е годы этим занимался. Сначала Galaxy компания... То есть кибернетиком ты не стал, это было программирование, правильно? Ну, я чуть-чуть занимался своей... После универа уже? ...специальностью, но я тогда уже работал в универе. Ну, как бы, я работал в НИИ системных технологий и учился параллельно. На пары я практически не ходил, на все это дело забивал, а опыт весь получал в НИИ системных технологий, где работали те же самые преподы, которые преподавали. Отлично. Ну, после НИИ системных технологий с кибернетикой ты закончил? Ну, как? Я интересуюсь этим. Я читаю разные книжечки. Коммерческой кибернетикой, скажем. Да, коммерческий закончил, но я все эти идеи, конечно, использую. Это очень помогло. Теперь коммерческому программированию. Может, какие-нибудь крупные компании кем-то успел поработать и где? Ну, вот, после университета я поработал с Димой Кмаладзе. Это сейчас он большой специалист по Дотнету и Сишарпу, который практически сам в одиночку переписал все стандартные библиотеки тут НЕТа таким образом, чтобы можно было повысить производительность программ от десяти до тысячи раз. Это тот самый, который заперся в комнате и сам все переписывал, потому что сроки будем... конечно. Ну, то есть это человек, который способен в одиночку сделать то, что делает корпорация. Вот просто очень большие кодовые базы построить однотипно, унифицированно и стройно. И я, конечно, очень много у него перенял, но вместе мы писали сначала на Делфи. Да, вот это хороший вопрос, типа чел писал, Дотнет переписывал. Не, мы сначала на Делфи программировали, мы делали медицинские информационные системы. Сначала это было Galaxy, потом значит, уже эта компания называлась IT-адаптер и чуть позже RTI. Ну, то есть RTI это другое юридическое лицо в Штатах, и мы тоже делали и медицинское программное обеспечение, и для там, значит, транспортных всяких, и для чуваков, которые безопасностью занимаются, и для Cleveland Clinic, и для кучи разных вообще там заказчиков, на самом деле, там и календарного планирования, и тогда это еще не называлось финтех, но по сути были системы управления пакетами, в общем, больших финансовых корпораций, которые управляли пакетами долгов, мы тоже этим занимались достаточно долго, и я, в общем, вместе с Димой, он в Америке работал, я тут работал, и тут у меня организовалась первая команда, я, собственно, стал руководителем киевского офиса, этой компании уже RTI, которая, значит, имела представительство в нескольких странах бывшего СНГ, и, значит, имела несколько, тоже в нескольких городах Америки тоже, значит, свои офисы для того, чтобы там, собственно, внедрять софт, а тут его разрабатывать, ну, вот такая вот модель в 2000-е годы. Это Delphi был все время? Сначала Delphi, а потом Дутнет, то есть мы перешли на Дутнет, и я где-то, ну, лет, наверное, 7-8 на Делфи программировал, может быть, лет 5 на Дутнете программировал, уже тогда развилась у нас достаточно большая команда, куда входили и Алексей Голиков, мой брат двоюродный, в общем, с которым мы тоже программируем и вместе, и порознь всю жизнь, где-то так. В общем, и после этого, или даже, наверное, параллельно с этим, мы начали заниматься еще одной темой, которая совершенно нечаянно выстроила, это юридическими информационными системами, и сделали экспертную систему, которая помогала бизнесу во взаимодействии с государственными контролирующими органами и сделали программу проверка. То есть у нас была компания Внешэконом Консалтинг с ее руководителем Владимиром Чувардинским и, собственно, с командой программистов под моим управлением, мы написали вот эту экспертную систему, и она вдруг начала очень удачно продаваться и даже оттеснила лидеров этого направления Лигу. Там на несколько лет мы у них отжали этот рынок. Хорошо. Финансовая система. Так. Юридическая. Юридическая. Можем ли мы на камеру... Управление нефтепроводами. Управление нефтепроводами в начале. Да. Можем ли мы на камеру говорить про Силве? Спокойно. Конечно. Окей. То есть там для многих может быть секретом, но для широкой общественности не секрет, что ты поработал еще в МВД. В МВД. Да. Украинское МВД. Да. Ну, в общем, это было уже в... Сейчас скажу... 16-18. А, то есть это относительно недавно. Да-да-да. Это уже... Что ты там делал? Значит, движок реестров. То есть я туда пришел с достаточно большой командой программистов, и мы сделали универсальный движок. Ну, потому что меня позвали как специалиста в этом деле, который уже долгое время занимался реестрами. Кстати, я забыл сказать, что еще мы в 2000-е годы сделали еще программное обеспечение примерно этой же командой моей, сделали программное обеспечение для ЗАГСов, паспортных столов и, значит, всяких... То есть про вас уже немножко знали. Да. Мы его сделали для управления юстицией, его внедрили там по всей Киевской области, кроме Киева. И, значит, как бы... Это тоже, кстати, на Делфи было. Делали это мы вместе с Денисом Крепом и... Я не помню еще с кем. В общем... Тут... Я же правильно понимаю, что плюс-минус в последнее время ты с одной и той же командой везде мувался, двигался? Нет, ну, возможно, отдельные люди. Мы то вместе работаем, то раздельно и постоянно то сходимся, то расходимся на проектной основе. Хорошо. Где-то так. МВД. Продолжая с МВД. Тут у меня парочка буквально вопросов таких, не свойственных для интервью, но не могу не спросить. Почему работать на МВД не зашкварно? Я сейчас спрашиваю в контексте, возможно, на этом геополитическом, потому что в Беларуси работать на МВД точно зашкварно на сегодняшний день, в России работать на МВД точно зашкварно. И у нас тоже зашкварно. Почему ты пошел тогда, еще раз спрашиваю? Ну, это было после 2014 года, да? Все ясно. Ну, как бы... Вообще была идея, конечно... После иллюстрации. Хорошо все построить. То есть там я увидел, что появились грамотные специалисты, значит, вот... Тут надо сказать, что в Украине после 2014 года были большие перестройки государственные, иллюстрации, и просто, может, кто-то не знает. Ну, да, да. Понятно. И были такие идеи, что все-таки можно хорошо и честно построить все государственные системы, но там, естественно, такая проблема, что у каждого генерала есть свои, значит, ручные карманные компьютерщики, которые держат эти базы, естественно. И чем больше эта база будет, скажем так, универсальной, и более она будет, значит, управляться, скажем так, единым коллективом, да. А вы хотели сделать общий реестр на нашу страну, да? Мы хотели сделать одно программное обеспечение, движок для реестров, который будет внедряться в любом месте, да. Он будет принадлежать государству, и его можно будет взять и внедрить где угодно. Не казалось ли уже тогда, что это утопическая немножко мысль? Как желание Китая построить глобальный мировой железную дорогу, да. Ну, технически она реализуема. Поэтому тогда я не особо понимал, что это политически нереализуемо, конечно. Поэтому я им сразу сказал, что информатизации без репрессий невозможны. То есть нужно будет, естественно, на кого-то надавливать, чтобы заставлять их приводить базы данных к единому формату, к единой системе, к одному языку, к одной СУБД. В общем, унифицировать, так, чтобы оно все стыковалось, везде были какие-то совместимые АПИ, а лучше всего один движок. И на это же нужно только выделять только на один движок деньги. Допустим, может быть, это будет в 10 раз дороже, чем писать каждую базу, каждую в отдельности. Но баз-то сотни, и это все равно будет очень выгодно и для страны. И, в принципе, это даже удобнее, потому что не будет всяких проблем с синхронизацией, когда это все будет спроектировано, спланировано все вместе. Вот мы сейчас видим, что ДИА с этим борется, 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 борется. Но у нас тысячу каких-то идентификаторов, они все расходятся, и... На фоне других стран УДИА, в принципе, неплохо получается. Ну, наверное, да. Вот они несколько... На фоне других постсоветских стран. Да. Это правда. Хорошо. Дальше еще про Huawei хочу немножко спросить. Успел ты с Huawei посотрудничать в последнее время? Ну, на самом деле, с Huawei мы предлагали им нашу систему микроизоляции контекстов, написанную для Node.js и... Это уже с Джоусских там был. Да, да, да. Значит, но значит, у них такая тема, что сейчас они не особо открывают тут каких-то R&D-центров. То есть, вот в России я знаю, что они развивают R&D-направление, а на Украине, я так понял, что у них таких, в общем, идей нету, потому что мы в каком-то непонятном состоянии. Тут завтра могут какие-то изменения произойти, политические, военные, экономические, все это нестабильно, и вести разработки на Украине им не особо интересно, но в принципе мы где-то вели переговоры где-то полгода по этому делу, и, значит, вот, ну, у меня там в профиле можно посмотреть фотографии с Huawei, но с китайцами я, конечно, сотрудничал много, но не с Huawei, с другими разными китайцами. Про сотрудничество с китайцами мы еще поговорим в блоке преподавания. Хорошо. На сегодняшний день, чтобы зафиналить вот этот блок про твою историю кратенькую, ты чем зарабатываешь деньги? Консалтингом? Консалтингом. Потому что на самом деле в русскоязычном и украиноязычном пространстве другого специалиста по Node.js, который вот только исключительно занимается всем, что связано с нодой, ну, очень сложно найти. И который одновременно еще и может это дело преподавать и писать, и делать архитектуру, и подсказать почти любой вопрос, который связан... FullStackAdept. Да, да, да. И у которого есть еще огромное сообщество, из которого очень быстро можно создать коллективы. Когда мы с тобой записывали предыдущий выпуск? В январе, не помнишь, или в феврале это было? В январе, по-моему. Я точно не вспомню. Ну, наверное, Не предыдущий выпуск, а этот выпуск, когда мы записывали. Кажется, что целая вечность прошла на самом деле. Да, полжизни просто. Расскажи, что за вот это вот время с 24 февраля, с начала войны у тебя поменялось в жизни глобально? Что-нибудь поменялось? Ну, ты знаешь, практически ничего. Вот я как... То, что я делал каждый день, я практически вот ровно так и делаю. Это не потому, что я... Ну, как сказать... Это не потому, что никак не повлияла война. Она серьезно повлияла, конечно же. Это потому, что я в мирное время просто вел себя так же само, как и военное. то есть я достаточно давно уже для себя ну, сделал, что ли, такое правило, что я должен просто всегда жить, как будто это последний день жизни. И если я там узнаю, что завтра просто я умру, никак не изменится распорядок дня. Вообще. Я вот, кстати, не помню, рассказывал ли ты про эту свою жизненную позицию в видео, потому что я четко помню, что ты мне за кадром про нее рассказывал и у меня сейчас складывается, а ведь действительно жить сегодняшним днем, это очень удобно. Но тем не менее, ты сейчас записываешься из Киева, не из своей квартиры. Да, да. То есть как минимум бытовые вопросы какие-то поменялись. Ну, да. Сейчас я на самом деле временно нахожусь в квартире бабушкиной. Я тут просто еще два дня буду и потом, значит, поеду по другим вопросам в командировку и потом, значит, я даже не могу говорить куда. В общем, ну, я все время езжу. Я реально за эти там два месяца уже побывал в стольких городах Украины, что я никогда в жизни не был. Командировки у тебя по Украине. Да, ну, потому что раньше я гораздо больше был в разных городах Китая, Европы. На Украине я никогда так много не был. Ну, где я был? В Харькове, в Одессе, во Львове и все. В принципе, больше нигде. А тут я и в Кривом Роге побывал, там еще в куче разных мест, которые просто первый раз. Какие могут быть командировки в военное время у преподавателей из университета и классного лекционера? Ну, лучше об этом не рассказывать подробнее. могут быть. Часть вторая. Фронтенд, бэкенд, джаваскрипт и нода. Короче, получается что? Получается Делфи, получается Дотнет, получаются хорошие языки, нормальные. И тут вдруг JS и нода. Как тебя в это все угрозило, расскажи. Ну, на самом деле JS, тогда, когда я начинал что-то на нем писать, был совсем другим языком. Вообще, я застал несколько состояний JS. Состояние в конце 90-х годов это, ну, грубо говоря, кто-то там на кнопочке сделал какой-то онклик. Правильно помню, что JS в Виндзе сначала появлялся в операционках, как внутри нескольких кого нет? Мне кажется, что он появился или в Нetscape, или в интернет-эксплорере был сначала, по-моему, JS он назывался, или как-то так. Это был другой, чуть-чуть, модификация ECMAScriptа, какая-то другая. И через какое-то время там они более-менее что-то договорились, стандартизировались, но он все равно отличался. Все время, пока существовал интернет-эксплорер, как Microsoft несколько раз пытался сделать браузер. И сейчас они уже пришли к нам. Ни разу не получилось. Ни разу не получилось. Интернет-эксплорер много раз переписывался. Его там, я так понимаю, что заливали миллиардами, потом писали Edge, потом написали Chakra Core. И сейчас уже, я так понимаю, что в Edge полностью там Chrome. Да, Chromium. Да, так что вот как бы но да, когда значит и как изменялся JS. Он в конце 90-х он что делал? Ну, всякие там анимации, грубо говоря, каждый на сайте хотел, чтобы у него снежинки падали, строчка бегущая летела, строчка бегущая это тег была, но люди же хотели, чтобы она анимировалась как-то хитро. Ну, и в общем, на самом деле ничего серьезного нельзя было писать приложений на JavaScript. То есть это был такой маленький встраиваемый язык, который чуть-чуть что-то там оживлял на этом сайте. И это было не приложение, да, это даже не какой-то компонент. Где-то уже в середине 2000-х годов стало возможным писать веб-приложение. С чего начинается это? С какой-то библиотеки, с какого-то версии JS, почему? Или просто с осознания того, что уже можно по мощностям сделать? С появления Ajax. То есть Ajax, да, с того, как страница загрузилась, и можно из страницы, не перезагружая страницу, сделать обращение на сервак. То есть появился XML-HTTP request. Это, конечно, страшная штука. Сначала, почему он так наживается, интересно, да? Ну да, название конское. Кто-то гетал XML из сервера, да? Ну, потом, конечно, все с помощью XML-HTTP request начали забирать JSON, но JSON появился чуть позже. И на самом деле, как только стало возможным вот это взаимодействие, люди поняли, что можно делать API-шечки. То есть что это не только ты рендеришь на серверной стороне и каждый раз делаешь reload страницы. Ты помнишь, как это, значит, в Дотнете был view state? Конечно. Господи, вот эти вот полотна. Да. В чем они? В hidden не хранились? В hidden поле. Да. Просто полотна состояния. Но они так сделали, потому что они же веб-формы копировались в WinForm, а в WinForm состояние сохранялось, потому что это стоп. они полностью хотели скопировать и сделали этот view state, который был очень болючий. Это еще, чтобы можно было реализовать REST. То есть получается, у тебя этот view state мог прийти, ну, как бы, с сервера прийти на клиент, там, модифицироваться, и потом опять отправиться на серверах, уже со следующим запросом, но уже попасть на другой узел, на другой серверах. И, в принципе, этот state, он мог быть обработан на куче серверов, и можно было масштабироваться, балансироваться между кучей серверов, ну, в общем, короче, очень удобно было с этим view state. Не очень удобно. Да, это я в переносном смысле. Да, ну, в общем, когда люди научились делать сервера с состоянием на сервере, тогда, конечно, все стало гораздо интереснее. То есть можно держать открытое соединение, и первым, одним из первых протоколов, который был такой, значит, стандарт COMET, ну, это не стандарт, а такая, значит, я бы сказал, это ухищрение такое. Это ты браузеру говоришь, что как будто бы какая-то страница качается, но так как сервера еще не имеет ответа полностью, да, просто медленно качается. То есть он отдал заголовки и ничего не отдает, пока тайм-аут не истечет. Или пока сервера не узнает, что-то есть и не выплюнет тебе это в открытый сокет, да, это вот COMET. А когда он выплюнул в открытый сокет, нужно срочно переустановить это закрытое соединение и опять ждать, пока сервер что-то вернет. То есть вот это называлось COMET. Это похоже на веб-сокет, ну, конечно. Похоже на веб-сокеты, но веб-сокеты устанавливают соединение, но долго открыто. А тут оно каждый раз рвется. То есть каждый раз лонг-пулинг. Да, это лонг-пулинг, да, или COMET. Это тоже самое практически. То есть практически ты пулил какой-то ресурс, который не отдавался до тех пор, пока там не будет появляться какого-то ответа на сервер веб-соке. А параллельно с этим ты можешь какие-то туда GET-ы посылать. И вот эти GET-ы могут приводить к тому, что сервер генерирует ивент, и тебе через этот лонг-пулинг его отдает. То есть ты и туда, и обратно мог как-то взаимодействовать более-менее. То есть лонг-пулинг нужен... GET, изменяющий состояние на сервере? Что-то? Ну, и GET, или POST. На самом деле GET в любом случае что-то изменяет. Как минимум он логи пишет. Но вообще на самом деле конечно же очень плохо если GET будет в состоянии сервера приложений менять. конечно, есть там посты, патчи, делиты. Вот они, конечно, должны такое делать. Или в оперативке, или в базе данных. Где-то это состояние или в каком-то state-менеджере. То есть были такие вынесенные из сервера приложений state-менеджеры, где хранилось состояние приложения ну просто in-memory в такой in-memory базе данных. Значит и как только люди поняли что можно вот так вот в две стороны взаимодействовать а также можно получать события с сервера по желанию сервера через лонг-пулинг они поняли что можно писать что-то интерактивное. Можно делать чаты, можно делать взаимодействие между несколькими пользователями, можно делать какие-то штуки которые будут похожи на обычные десктопные приложения и так появились там первые эти приложения Yahoo Google почта Gmail или Yahoo Mail я первым пользовался Yahoo почтой. Первые версии были даже без JavaScript интерфейс мне кажется что там было два режима Yahoo почта я помню что она сразу имела такой интерфейс достаточно rich интерфейс в котором можно было динамически без перезагрузки страницы работать и это конечно было серьезно удобнее но я все это время конечно использовал какие-то десктопные почтовые клиенты сейчас я их уже не использую сейчас у нас почти все через браузер происходит если бы тебя попросили показать приложение не знаю код написан на JavaScript который в браузере открывается который бы максимально показал возможности JavaScript на сегодняшний день что бы ты показал такой эталонный пример JavaScript в принципе и на клиенте и на сервере да ну наверное что-нибудь что позволяет большому количеству пользователей взаимодействовать через сервер так чтобы этих пользователей было одновременно ну больше чем наверное где-то сто тысяч то есть есть такие примеры живые я думаю что это игры наверное да да я думаю что мы видим такие примеры ну как бы это социальные сети и всякие значит вот платформы с видео как YouTube то есть я думаю что хороший тоже пример но там конечно я думаю что сервак наверное не на JavaScript но можно сделать то же самое на JavaScript прекрасно на ноде можно сделать стриминг видео и мы видим что Netflix именно таким и занимается у Netflix сервер на ноде и на самом деле куча есть приложений которые занимаются именно стримингом звука файлов значит всякими там передачами передачей контента между пользователями именно вот такого вот контента видео или звука или мультимедийных каких-то там или игровых каких-то большого потока событий между разными там зрителями есть решение Second Screen я кстати уже в десятые годы занимался такой технологией Sync TV это интерактивное телевидение и мы как раз собственно делали системы которые с помощью второго экрана то есть один экран телевизор а второй экран у меня там телефон планшет ноутбук значит большое количество людей может взаимодействовать с зрителями в студии то есть они могут им подсказывать мешать как-то взаимодействовать или против них играть или за них играть или объединяться в команды то есть это такое обратное взаимодействие на телеке на телеке все идет только в нас а тут появляется взаимодействие для того чтобы это было телевизор должен сильно измениться ну интернет не ну формат должен стать unscripted то есть режиссер во всех телепрограммах заранее знает сценарий а тут он не знает сценарий тут может произойти многое ну конечно же там не все но как минимум сценарий становится гораздо более разветвлен и современное телевидение до сих пор до такого не дошло но мы в 15 или 16 году сделали такое решение представили его на международной выставке в Чанду в Китае получили там золотую панду за лучший софт для телевидения на ноде все это писали это не похоже на черное зеркало может помнишь сериал такой черное зеркало они выпускали интерактивную серию года два назад когда ты от выбора пользы ты смотришь сериал там условно через 5 минут в какой-то момент фигу у тебя появляется посмотри очень классная штука ты смотришь обычный сериал серию первых 5-10 минут а потом в какой-то момент например герой тянется за баночкой какого-нибудь напитка и тебе предлагают что ты хочешь чтобы он выбрал пепси или колу ты прям тыкаешь колу и там абсолютно бесшовное соединение видео то есть ты нажал на кнопку видос остановился ты нажал на кнопку и видос дальше плавненько пошел я от этого очень сильно офигеваю ну да и фильм начал развиваться так будто бы герой взял колу и потом твой выбор все сильнее и сильнее влияет на фильм в итоге там много концовок это что-то ну что-то похожее но в новостных игровых или же там интеллектуальные игры какие-то ну то есть то где нету отснятого контента а где контент производится в реальном времени да в реальном времени решение второго экрана называется ну на самом деле я сейчас практически не знаю никаких серьезных внедрений мы конечно софт такой сделали но нигде его внедрить серьезно не получилось там кроме в Китае мы сделали пилот и на Украине сделали пилот значит ну это не особо было много народу нам удалось в тестовом режиме там запускать по-моему до миллиона нагенеренных пользователей это все работало на ноде джава но да и на бэке на УДЖС на фронте были два варианта это или мобильное приложение тогда это объектив Си и Джава и значит на браузере просто в Джава Скрипте вот такое я не просто так заострил внимание что ты перешел из нормальных языков в Джава Скрипт это не мое мнение я знаю что ты не адепт того что Джава Скрипт это самый лучший язык это конечно не язык моей мечты но мы по факту видим что это язык с самым большим сообществом которое только есть почему ты в него тогда пришел если это не язык твоей мечты из сообщества ну потому что я хочу сделать информационные системы которые мне нравятся чтобы они получили максимальное распространение дотнет позволяет делать все что угодно ну на самом деле дотнет позволяет но он не выместит джава скрипт во всяком случае я не верю чтобы дотнет полностью ликвидировал всю инфраструктуру и комьюнити джава скрипта то есть к тому что в джава скрипте просто больше людей и комьюнити и поэтому тут да конечно дотнет конечно откусит свой кусок от всего этого пирога но он полностью не убьет технологии ну вот мы видим что флэш допустим полностью уничтожен с джава скриптом такого не случится джава тоже когда-то была в браузере но она полностью там уничтожена все лето ну да то есть это полностью выпилили и выбросили и флэш и джава полностью ликвидированы из браузера и благодаря тому что в браузере не было долгое время никакой альтернативы вообще джава скрипт был безальтернативным языком более 20 лет был не остается сейчас сейчас частично то есть почти все уже можно сделать на других языках кроме взаимодействия там с домом и всякими другими штуковинами ну на самом деле это можно сделать можно написать на веб-ассамбле можно значит на любом компилируемом веб-ассамбле языке но по сути джава скрипт и его виртуальные машины сильно распространенные V8 и Spider-Bank они уже могут запускать джава скрипт ну скажем так хорошо написанный джава скрипт грамотный качественно оптимизированный джава скрипт который грамотно и качественно оптимизируется виртуалке ты имеешь в виду да они могут значит мы можем сделать такой джава скрипт чтобы он работал ну может быть там всего лишь там в 2-3 раза медленнее чем все плюс плюс зачем нам тогда что-нибудь другое прикручивать потому что все равно работа с домом никак мы не обойдемся сейчас ну и кроме этого в джава скрипте появилось огромное количество всего и он изменился очень сильно если раньше если раньше это был хаотический язык абсолютно да то сейчас в нем появилась значит и возможность делать потоки и значит куча возможностей конкурентного программирования параллельного программирования синхронного программирования и в общем и такие штуки как web-локс там блокировки ну то есть уже появились абстракции параллельного программирования семафоры, mutex, расшаренная память, в общем, он стал полноценным, универсальным языком общего назначения. Насколько давно многоботочка появилась в JavaScript по полной? Это с какого-то стандартного ECMAS скрипта или это идет от виртуалки? Ну, на самом деле, это часть веб API в браузере, воркеры сделали, веб-воркеры и все это такое. Это, по-моему, появилось в середине десятых годов, где-то около 2014-2015 года. Да, это прилично давно, и это люди используют на фронте. А в ноде это чуть-чуть позже появилось. По-моему, первые такие попытки были где-то в 2017-2018 году. И вот сейчас мы имеем вообще полноценный способ распараллеливать. Хочешь процессами, хочешь тредами, хочешь вейм-изолейтами, ну, то есть разными способами, с разной степенью изоляции кода и с разной степенью изоляции ивентлупа, с разной степенью изоляции хипа. То есть мы можем совершенно сейчас сделать не хуже, чем в других языках программирования на ноде. Хочется в этом выпуске немножко подробнее понять о том, что такое нода. Но перед тем, как разобраться, что такое нода, было бы неплохо разобраться с тем, что такое виртуалки в браузере, вот V8, самый популярный сейчас, да? Да, в общем, что это такое? Ну, типа, я думаю, большинство программистов будут знать, что такое обычная виртуалка, там, джавы, да? Какая-то штука, которая преобразует джава-код в машинный код, понятно, для процессоров. Ну, да. Примерно так. Имеется там свой сборщик мусора, рантайм, и вот это вот все называется виртуальной машиной. V8 — это то же самое, только для джава-скрипта? Ну, не совсем. У него есть очень много разных пайплайнов. То есть когда-то там был пайплайн краншафта, это один компилятор, потом, значит, сделали турбофан, то есть там несколько есть пайплайнов исполнения этого кода. И они периодически умирают и появляются, то есть, но кодовая база джава-скрипта всегда исполняется одинаково. А там внутри есть и JIT, есть интерпретатор, ну, то есть Just-in-Time тоже возможно, да, то есть ты можешь компилировать джава-скрипт в машинный код и исполнять его. Более того, можно даже дампить этот машинный код и декомпилировать его. Ты можешь или это делает, ну, это постоянный процесс, или это нужно кто-то включать? Просто там, я думаю, каждый второй слушатель, слушатель, подумает, что джава-скрипт — это некомпилируемый язык, и вроде как не будет ошибаться. Ну, смотри, он в каких-то случаях компилируется, а в каких-то интерпретируется. То есть есть разные пайплайны, то есть в зависимости от того, как ты управляешь этим процессом и как сама виртуальная машина управляет им, то есть это можно взять под контроль, а можно, ну, во всяком случае, в ноде это можно взять под контроль полностью, а в браузере это, скажем так, ты можешь на это влиять. В браузере дефолтовое поведение джава-скрипта — это интерпретация или компиляция, или там нельзя разделить? Ты не можешь так вот сейчас. Ты просто понимаешь, сейчас будет одно, через полгода другое, а еще через полгода третье. То есть все оптимизации и все, значит, способы компиляции или интерпретации джава-скрипта — они очень подвижны. Там работает огромная команда над тем, чтобы, значит, всю большую кодовую базу, на которой они это тестят, на всяких разных веб-фреймворках и всяких библиотеках, чтобы она показывала максимальные результаты по производительности, то есть чтобы, значит, весь веб работал хорошо, и главное, чтобы от него ничего не отпадало. То есть у всей этой машинерии одна задача — чтобы не сломать веб. То есть все, что работало там 10-20 лет назад, оно, в принципе, должно работать и сейчас. И поэтому, конечно, от старого джава-скриптового наследия сложно избавляться. Поэтому у нас могут появляться какие-то фичи, они появляются и появляются, появляются и появляются. Вот там новые опишки, да, а старые не выпиливают. Это очень большой, долгий процесс, чтобы они выпиливали. Поддержка новых опишек, она же завязана на виртуальную машину. Ну, частично. Вообще веб-апи и виртуальная машина — это немножко разные вещи. Так, объясни. Веб-апи — это штуки, которые позволяют нам доступаться, ну, допустим, там, к камере, микрофону, к каким-то датчикам, к, там, допустим, можно прочитать Wi-Fi, там, значит, какой уровень сигнала. Это ты сейчас уже про наду говоришь. Нет, 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 в браузере. Все еще в браузере. То есть в браузере у нас есть V8, есть веб-апи. Можно обращаться, ну, там, вот, значит, можно, значит, в общем, к файловой системе обращаться, в браузере, да, то есть уже такое API есть, то, конечно, нужны permission, там, и все такое. Оно еще не везде поддерживается, и, значит, разные браузеры, чуть-чуть разные модификации этого API имеют, тут. Но возможности такие уже есть. Я чего-то спрашиваю, насколько я знаю, сейчас, по-моему, все браузеры, кроме Firefox на Chromium работают. Ну, подожди, еще есть Safari. Есть еще Safari, да. Но в целом большинство, наверное, все-таки работает на механизмах Chromium. Chromium себя что представляет? Chromium, Firefox и Safari, будем пока что так говорить, да? Chromium себя представляет что? Я так понимаю, V8, виртуалка. Ну, это движок JavaScript, рендерер и вебап. Ну, и еще плюс Chromium, это сам браузер, его интерфейс. Ну, это рендер, нет? Нет. Сам интерфейс, там, с закладками, окошками и прочим. В Firefox все другое? Или там, может быть, тоже V8, как... Не-не-не, все другое. Все другое, да, но все те же компоненты. И в Safari все другое, но те же компоненты. Да, да. Почему решено, что V8 диктует, скажем, правила работы правильного жеста крипта? Он не диктует, но он быстрее всех двигается. Тут такое правило, что кто быстрее реализовывает фичу, значит, тот и влияет на стандарт. А фичи берутся из стандарта, ECMO-скрипта? Иногда из стандарта, а иногда их сначала реализовывают, а потом предлагают стандарт. Понятно. Бывает такое, что, значит, какие-то фичи выпускают под флагами, то есть, чтобы пользователи, точнее, ну, какие пользователи, значит, программисты, да, пользователи вот браузера, они хотят это в веб-апе пощупать, они могут скачать там какую-то Canary, там, или какую-то там, значит, специальную сборку, там, включить это ключами и пощупать, как это API будет выглядеть через, там, полгода, допустим. Почему Safari и Firefox так упорно продвигают свое решение? Ну, это как если бы, я не знаю, существовала вторая реализация популярной виртуалки Java. Ну, нет уже и нормально живем. Ну, нужна какая-то альтернатива, то есть... А зачем? Альтернатива, ну, как, понимаешь, может оказаться, что... Стандарты будут приниматься. Да, я согласен, но одна кодовая база, проект может зайти не туда. Ну, в общем, нужна какая-то конкуренция. Ну, это то же самое, почему у нас нет одного языка программирования, если мы все знаем, какие есть слабые места в современных языках. Можешь все, значит, совместить, унифицировать и сделать один классный, классный для всех язык программирования на все века. Но такого же не получается. То же самое и с браузерами. То есть нужна какая-то диверсификация, ну, как минимум, потому, во-первых, что люди не могут договориться. И это хорошо, что они не могут договориться. Ну, это же снимет кучу головняка, там, с того же Эппла. Возьмите хромиум, пилите, и все, все круто. Нет, у них у всех свои амбиции. Амбиции? Конечно. Ну, хорошо, что они не могут договориться, потому что благодаря этому никто не может узурпировать власть, диктовать свои правила. То есть если бы был один браузер, то тот, кто делал бы в него наибольший contribution, он бы мог... Не, ну, это решается на уровне там фаундейшнов каких-нибудь. Да, ну, этот браузер точно не может принадлежать никому. Но, с другой стороны, фаундейшнами, мы тоже знаем о том, что корпорации манипулируют этими фаундейшнами, и там тоже власть, большинство опенсорсных разработчиков, которые все это пилят, они все-таки сидят или на грантах, или на зарплатах от гигантов IT-индустрии, или же просто являются их сотрудниками и пилят это опенсорс за деньги. Ну, в общем, и как бы люди в TC39 и в V3C, они тоже делегированы всеми этими гигантами. Поэтому... Хорошо. Вроде с браузером разобрались, теперь перейдем к ноде. Чем нода отличается от хрома? Разные вещи. Ну, смотри, почему вопрос такой возникает, потому что и там, и там выполняется JavaScript. Все мы знаем, что JavaScript выполняется в нашем хроме, значит, нода, наверное, как-то похожа на него, потому что там тоже JavaScript выполняется. Ну, да. Потому что у него нету рендерера, никакой графической оболочки. То есть это серверный процесс, да, в котором есть точно так же, как вот виртуальная машина, в ней внутри есть хипс, текст, там, значит, кодовая база. Виртуальная машина какая? В8. В8, да. Но она теперь стала плагабл, то есть можно ноду пересобрать с другой виртуальной машиной. А есть варианты, да? Это, кстати, произошло это благодаря Microsoft, потому что они, значит, в ноду сделали альтернативный, значит, движок свой. Microsoft коммитет в ноду? Конечно. Более того, они постарались, чтобы в ноде это вынесли вот в отдельный слой, вот сам движок был плагабл, то есть сделать такой универсальный интерфейс, чтобы движок джаваскрипта пристегивался и отстегивался, какой хочешь. То есть нужно просто реализовать этот интерфейс, и ты можешь пристегнуть туда свой движок. Хорошо, тогда что из себя нода сама представляет? Это что? Это какая-то софтина, в которую можно плагинами докидывать? Ну, то, куда можно приплагать любой движок джаваскрипта, плюс у нее есть Node.js API. То есть это... Это как куча всего API. Нет, это как примерно встроенные библиотеки, как в джаве и дотнете есть свои нативные встроенные библиотеки, которые вместе с языком поставляются, которые позволяют работать с файловой системой, с сетью, с DNS, с криптографией. Это как API в браузере, только расширенная, я так понимаю. Не расширенная, а своя. Да, своя, и сейчас пытаются... Сейчас идет большой процесс того, чтобы она становилась похожей на браузерную, потому что она пошла вперед, и в Node она развелась гораздо больше, чем в браузере. А в чем проблема? В том, в чем... Ну, окей. А потому что большая кодовая база на Node уже написана на старой API. То есть вот, допустим, есть... А поддержка снизу ломается? Ну смотри, есть большая кодовая база на Node, да, и вот она использует встроенную криптографию. Там есть библиотека крипто, а кто-то, может быть, использует какие-то зависимости там Argon2 или там, значит, какие-то другие криптографические библиотеки, которые из бинарников там собираются или как-нибудь так. И в браузере сделали этот самый крипто API, ну вот для того, чтобы вся криптография имела общий интерфейс, да. И его тоже в Node портируют. Теперь у нас будет два крипто API, два криптографических с разными интерфейсами. Зачем такое нужно? Потому что старый нодовский нужен для того, чтобы работала вся старая кодовая база, написанная на ноде, а новый нужен для того, чтобы люди сделали сервер-сайт-рендеринг. То есть, в общем, все, что работало в браузере, теперь может рендериться, но не визуализироваться, не отрисовываться на экране. Ну, короче, весь этот джаваскрипт, который фронт-эндовый, он может исполняться на бэке. Это обязательное требование. Ну, чтобы сделать SSR. Это только для SSR, или в целом у ноды всегда была политика полностью эмулировать? Нет, такой политики раньше не было. Она появилась там последний, может быть, год-два. Что нужно полностью подтягивать все браузерное API и делать, ну, пусть у нас дублируется API. Вот было старое свое, и теперь мы взяли еще браузерное. Хорошо. Значит, окей. Что у нас? Виртуальная машина по дефолту пока что V8, я так понимаю? Да. Или же Майкрософтовский ChakraCore. ChakraCore, либо ChakraCore. Ну, он уже, я так понял, что никто его уже не ввязает. Потом набор опишек. Да, да. Огромная библиотека, кстати. Она в самом начале ноды, она была очень массивпусенькая, там, файловая система и сеть там, и все. И поэтому все писали дополнительные свои библиотеки, эдоны, плагины. Еще сразу нельзя было коммитить в ноду. Зачем свою писать? Потому что было сложно в ноду залендить какие-то pull requests. И, конечно, люди, в общем, кто пришел на ноду, они исповедовали такую идеологию, что давайте мы много маленьких библиотечек будем делать, и все их класть в NPM. Поэтому там уже расплодилось миллионы этих зависимостей, которые многие там по пять лет не поддерживаются, и, значит, многие заражены, чем попало. И, конечно, там трэш творится. Люди, какое-то время там, значит, были скандалы с тем, что кто-то удалил свою библиотеку, пол интернета посыпалось там и всякое такое. Кто-то, значит, нашли бэкдор там в какой-то библиотеке. Ну, мы сейчас видим, что не только нода таким страдает. С последнего уж недавно кто-то что-то удалил. Ладно, не помню. Это было не с нодой связано. Мелихов удалил канал, но я не думаю, что от этого пол интернета посыпалось. Но это обидно. Это обидно, да. Мелихов, верни канал. Да. А, значит, ну, это было с… по-моему, был такой мессенджер «Кик» или что-то такое. И вот чувак, который его… в смысле, чувак, который сделал библиотеку с таким же самым названием, он еще «Лефтпад» написал. А оказывается, люди не умеют делать «Лефтпад» на языке программирования, и они всегда зависимость ставили. И эта зависимость оказалась очень сильно востребованной. Он обиделся, что у него забрали имя «Кик». И, значит, удалил свою библиотеку «Лефтпад» и кучу своих библиотек. Он удалил все, что у него там, значит, какие-то сотни библиотек. И оказалось, что этот же самый мессенджер «Кик» тоже эти библиотеки использовал, которые у него имя забрал. И он тоже посыпался. Так это же проблема. Ну, удалил библиотеку, и что? Ты берешь просто предыдущую версию из «ГИТа». А из «ГИТа», да. Ну, в то время еще нельзя было зависимости из «ГИТа» ставить. Сейчас можно. Сейчас можно в package.json прописывать зависимости откуда угодно. Просто из любого гид-репозитория. Подожди, у тебя же зависимость лежит как бы в проекте. Это же не так, что он удалил зависимость, она у тебя тоже удалилась. Нет, смотри. Раньше можно было зависимости ставить только из NPM, или же они прямо в проекте лежат. Потому что нодовские зависимости, они не становятся частью проекта. Ты их не коммитешь. А, точно. Там же этот нод-модулис. Да, да, они из нод-модулис. А нод-модулис, ну... Если новой машине ставишь, зависимости нет, то все, давай, до свидания. Да, да, да. А как бы если он удалил библиотеку, то все. Но уже поняли и запретили это дело. То есть теперь, если библиотека, ну, уже какую-то версию ты отправил, ты даже версию не можешь удалить. То есть ты можешь отдозвать в течение, по-моему, суток. Но в течение суток никто зависимости, никто не обновится и никто не успеет на нее сильно подсесть, на эту версию. Ну, и кроме того, люди сейчас с этим делом борются, они начали коммитить нод-модулисы прямо в гитхаб, чтобы тянуть все эти зависимости. И, ну, кто-то делает это при помощи, там, значит, контейнеров. Готовят свой контейнер вот и прям вместе со всеми зависимостью. Почему нод-модулис такая здоровенная папка постоянно? Потому что ее писали неимоверные сотни каких-то программистов, которых я не видел, которым я не доверяю. Но это же все элементы ноды. Изначально, когда ты ноды ставишь без каких-то... Нет, нет, нет. Это все самодеятельность. Все, что в нод-модулис, это все... Да, да. Это все самодеятельность. Окей. Это самодеятельность сообщества. Я помню, у меня первое время были даже ошибки в Индии. Мне просто не хватало длины адресного пространства для названия пути. Это все из-за того, что NTFS — это не самая лучшая файловая система. Ну, да, наверное. В то время, да. Сейчас NTFS, кстати, развелась. Ну, да. Вроде как. Но вообще, конечно, все это самодеятельность в ноды-модулс. И вот многие предъявляют ноде, что там не самая лучшая конкурентная модель, значит, не самый лучший язык программирования, какие-то там проблемы производительности, там, значит, оптимизации ищут, и всякое такое, там, значит, опишка какая-то, что-то там нету, там, или что-то там... Короче, по сравнению с тем, что мы имеем в ноды-модулс, все эти проблемы, они не видны. Самая большая проблема ноды — это то, что в каждом проекте с нодой у нас ноды-модулс занимает 500 мегабайт, 800, а то и гигабайт непонятной абсолютно какого-то кода, который исполняется у меня на сервере. Я не знаю, что там. То есть, поэтому я, собственно... Ты того волосы вылазить должны, вообще говоря? Вообще да. И эти люди... Что я лысый? Я однажды видел папку ноды-модулс. Ну, по сути, я сразу, как в ноду пришел, я понял проблему, что ноды-модулс — это просто одна такая большая дыра в безопасности. Если у нас дыра в ноды-модулс, знаешь, мем такой с черной дырой, ну, когда показывается, что, типа, там масса Солнца, она вот там как-то искривляет пространство-время, там масса там черной дыры там сильно искривляет, и потом такой пробило картинку, а это ноды-модулс, товарищи, в которой библиотек больше, чем атома во Вселенной. Но самое страшное не то, что оно большое, самое страшное, что никто, когда ставят в библиотеки, никак не проверяет, что там внутри. Никто не смотрит код зависимостей, а у зависимости есть зависимость, и оно тянется и тянется. Более того, все это делает, ну, у нас есть package log, да, можно, допустим, один раз проверить эту всю кодовую базу, да, для этого есть автоматизированные средства. Раньше был такой, значит, проверятель НСП, теперь есть СНИК, есть гитхаб, как-то называется, что-то там, какой-то, короче, гитхаб секьюрити, чего-то там, который тоже мне присылает постоянно, что у вас какая-то библиотека. Пароль, когда ты там коммитишь, секьюрити чекер. Да, какая-то, значит, в гитхабе штука есть, но есть еще внутри NPM такая штука, NPM-аудит, которая тоже умеет, значит, вычищать и даже фиксировать, фиксить все эти вот секьюрити-иши, но на самом деле оно не решает проблемы. То есть вот Zero Day Vulnerabilities, они как бы всегда есть там, и единственная возможность, чтобы их не было, это не ставить ничего из NPM-а. Но люди так не умеют писать. Ну как сказать, не ставить ничего из NPM-а? Наверное, не ставить ничего, с чем бы ты не был полностью ознакомлен. Да. Вот все, чему ты доверяешь, ты можешь ставить, а все остальное не ставишь. Но дело в том, что современная нода, она очень сильно развелась. В ней API стало просто в сто раз мощнее, чем было десять лет назад. А десять лет назад люди начали делать все эти библиотеки и фреймворки, и на них подсели. И вся эта культура dependencies, она имеет очень большую историю, и все эти dependencies, они сейчас уже не нужны. То есть практически у ноды сейчас встроенная стандартная библиотека, она ничем не хуже, чем у дутнета и джавы. То есть она очень сильно развелась, но ее никто не знает. Я вот совсем недавно собеседовал людей, я их спрашиваю по Node API, там, значит, спрашиваю какие-то штуки, там, вот, там, writable stream, writable stream, там, значит, какие-то вещи, там, worker threads, там, child process. Ничего не знаем. Мы знаем только Nest, мы знаем, только там, значит, Express. Потому что бэкэндеров, которые первые бы свои технологии в роли бэкэнда имели ноду, пока что мало. Просто потому что молодая достаточно технология. Очень много уже на ноде написано. Она еще, ну, как бы, ну, десять лет, слушай. Уже очень много написано, но оно все написано на фреймворках. Все написано на фреймворках. И эти фреймворки, они в основном остались в том состоянии, чтобы работать нормально на старой ноде, на какой-то там, значит, четвертой версии, там, или шестой версии, которая там была в неизвестных годах каких-то еще. То есть многие, сейчас вот можно найти какие-то проекты, какой-то на 0.12 ноде. Это вообще там буквально, там, в первые годы она существовала только. То есть после этого уже один раз индутный форкнул, там, переписывал, второй раз там Анна Хенингсон форкнула, там, IOJS, потом IOJS, там, все вот эти вот штуки. И вот уже, в общем, сейчас в ноде уже и кишки другие совершенно. Там все переписывали. И никто этого не знает. Никто не исследует, что же в платформе появляется. Ну вот, я поэтому и говорю, что современная нода, она достаточно молодая. То есть современный стадолип жирный, он молодой. Да, да. В то время, когда там Дотнет с 10-го года особо не менялся. Ну, там, добавлялись какие-то... Java не менялась, а Дотнет меняется. Он меняется, но базовые сущности, они как вот с 3-го по 10-й год, да, грубо говоря, да. Появились, так они и были всегда. И поэтому, вроде как, у разработчиков больше, потому что, ну... Плюс у вас еще фронтендеры же есть, которые постоянно переквалифицироваться пытаются в бэкендеров. Да. А это не сказать, что самый лучший путь, наверное. Ну... Все-таки практики немножко отличаются, бэкендерские и фронтендерские. Да. Я думаю, что отличаются, но не настолько. То есть, конечно же, то, все, что они собирают во фронте, оно тоже используют на D-Modules, тоже там NPM, все эти зависимости подтягиваются. Но если все это работает на стороне браузера, на стороне клиента, а не у меня на сервере, как-то более спокойно. Еще пару тупых вопросов, касающихся Noda. Значит, первый вопрос. Зачем фронтендерам Noda? Скажем, вот так вот. Noda — это бэкендовская технология. Я сейчас не спрашиваю, зачем фронтендерам знать Noda. Понятно, что если ты будешь работать с бэком, тебе нужна будет Noda. Зачем для того, чтобы React поставить или Angular, нужно обязательно ставить себе Noda. Что это за такая обратно вывернутая зависимость? Ну, смотри, на самом деле на ноде написан весь тулинг для фронта. То есть у нее есть несколько ниш разных. Есть ниша писать бэкенды, писать API, писать интерактивные всякие приложения с вебсокетами и бизнес-логикой, с работой с базой данных или с преобразованием данных в памяти. Короче, вот, ну, просто обычный бэкенд. И вторая задача — это тулинг, чтобы собирать, компилировать, трешейкать, куча задач. Ну смотри, когда я запускаю ангуляровское приложение, я пишу, ну, скорее всего, там что-нибудь типа NPM Start, запускается какой-то свой там сервачок. Я так понимаю, сервачок, он на ноде написан. Ну смотри, потому что когда ты ставишь, ты, скорее всего, ставишь какой-то такой пэкэдж, в котором есть и бэк, и фронт. То есть в нем есть все, да? Да. Ну вот. То есть, по сути, они плюс еще к тому, что притащили к тебе всякие тулинг и сборщики, они еще притащили просто сервачок на ноде, который просто отдает статику, и ты еще туда можешь опишку запихивать. Но это ж не бэкэнд как таковой. Это сервачок, который… Это бэкэнд фо фронтенд. Да, вот как через задний проход делать что-то. Ну потому что фронтендеры хотят тоже что-то пописать на бэке, понимаешь? Они хотят это пописать в основном потому что от них… Но это не бэк. Ну это же не бэк. Бэкэнд фо фронтенд – это не бэк, конечно. Это просто сервер, который выплевывает себе сгенерированная страница и все. Ну еще опишечка может быть. Ну и опишечка. Да. Там может быть какая-то промежуточная опишечка, которая из совсем бэкэнда берет данные, как-то преобразовывает и отдает на фронт. Зачем это нужно? Чтобы быстрее таски закрывать. Все это нужно, чтобы один человек мог закрыть полную цепочку взаимодействия и кнопочку подвинуть, кнопочку нажал, какой-то запрос пошел, там, значит, что-то на серваке случилось. Это порождает не очень хорошую штуку, это порождает программистов, которые вот научились писать npm-старт и говорят, что они бэкэндеры, ну, хер ли, они же ноду умеют запускать. Хотя это бэкэнд-фо-фронт-энд, и это вообще, извините вам, до бэкэнда еще ребятки, когда ходят границы. Конечно, но на ноде можно и делать и полноценный бэкэнд. То есть сейчас у нее очень много ниш, то есть одна ниша — это, значит, тулинг для фронта, потом, значит, вот этот бэкэнд-фо-фронт-энд, потом просто скриптовый язык для того, чтобы автоматизировать какие-то мои задачки. Ну, вместо, там, ваша можно использовать, да? Ну, или вместо, там, кто-то автоматизирует на питоне, кто-то, значит, на перле или на чем-нибудь еще. Ну, я для этого ноду люблю использовать, так как один везде тул. Ну, и плюс к этому можно делать полноценный бэкэнд. То есть получается, что у тебя это такой, в общем, универсальный ножик швейцарский, в котором есть куча всяких штучек. Ага. Да. Но люди в основном изучают что? Они изучают какой-нибудь, значит, Next, да, или Nest, в котором уже задана структура приложения. Ну, тоже в фреймворке. Да, да, да. Они изучают фреймворк. А во фреймворке есть какие-то шаблоны. Вот они открыли документацию. О, нам нужно сделать там опишечку. Вот мы пошли сюда, там, добавили файлик. Все нормально. Как там внутри что-то работает? Внутренности ноды их не интересуют. Им нужно быстро задачу решить. Ну, и это как бы понятный подход. Нельзя их в этом винить. Да. В общем, собственно, для этого фреймворки и существуют. Да. Потому что есть платформы, в которых сам runtime или, значит, сама платформа является фреймворком. Да. И ничего больше не нужно. Там стандартные библиотеки у тебя все, и сервер там. Дотнет яркий пример. Да, да, да. А есть, в котором раньше было просто одно ядро, галяк, все. И, значит, все нужно делать самому. Вот поэтому в ноде развелись фреймворки, но все эти фреймворки, по большей части они устарели. Вот сейчас они все в таком упадочном состоянии. Ну, разве что там кроме нескольких там фастифая и неста, там всякие экспрессы, коа, они полуживые. Устарели, потому что люди не коммитят или потому что? Они не поддерживаются, не усовершенствуются, они не используют новых возможностей ноды. Ноды никто там ничего не фиксит, кроме security фиксов. То есть, ну, то есть их не… они морально устареют. То есть в них ничего нового не появляется. Вот в ноде сейчас уже можно использовать там worker-трейды, там, или шареную память, или, значит, криптографическое API, новое, там, значит, куча всего нового появилось, и, значит, новые протоколы, там, http2, https, и, значит, ну, в общем, и новые способы работы с асинхронностью, там, значит, for await появился, там, значит, куча всего. А люди до сих пор используют, там, значит, они, как бы, еще из тех времен, когда в JavaScript не было промисов, и нужно было промисы писать и полифилить, тянут за собой Bluebird, это тоже библиотечка. Ну, грубо говоря, вот представь себе, что если бы в дутнете не было таск, и, значит, кто-то написал свою такую штуку, и все на него подсели, и до сих пор бы все ее юзали, а в дутнете бы потом появился таск, но его бы никто не юзал. Вот в JavaScript сейчас вот такая ситуация, что есть нативное средство, а очень многие используют по старой привычке, используют библиотеку, которая полифилит его. Тут вопрос возник, а почему вы не сходили вот к той библиотечке, и не предложили им стать частью вашей экосистемы? У всех какие-то свои амбиции, и... То есть сходили? Скорее всего. Я не знаю, как там происходили эти переговоры. Скорее всего, этим просто никто не занимается. Просто Microsoft так и делает. Microsoft делает, а у многих нету какого-то единого центра влияния, единого центра принятия решений и влияния на инфраструктуру и на сообщество. Поэтому оно само сложилось, как сложилось. Если уж сейчас мы видим, что куча фреймворков старых используют паттерн middleware. А это, если посмотреть по банде четырех, это... Мы до сих пор используем middleware. Middleware в .NET везде. Это другой middleware. Значит, именно нодовский middleware — это цепочка коллбеков, которые практически передают управление друг другу. Ну, это паттерн, который называется chain of responsibility. Но у chain of responsibility есть, как бы, такой закон, что только одно звено в цепочке должно принять ответственность, и только оно может что-то сделать. А вот у middleware, у нодовских, в цепочке каждый узел может поменять состояние сокетов или состояние приложения. Это сломанный паттерн chain of responsibility. Так нельзя работать. Я об этом делал доклады. И, ну, как бы, из-за того, что все туториалы, все, значит, компьютерные школы так учат, и все примеры кода в интернете можно найти, которые все меняют состояние. Ну, это приводит к чему? К состоянию гонки. Но когда мы доходим до race-кондишенов, люди говорят, это же JavaScript, он однопоточный, и race-кондишены невозможны. Ну, раньше так и было. Ну, типа 10 лет назад так и было. Сила инерции. Возможно, возможно, в однопоточном JavaScript, а почему-то у людей не складывается это в голове. Подожди, подожди, подожди. Race-кондишены невозможны в однопоточном JavaScript? Возможно. В однопоточном JavaScript? Да, в однопоточном, конечно. В каком случае? Потому что он асинхронный. Асинхронщина, да? Ну, короче, где-то у тебя очистился стэк, и взялась из очереди следующая какая-то операция, и, значит, получилось такое, что кто-то, вот ты до какого-то места дошел, началась асинхронщина, да? А ты ждешь в этом месте. Это может быть или на callback, вот такая лесенка вложенная, или там на promise, или на synchavate. Но в любом случае у тебя функция прервалась, и кто-то мог поменять какие-то объекты, поменять состояние из другого места. А ты пока просто ждал, стоял. У тебя исполнение однопоточное, но оно, это называется, кооперативная многозадачность, когда от одного места программы к другому передается управление, и ты то отсюда поменял состояние, то оттуда поменял состояние, а у людей в голове сложилось, ну как же, ну, однопоточный, значит, все безопасно. Мы же как бы вообще на JavaScript пишем, чтобы не иметь всех этих проблем с многопоточностью, чтобы не прийти к тому же самому, что у нас. Так, кто-то сказал, что на сегодняшний день JavaScript еще и многопоточный, может быть. Нет, но он многопоточный не от асинхронности. Да, понятно, это два разных термина. Да, да. Worker thread и все вот это вот. Да, у него асинхронность была с первых дней его существования. Из-за того, что у него кроме V8 есть еще вторая компонента. Это, собственно, event loop и библиотека lib.uv для ноды. Ну, на самом деле в браузере есть аналог, который занимается асинхронным вводом-выводом. Тех задач, которые ожидают, пока что-то случится. Или они ожидают… Почему либо V8, либо I0? Ну, так назвали. На самом деле были варианты. Есть, значит, вот Dena, там Tokyo, написанный на Rusty. Таких библиотек очень много, которые делают, значит, pattern-reactor и асинхронный вот вывод, да, неблокирующий вот вывод, да, очередь задач. И, на самом деле, lib.uv тоже делает еще четыре треда по дефолту, которые занимаются вводом-выводом. Ну, то есть вот ты хочешь что-то отправить по сети или, значит, из базы данных прочитать. Значит, это же операция, которая сразу не выполнится, и она может заблокировать твой поток исполнения JavaScript, а может просто приостановить его, что-то поделается другое. А потом, значит, когда эта операция закончится, или операционная система вернула нам, или, значит, таймер сработал, что-то случилось, она продолжится. Ну, то есть там callback вызовется, или там разрисовывается promise, или что-нибудь такое случится. То, на самом деле, благодаря вот этому механизму у нас кооперативная многозадачность позволяет одному треду JavaScript обрабатывать тысячи соединений с пользователями. Ну, это не новая штука, но это хорошо для JavaScript. Не новая, абсолютно. В Nginx такая же штука, да? Вдут на это точно так же. Ну, да, конечно. Те же самые таски, они на самом деле... Таск и тред — это разные вещи. У нас есть какой-то тред-пул, таски, значит, отдельно алоцированы, исполняются на тред-пуле, как бы, и треды переиспользуются для одного и того же таска. Ну, как бы, ну, в ноде разница только в том, что, значит, вот эти асинхронные операции, их может быть много, а тред-пула нет, и у нас только есть один тред, который можно использовать для асинхронщины, да? Поэтому, конечно же... Да, все понял. То есть если этот воркер используется, то у тебя у него ограниченный контекст свой. Вот, конечно. Который своя асинхронщина полностью. Да. Не ограниченный, а изолированный. Точно, точно. Когда ты делаешь новый воркер-тред, то там создается новый V8-изолейт. Там свой хип, абсолютно. Свой хип, свой стэк. Практически это полностью изолированная копия всего V8, кроме, значит, исполняемого кода. То есть вся память выделяется заново. Вот динамическая, которая нужна для работы V8. И шарить никак нельзя, или есть какие-то... Ивент-луп свой. А вот шарить можно. В том-то и дело, что это изолированные контексты, но между ними можно шарить кусок памяти. Это практически работает как memory mapped files или просто там, значит, unmanaged память. Ну, в общем, ты можешь выделить кусок шарид-арей-буфера и, значит, обернуть его в какой-то view. Ну, имеется в виду в array view какой-то, чтобы обращаться к нему как к эрею байтов или там, значит, из разных хипов, из разных трэдов, из разных хипов. И плюс к этому еще может быть месседжинг. То есть ты можешь из одного изолированного контекста в другой присылать сообщение при помощи message port. Message port API. Оно, кстати, и в браузере такое тоже сделали. И, значит, еще нам помогают атомики, потому что вот если у нас есть шаренная память, то нам нужно доступаться к CAS операциям. Это инструкции процессора, которые производят атомарные compare and swap. То есть для того, чтобы, если мы пишем какое-то значение, вот один байт записали, а потом, значит, туда второй байт записали. А из другого трэда кто-то в это время мог прочитать, а у нас один записан, а второй еще не записан. Поэтому нам хотелось бы записать целиком два байта, допустим. И вот CAS операции позволяют нам атомарно менять память, чтобы, в общем, она защищается на уровне процессора. Вот CAS операции процессора. И, собственно, вот при помощи этих вещей мы можем делать и, значит, многопоточность, и асинхронность, и конкурентную многозадачность. Как хорошо? Хорошо или хорошо? Как... Если у тебя однопоточность в рамках асинхронщины, то каким образом... Даже не так. Я так понимаю, нет простых способов держать большие нагрузки, там, с работы с большим количеством коннекшенов. Потому что там, не знаю, какие-нибудь игрушки мы можем пользоваться. Есть. Есть. То есть это из коробки работает достаточно неплохо. Из коробки вполне можно делать какие-то игровые миры, там, на 30-60 тысяч игроков. Это дофига, я думаю. Ну, если тебе нужно ранить очень сложную бизнес-логику, конечно, коннекшенов будет меньше существенно. В принципе, при очень нагруженной какой-то бизнес-логике может оказаться, что и каждый тред может держать, там, сто пользователей или что-нибудь такое. И в конечном итоге может так оказаться, что тебе нужно наплодить много тредов, а каждый тред делает отдельную изоляцию с отдельным хипом и со всем этим делом, а каждый из них порождает еще свой ивент-луп. И для ввода-вывода еще четыре треда, в общем, очень много накладных расходов, конечно же, нужно, если ты пользуешься worker-тредами, то их нужно выделять не столько, сколько ядер в процессоре, а хотя бы в два раза меньше, потому что они не будут, очень много будет на контекст-свичинг уходить иначе. Ну, в общем, такие дела. Вернемся на уровень повыше, обратно к V8. В смысле, уровень выше по интервью. Можешь простым образом объяснить, в чем разница виртуалки, которая исполняет JavaScript, и виртуалки, которая исполняет WASM код? Я на самом деле в WASM не особо специалист и не особо могу ответить. Вот, знаешь, у меня есть такая фраза, что у меня нет мнения по этому поводу. Я с WASM... Это две разных виртуалки? Типа в браузере рядом с V8 что-то еще, и что исполняет DLL-ки WASM? Или это кусок V8? Вот, хотя бы на этом уровне? Это часть браузера, но это не часть V8. Окей. 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 Когда-нибудь WASM вытеснит JavaScript? Я не думаю. В общем, на самом деле, чтобы писать в WASM есть куча языков. Ну, все, что можно привести, интерпретировать. Имеет смысл с WASM использовать, ну, разве что, языки без garbage collection. Без garbage collection? Да, без garbage collection, конечно. Почему? Ну, потому что... Дорого, накладно? Ну, потому что ты хочешь сделать что-то быстрее, да? То есть, если ты хочешь написать что-нибудь на C или Rusty... Не быстрее, а зачем быстрее? Ну, прекрасно. А зачем тогда? Просто чтобы не писать на JavaScript? В том же языке и фронтовок, например. Шарить код, еще что-нибудь? Ну, может быть, я не знаю, кто-то придумает какой-то способ, как взаимодействовать из WebAssembly с Render Engine. Я не в курсе, как это делается. То есть вот, ну, с домом... Чтобы с домом можно было работать? Да, да. Ну, я даже не представляю себе, как это возможно. А это одна из главных проблем же, да, в том, что WASM никак не работает? Ну, WASM в основном нужен для быстродействия. Если тебе нужно написать быстрый алгоритм, то ты, значит, должен его написать в WASM и вызывать его из JavaScript. Ну, да. В любом случае. Из JavaScript. Хорошо. Еще один вопросик, который тоже может возникнуть. Вроде как V8 нормальная такая виртуалочка, все там красиво в браузерах. А Facebook все равно, сука, тупит. Язык неплохой, кодовая база тоже вроде как улучшается, а все равно все тупит. Кодовая база Facebook, я не знаю, улучшается. Ну, кодовая база Facebook, а в целом там библиотека и всего остального. То есть у нас уже есть какие-то стандарты разработки, там, фреймворки, всем известные. Мощности компов растут. А Gmail все хуже и хуже работает. Ты знаешь, я на 386 как-то быстрее работал. Ну, там интерфейс... Нет, подожди. Там интерфейс был очень простой. Ну, да. Ну, а вот если взять там интерфейс компа, интерфейс Gmail, там, десятилетней давности и сегодняшний, он, в принципе, там, он отличается, но не очень, не кардинально. Да, да, да. Но по уровню там тупизны работы... Фейсбук вот. Современный Фейсбук красивенький, все классно, от десятилетнего Фейсбука он не сильно отличается, но сегодня он тупит сильнее, чем раньше. И память и жрет. И память и жрет. Почему так происходит? Почему... Овер-инжиниринг. Ну, блин. Это все овер-инжиниринг. Мы обречены, вы этот вопрос обсуждали, и это, наверное, повторение, но я там ответа не услышал. Игрушки пишутся так, будто бы они, ну, они работают очень гладко, они очень красивые, там малейший затык будет стоить денег. В то время как в браузерах у нас все тупит. В операционных системах интерфейсы тупят. Как так... Ну, почему это так происходит? Ну, потому что, на самом деле, нет такой задачи что-то оптимизировать. Вот, ну, люди не будут тратить деньги, если их можно не потратить на вот эту оптимизацию. Так игрушки тоже можно не оптимизировать, и в них бы все равно играли, нет? Нет, не играли. Почему? А потому что юзер-экспириенс был совсем другой. Там люди ожидают, что это будет плавно и, в общем, как-то как в жизни. Ну, тут я тоже ожидаю, что Фейсбук не будет тупить, но он тупит. Другое дело, что у меня выбора просто нет, и я... Да, да, да. А в игрушках ты возьмешь просто другую стрелялку, а в Фейсбуке там у тебя очень большие личные данные накоплены, ты не выбросишь просто это все. А технически вообще? Это возможно или невозможно делать веб-приложения настолько же гладкими, плавными и откликающимися? Да, да. Возможно, но просто нужно по-другому программировать. То есть, правильно ли я понимаю, что это возможно, но тогда нам каждый сайт придется устанавливать и ждать по пять минут, пока он загрузится? Как эта в игрушках происходит? Ну, мне кажется, я не специалист во фронт-энде, да. Я вообще как бы не понимаю, почему у них такой трэш творится. Ну, в общем, мне не очень нравится, как он развивается, и очевидно, что все они зашли в какой-то тупик. Все фронт-эндовские эти фреймурки. То есть ты думаешь, что это тупик? Мне кажется, что это тупик. Тут лучше всего спросить Карловского, который автор Смола или Мол фреймворка. Мол, да. И, значит, он рассказывает, в чем этот тупик проявляется. И у нас тоже в метархии организовался свой фронт-энд, фреймворк Свайер. В общем, наши ребята его пишут, и он совсем легковесный тоже. Есть другие подходы. И я вот люблю вообще ванильный фронт-энд, просто написанный, ну, или на нативных возможностях браузера. Он все равно будет тупить. Он все равно будет тупить. Почему же он будет тупить? По определению. Не тупить. Нет, тупят библиотеки и код, написанный на всем этом деле. В общем, можно написать очень легковесно? Можно. Ну, значит, не нужно делать там каких-то вот этих самых рендеров всей страницы, а потом, значит, оптимизации, выбрасывания всех этих... Нет, подожди, если мы хотим такого же экспириенса гладкого, как если не в жизни, то хотя бы в играх, то любой код будет тупить джанскриптовый. Почему? Даже не джанскрипт. Любой код в браузере будет тупить, потому что у него нету пререквизитов тех, которые есть в играх. В играх, извините, вы, блин, выкачиваете сначала пару гигабайт из интернета, потом ставите себе два часа эти пару гигабайт, там все у тебя собирается, подтягивается. И потом ты еще какое-то время ждешь каждый раз перед запуском. А здесь ты получаешь доступ к любому сайту за пять секунд. Ну да, ты, кстати, видел, есть Quake.js. Quake.js, я сам играю в мини-рояль. Есть игры, которые... Работает тут плохо, но все равно там далеко, они по графике уровня игр, ну, Quake, понятно, уровня 20-летних игр. А ты не видел Windows, запущенный в браузере на базе джаваскрипта? Нет? Новый. В смысле интерфейс какой? XP-шки какой-нибудь? По-моему, 2000-ый или что-то такое? Ну, вполне. Нет, подожди, интерфейс... Полностью все на джаваскрипте? Интерфейс Windows 2000, интерфейс Windows 11, это, извините, лодка и космический корабль тут. А мне как бы без разницы на самом деле. Ну, вот вообще на самом деле. Они и то, и то одинаково решают мои задачи. Красота? Вот мне что, нужны какие-то там полупрозрачные окошки? А они, кстати, можно было и на 2000-е делать полупрозрачные окошки. Это не было большой сложностью там DC. Это умели рисовать на DC. Знаешь, иногда интересно, что мне интересно, если взять там дизайнера 20-летней давности, в прошлое вернуться, взять там дизайнера, который Windows делал, перенести в сегодняшний момент и показать ему Windows новую. Он скажет, это дизгастинг или это классно? Ну, типа она ему понравится или она будет отвратительна для него? Ну, не знаю. Вот мне нравился интерфейс такой плоскенький, как там в 3.11 был. Я даже не помню такого. 3.11, да, нет? Нет. Я с 98 на Windows. Хорошо. Так, по JavaScript 2 почти я полностью тебя распотрошил. Остался последний вопрос, про который ты везде говоришь, и у нас тоже нужно сказать TypeScript. Ты не считаешь, что это хорошая штука? Ну, я считаю, что TypeScript можно и нужно использовать, но я не считаю, что это хорошая штука. С JavaScript я тоже не считаю, что это хорошая штука, но его нужно и можно везде использовать. Я вот предлагаю по поводу TypeScript использовать следующий рецепт. Писать все на чистом JS, а рядом класть DTS файлы, то есть тайпинги, в которых это практически получается, как мы на C++ пишем. Есть хедеры, а есть код. Мы рядом с кодом просто описываем интерфейсную часть его. Очень прекрасная штука. Как многие пишут, да? Во-первых, нам при этом не нужно ничего компилировать. Но это не все возможности TypeScript. Почему же? Все, что нужно, все появляется. Значит, во-первых, у нас тайпинги отделены от кода, поэтому код лучше читается. Вот когда на него смотришь без ничего. Вот у людей, которые хорошо знают JavaScript, он лучше читается так. Кроме того, типы отдельно от JavaScript читаются тоже очень хорошо. У людей, которые хорошо знают C-Sharp, лучше будет читаться TypeScript. Да. Это, конечно, все культурные особенности. Да. Люди, которые пришли с других платформ, с Java или с .NET, им будет лучше читаться TypeScript. Конечно. Да. Но все равно невозможно писать на TypeScript так же хорошо, как, значит, вы писали на других языках, если вы портируетесь откуда-то, если вы не знаете глубоко JavaScript. То есть, в общем, все эти типы, они не заменят глубокого знания языка. Все равно нужно это знать. А вот какой рецепт? Значит, ты пишешь на JavaScript, рядом кладешь DTS-файлики с тайпингами, что ты от этого получаешь? Тебе не нужна компиляция, которая в TypeScript долгая вообще, она долго компилирует. Кроме этого, значит, хоть TypeScript везде говорит, что это надмножество JavaScript, но это вранье, потому что… Это маркетинг. Да, это просто маркетинг, потому что у них в GitHub зайдешь, это написано там в description от репозитория, что это надмножество JavaScript. Но ты не можешь все конструкции JavaScript типизировать TypeScript, и я это уже показывал множество раз, и, значит, в Twitter, и в Telegram, там, везде об этом рассказывал, показывал примеры. Значит, или же эти конструкции нужно по полчаса думать над созданием этого типа, а есть конструкции, которые вообще невозможно типизировать. Ну, ты можешь написать эти конструкции на обычном JavaScript, и он с TypeScript в кларе будет спокойно работать. Но проблема в том, что у нас есть уже написанная большая база JavaScript, и ее невозможно в момент зарефакторить. Можно рядом положить тайпинги. И такое практически сделано с многими библиотеками. То есть такое вот с нодой, допустим, ее уж не перевели на TypeScript, да, и дальше пишут на JavaScript, но есть тайпинги. Это очень удобно, потому что ты получаешь и подсветку, и хайлайтинг, и, значит, всякие эти самые подсказки выпадающие, чего... Я вообще ненавижу все это дело. Меня очень сильно раздражает, когда... Меня очень раздражает, когда IDE выплевывает на экран поверх кода кучу каких-то странных хинтов. Ты сначала скажи, какой-то IDE пользуешься, а люди уже сделают вывод, насколько ты... Я не призываю всем пользоваться, значит, Midnight Commander и MC Edit. Я просто привык, это использую там с какого-то 98-го года, наверное, где-то, значит, когда у меня там появился первый доступ к FreeBSD. И, значит, я на нем занимался форматированием интернет-драфтов и RFC-шек. Только там были тулы в командной строке для того, чтобы все это делать. И потом я там, значит, Apache на нем там ставил и всякие такие штучки. Ну, и, короче, в результате я очень сильно привык к Midnight Commander. И, значит, я параллельно с этим... Ну, вот когда я еще на .NET писал и на Delphi писал, я тоже не использовал IDE, представь себе. Ну, ты же понимаешь, что... Я все писал в фаре, все писал в фаре и компилировал с командной строки. Ты не пользователь IDE, поэтому... Не пользователь. Ну, это... Вот и все. Я не призываю всех делать так же. Да? Это такое дело. Все люди очень любят IDE, потому что... Ну, вот ты не любишь, значит, уже не все. И IDE позволяют не помнить всего API, подсказочки всякие, все такое. Ну, да. А я помню API. Вот так получается. Ну, ты бы смог писать код быстрее в таком случае. Нет, я помню API. Ну, ты бы писал код быстрее, потому что тебе надо было бы набирать, ты бы табуляциями просто, например... Я так быстрее пишу. Ну, скажем так. Я напишу там 30 строчек, и они сделают все то же самое, что люди, которым там IDE подсказывает, они 500 строчек напишут. А я 30 напишу. Ну, понятно. Или 50. То есть я более плотный код напишу. И более того, он будет еще мономорфным, и в нем все будет хорошо с типами. А на самом деле, если мы добавляем тайпинги или просто на TypeScript пишем, это нас не обезопасивает, во-первых, от логических ошибок, во-вторых, от рейс кондишенов, в-третьих, от всех ошибок. Это логично. Конечно. Это не его задача. Просто не его задача. У нас просто больше возможностей появляется, больше конструкций, соответственно, и ошибок больше будет. Конечно. И, значит, вся асинхронщина полна ошибок, ну, как бы полна потенциальных мест, где можно, значит, игнорировать возвращение ошибки где-то, значит, всплытие какого-то exception там и всякое такое, значит, пропустить где-нибудь там resolve promise. Это очень просто в асинхронщине. Тогда когда стоит его использовать? Ну, если там все так... Что? TypeScript? Да. Если в TypeScript... Практически всегда, но... Только тайпинги использовать? Только тайпинги. Это просто как научитесь писать, как в C++. Вот хедеры отдельно, а код отдельно. Как ты думаешь, в стандартизацию тайпинги войдут когда-нибудь? Еще раз? Ну, станут ли тайпинги когда-нибудь частью атмоскрипта? Не думаю. Я думаю, что опциональное указание типов станет частью спецификации джаваскрипта и будет автовывод. Спецификация. Ну, да. То есть, скажем так, примерно, может быть, джаваскрипт пойдет по такому же направлению как flow, или же, может быть, частично, значит, тайпскриптовые вещи перелезут опционально в джаваскрипт, чтобы можно было их писать, а можно было не писать. Тогда нормально. То есть, если это хочешь пишешь, а хочешь нет. Но кроме этого, джаваскрипт очень нуждается в возможностях проверки в рантайме типов. Потому что тайпскрипт, он откомпилировался и пропал. А мы делаем, вот как я вчера на мэме нарисовал, делаем джейсон парс, и оттуда вылазит непонятная зверушка. И, значит, ее нужно в рантайме проверить. И мне бы хотелось один раз написать типы, и чтобы они у меня и при компиляции проверились, и потом в рантайме проверились. Такие инструменты есть. Но в метархии есть свой такой инструмент. Поэтому у нас просто все это пишется один раз. И реально у нас из схем, то есть мы сделали метасхема, библиотека называется. И из нее можно скомпилировать тайпинги. Значит, из нее можно в рантайме сделать проверки. Из нее можно динамически в памяти нагенерировать структуру данных. Из нее можно скомпилировать структуру с УБД. Из нее можно сделать API. И она может типизировать API, типизировать структуры данных в оперативной памяти и типизировать базу данных. Все умеет. И все это еще и, в общем, стыкуется все эти вещи. То есть мне очень нравится, чтобы инструмент, который занимался типизацией, занимался и универсально. А не тут занимался, а тут не занимался. Часть третья. Образование, преподавание, open source и метархия. Не знаю, насколько для тебя это понятно, но я, например, со стороны, когда слушал твои лекции, ты очень часто говоришь про метархию, но если человек не в контексте, то он не совсем понимает, что это. У меня было несколько этапов понятийных про метархию. Сначала, когда мы с тобой только познакомились, общались в чате, в первые несколько дней у меня сложилось впечатление, что метархия это секта. Ты постоянно про нее так рассказываешь воодушевленно, что там и студенты, и ты их отбираешь, куда-то к себе там заселяешь, учишь чему-то, у вас там одна экосистема. Я сначала подумал, что это поверхностное понимание, что это что-то похоже на секту программерскую. Думаю, ну прикольно, программерская секта, это прям да. Потом я начал разбираться в вопросе, почитал, мы поговорили с тобой. Оказалось, что метархия, на самом деле, это вполне себе жизнеспособное классное сообщество. Плюс это еще стек технологий. И технологический стек, и сообщество. Да. Сегодня мы уже говорили про технологический стек. В частности, вот только что ты рассказывал про один из ваших продуктов, да? Ну, это одна из библиотечек. Вот. Давай, наверное, начнем с того, что такое в целом для тебя метархия. Я думаю, ты как основатель всего этого и всей этой движухи можешь рассказать. И потом пойдем сначала по стеку, а потом переключимся на сообщество. Да. Ну, это такие вещи, которые одно без другого не живут, конечно же. И вообще, любые современные технологии, они имеют успех не от того, что они хорошо написаны. Очень много хорошего кода лежит, никто о нем не знает. У меня даже есть знакомые, которые написали абсолютно гениальные библиотеки, и вообще никак не доносят это до людей. Потому что самое важное в успешности библиотек – это, значит, то, как построить процесс обучения, и то, как эти библиотеки ложатся на экспириенс людей до того. Конечно же, у меня несколько разных подходов было. Я все испробовал тут. И конвертировать людей из других технологических стеков, переобучать, дообучать. Обучать, начиная там с первого курса вуза. Для того, чтобы они использовали технологический стек, и для того, чтобы они его дальше дописывали. Для двух задач. Ну, и я, в принципе, понял, что гораздо проще обучить человека с нуля, потому что это технологический стек, который очень не похож на все другое. Ты сейчас говоришь про технологический стек метархия. Да. Ну, технологический стек метархия, он очень сильно не похож на все другое. Давай с самых баз. Технологический стек метархия – это программный код, который лежит на гитхабе. Да, и он… И служит для чего-то. И он очень маленький. Там десятки килобайт. Ну, десятки килобайт я могу написать в калькулятор. Он будет тоже десятки килобайт сделать. Для чего стек метархия? Да. Он позволяет делать сервер-приложений. Ну, любой твой, значит, кастомный сервер-приложений. На ноде базирующийся. Да, да, да. То есть ты можешь делать корпоративного уровня бэкэнды. То есть ты можешь делать, значит, изолированные контексты, защищенные, для того, чтобы в нем исполнялась бизнес-логика. Чтобы один пользователь был заизолирован от другого пользователя. Чтобы ошибки, которые сыпятся в одном бизнес-процессе, они никак не влияли на другой бизнес-процесс. Потому что вообще на ноде это не так. У тебя один хип, и, значит, все в одном пространстве памяти, и все может испортить другое. Процесс свалился. К одному процессу подсоединились тысячи пользователей. Один что-то нагадил, и, значит, все выпали вместе с состоянием, с коннекшенами, и все погибло. В метархии совершенно не так. То есть у нас, во-первых, есть изоляция. Это первый вообще фреймворк или технологический стэк, который используют worker-треды на ноде, который вот в продакшене позволяет масштабировать и распараллеливать, использовать именно worker-треды. Не только асинхронность и не только процессы. Вот не масштабироваться при помощи процессов, а использовать worker-треды по полной программе. Не нужно для этого worker-треды использовать из своего кода. Это автоматически происходит. То есть ты пишешь код в такой структуре, как задает технологический стэк, а он сам порождает столько тредов, сколько нужно, делает между ними взаимодействие. И все это работает как одно целое. И он имеет в себе такие компоненты, как сетевой протокол Metacom. У нас раньше еще был сетевой протокол GSTP. На самом деле они наследники, Metacom наследник GSTP идеологический. То есть это RPC-протокол, который позволяет расшарить с сервера какой-то интерфейс и вызывать его с фронтенда, как будто бы он находится в адресном пространстве фронтендового приложения. То есть ты даже если подключишься к серверу, значит, Метархии через Metacom, ты в браузере просто напишешь API, точка, оттуда вывалится прям подсказка, какие у тебя есть интерфейсы. Ты там выберешь интерфейс какой-то там, допустим, чат, точка, потом там типа будет create room или какой-нибудь, значит, send message. И ты прямо увидишь все эти подсказки прямо в консоли браузера, вот в этом терминальчике. И точно так же у тебя полностью скафолдится, значит, для твоего фронта полностью скафолдится все, что на сервере ты, значит, сделал. И кроме того, если ты на сервере поменяешь, ну вот без перезапуска, да, то есть вот сервер приложений стартован, и ты на винте начинаешь менять какие-то эндпоинты опишные. Просто в каждом файле лежит отдельная функция. Ты ее поменял, и все. И она уже сразу, как она сохранилась на диск, она сразу в память попала. И, значит, без стопа процесса... Как на память попала очередь какие-то там? Ну, значит, мы смотрим на файловую систему, подгружаем ее динамически. И она, скажем так, какое-то время поработают обе. И старая функция, потому что может так оказаться, что кто-то ее вызвал, и она не успела закончиться. Какое-то время будет два кода в памяти. Похоже на какой-то такой ход-релодинг. Да-да-да, ход-релод, но без стопа процессов. И даже без перезагрузки трэдов. То есть этот код, он динамически исполняется на V8 вот как бы через Create Script, через Create Context. Ну, то есть... Слушай, ну это ж не уникальная задача. Те задачи, которые Метархия реализует. Конечно, не уникальная, но... Были и библиотеки, которые это делали. Конечно, да-да. Но в ноде такого никто не делает. То есть в ноде есть ход-релод, который перегружает процессы. Да? То есть он стопает предыдущий инстанс ноды, создает новый, и все, запускается заново. А тут у тебя остается в памяти вся модель вот развернутая. Да, это хорошее преимущество. Коннекшены к базе данных и коннекшены к пользователям. То есть никакие пользователи не отключились, а бизнес-логика поменялась. Вот прямо на лету. Все на лету меняется. Причем это, значит, только один из компонентов. Там куча разных других вещей. Это слой доступа к данным. Там у нее есть свой Query Builder, есть метасхемы, есть, значит, своя система, значит, безопасности, свой логгер, свой конфигуратор. Ну, короче, все компоненты, которые нужны. Но все же это уже есть, написано в других библиотеках. Да, просто... Чем бы лучше, кроме каких-то таких тестов. Просто если это начинать собирать по маленьким кусочкам отовсюду, то вот у вас и получится там 800 мегабайт чушь. Не пойми какого кода. Да. А у нас получится, ну, 2 мегабайта. То есть вы полностью на себе изолированы по зависимости? Да. Это шикарно. Ну, не полностью. Мы используем две зависимости. PG для подключения к Postgres. Ну, можно там в другой СУВД, да. Но не будет сильно много, да. И VS для WebSocket. Но, на самом деле, эта записимость, она полностью нами прочитана. И, значит, каждый раз, когда мы обновляемся, мы смотрим. И она маленькая, эта зависимость. Она достаточно хорошо написана. PG и VS. Вот две зависимости. Все остальное свое. Кроме того, VS мы еще собираемся, нам не нужна вся библиотека VS. Мы хотим сделать свой упрощенный вариант WebSocket. WebSocket очень простой протокол. Поэтому ее очень можно просто самим написать. И, значит, тогда мы еще уменьшимся там на мегабайт. Грубо говоря, сейчас это там занимает метархия где-то там 130 килобайт кода. Это очень мало. Все библиотеки метархии. Ну, плюс там какие-то зависимости. Ну, значит, там все вместе там, ну, занимает полтора-два мегабайта. Ну, не 800 же, да, даже не 500. Совсем другое дело. И это можно вычитать. То есть эти зависимости, они, во-первых, они мейнтейнятся одним сообществом, одной командой людей. И они стыкуются друг с другом. Вот почему, значит, почему такая большая база. Потому что одни использовали одну библиотеку, ну, значит, одну зависимость для криптографии. В другой части программы там другую. В третьей Bluebird подтянули. В четвертой Access подтянули. В пятой там еще какие-то библиотеки. И один и тот же код у тебя вот в каждом проекте, написанном на ноде, обычном, одни и те же, по сути, вещи дублируются по 50 раз. Просто из-за того, что каждая из библиотек, которых ты юзаешь, она использует разные версии этих подбиблиотек. Оно все эти версии вытягивает. Ну, оно смотрит по package lock. Если есть возможность как-то объединить, оно не будет их вытягивать. Но, значит, есть вероятность, что она несколько версий еще вытянет каждый из этих библиотек. Ну, и кроме того, все, что у нас один раз есть в одной библиотеке, мы знаем эти возможности. И мы их переиспользуем везде. Мы их заново не пишем везде, в остальных местах системы. И вот оказывается, что может быть совершенно маленький кусочек кода и делать то же самое, а еще и больше. Вот где-то так. То есть, значит, у нас где-то 5-6 основных библиотек, которые... Ну, вот есть хороший доклад на конференции Frameworks Days. Можно его там посмотреть. Там презентация на полчаса. Презентация метархии. Там полностью рассказывается, как, значит, там все конфигурируется, логируется, стартует, релодится и все такое. Хорошо. Стэк... Это классно, свой стэк, но стэк не может жить без практического применения сообщества. Соответственно, как вы его внедряете и где, и вообще внедряете ли где-то, и как появляется сообщество вокруг него, которое контрибует? Да, ну смотри, мы его первым делом применяли в... Вот он появился чуть-чуть заранее перед тем, как мы делали интерактивное телевидение. И мы его там применили впервые, но мы его не рассказывали всем, что вот можно так вот писать, да. Мы его для себя практически, вот моя команда его писала. Через какое-то время я написал пару статей на Хабре про этот стэк, но они были такие полушуточные. Я для себя какие-то майлстоуны отметил, ну, вот, значит, мы сделали такую функциональность, да и все. Я его практически во всех этих статьях, я так и говорил, что я не предлагаю вам его использовать. Просто посмотрите, как можно. То есть это пример того, как можно написать код, ну, альтернативный тому, что пишете вы. Возможно, вас заинтересует. Потом я сделал учебный курс, и вот каждый, кто пройдет там сначала основы джаваскрипта, потом там продвинутый джаваскрипт, потом асинхронное программирование, потом паттерны, потом, значит, Node.js и куча, значит, сопутствующих вещей. То есть там работа с базами данных, работа с сетью, это отдельные курсы. У меня на GitHub есть индекс всех этих курсов, там, ну, где-то там больше двухсот лекций по всему этому делу. И вот если кто-то пройдет все эти лекции, практически он готов написать метархию сам. То есть я распилил технологический стэк в курс обучения. Прикольно. Но в лекциях я очень мало, вот ты говоришь, я ссылаюсь, я ссылаюсь на метархию обычно в интервью, в докладах на конференциях, а в лекциях мало ссылаюсь. Но каждый человек, кто прошел эти лекции, он с закрытыми глазами будет писать очень похожее на то, что мы пишем. То есть у него майнсет будет такой, что он готов использовать метархию. То есть ты подход объясняешь, просто без названия конкретной реализации в виде метархии. Да, да, ну это же академические лекции, я не должен там, значит, говорить вот так, это юзайте, а это не юзайте, да. Поэтому... Как консультант, я так понимаю, ты сейчас тоже работаешь, внедряя метархию. Да, ну ко мне просто начали сначала обращаться по внедрению ноды, там, где нужно ноду внедрить и решить такие проблемы, которые никто не может решить на ноде. Да, и у меня есть еще целая группа людей из сообщества, которые помогают вот с этим делом. И с обучением, и с переподготовкой кадров, и с решением любых проблем. Но это мы уже делаем лет пять, где-то так, то больше, то меньше. Но сейчас мы еще начали создавать коллективы. То есть коллективы? Да, прямо готовый коллектив из выпускников метархии, из членов сообщества. Вот приходит какой-то бизнес, говорит, мы хотим продукт делать. А у нас уже есть люди, которые обучены в общей парадигме, в общей архитектуре. Они друг друга понимают с полуслова. Мы можем вместе с технологическим стэком дать сразу собеседованных и состыкованных по культурному коду людей. Они сразу могут писать. И идут туда работать. Но мы обязательно даем, должны быть наши архитекторы. Ну понятно, чтобы следить. Естественно. Потому что если там будут архитекторы, которые привыкли к совершенно другой технологическому стэку, это просто будет лебедь, рак и щук. Это бессмысленная абсолютно штука. Это будет конфликт абсолютно. Хорошо, давай тогда про обучение сообщества немножко поговорим. Я так понимаю, что еще, наверное, до метархии ты студентов отбирал себе в пул, в команды. Для того, чтобы коммитить в ноду в том числе? Нет. Ну, это примерно одинаково было в одно и то же время. Просто мы тут не говорили, ты сам коммитишь в ноду. Достаточно немало по сравнению с теми, кто не коммитит. Ну, не очень много. Не очень много. Мои студенты коммитят туда гораздо больше. И твои студенты, которых ты учишь в университете, а ты преподаешь в университете в КПИ и в Киевской школе экономики. Да, вот тут, собственно, где мы снимаем, в Киевской школе экономики. Ну, тут, на самом деле, пока что это первый год. То есть мы только... это студенты начинающие очень. Ну, тем не менее, ты преподаешь им программирование, и они на твоих курсах, там, в качестве дипломных или еще что-то, как-то могут сделать коммиты в ноду, в другие популярные библиотеки, и в метархию, я так понимаю, тоже. Конечно. В любой... вообще в любой open source. Это я приму за любой... вместо любого экзамена, курсача или лабораторик, ну, в общем, любой open source contribution я с удовольствием смотрю, и я смотрю еще код на разных языках. Я не ограничиваю студентов одним языком. Я говорю, пишите на чем хотите, я буду смотреть... В метархию нет, но если они сделают какой-нибудь contribution в, там, Postgres, я посмотрю, почему нет. Понятно. Ну, в любой... там, на TypeScript, даже если они напишут, я все равно буду смотреть. То есть, я не знаю, я за последние, там, пять лет, вот когда я ввел то, что студенты свободно на любых языках пишут, я уже насмотрелся чего угодно. Уже таких неговинных языков... Брендфакт, нет? Не, ну, на брендфакт никто не писал. Есть требования, нужно обосновать, почему вы выбрали именно язык. Понятно. А так берите все. Так это я к чему спрашиваю? Я спрашивал к тому, в какой момент студенты, которых ты учишь, становятся участниками метархии как сообщества, членами сообщества. Это самоидентификация, когда они сами себя считают... Ну, условно, если они прошли твой курс и там не были отчислены, то они уже готовы технически. Ну, если они участвуют в какой-то из моих групп, то есть у меня есть группы, там, телеграммные, значит, где сидит первый курс, второй, там, третий и так далее, значит, оттуда они могут по ссылке подключиться, там, или с моих лекций, потому что везде есть ссылки на, значит, группы сообщества, а групп в сообществе, там, я не знаю, уже, наверное, больше 50. То есть там по разным, скажем так, узким подразделениям, там, и по фронту, там даже по .NET есть группа, там и по Java есть группа, почему угодно, по React, по Angular, по Go, по Rust, почему угодно, мы занимаемся всем, ну, то есть есть небольшие коллективчики, группы по интересам. А, причем, Метархия, причем, Метархия, это же только про Node.js. Нет, не только. Как стек технологии. Это курс, понимаешь, есть Метархия, как курс программной инженерии, ну, на базе вот моих лекций, и поэтому, если кто-то будет писать на другом, значит, абсолютно другом языке, и даже другом технологическом стеке, но просто с этими же идеями. Прекрасно. То есть вы, значит, прекрасно, мы не ограничиваем никак, конечно. Что за прикол с тем, что, я вот не помню, это мне приснилось или не приснилось, что есть сайт Метархии, который похож на консоль, и надо что-то вводить. Да, да, есть такой сайт, метархия.com, и он, значит, когда я даю кому-то ссылочку, они говорят, никак не могу тебе на сайт зайти. Все время какая-то консоль выпадает. Да, 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 значит, не приснилось, значит, я залазил когда-то. Да, да, ну и там есть ссылочки. Там эта консоль, она не полностью... А что это за сайт? Это что, это личный кабинет или что? Нет, это... Просто он носит. Просто так вот выглядит наш сайт. Отлично. Там ссылочки есть, ты можешь на них кликать, и там эмулируется, как будто вывод с мор, такой юниксовый. Ну, на самом деле там никаких команд нету в этой командной строке. Это стилизация под командную строчку. Ну, блин, я сначала подумал, что это что-то типа, знаешь, надо ломануть сайт, чтобы стать членом Метархии. Нет. Хотя консоль открывается. Нет, это стилизация. Это стилизация, и ты там можешь кликать по разделам, там вылазит контент этот, ну и просто... Помнишь, ты мне рассказывал в самом начале, что ты выбираешь студентов к себе в команду, там, предоставляешь им чуть ли не кое-кое место дома, и учишь, надрючиваешь на то, чтобы они делали коммиты в серьезные проекты, например. Было такое, да. Ну, значит, когда я еще не был женат... Вот это похоже на секту немножко. Жил в КПИ, то я снял достаточно большую квартиру в профессорском доме столетнем, который там специально в КПИ построен для преподавателей, там еще до революции. И там, значит, я на одном этаже жил, на третьем, а студенты жили на этаж выше, на четвертом. Там, значит, было какое-то количество, там, то одни, то другие студенты. То есть это ты для них вот покупал это, снимал это жилье и селил? Ну, мы вместе с ними жили и вели там, собственно, хозяйство. А что это за студенты были? Как ты их выбирал, для чего? Ну, просто я смотрю, что, значит, это толковые ребята. Мы с ними начали писать проект. Ну, почему бы нам, значит, вместе не снять вот такую хату? Ну, я за нее платил. А проект какой-то... Мы вместе писали код. А проект, который в рамках обучения, или это ты набирал команду студентов для своих проектов, каких-то не обучающих в университете? И так, и так. Да. То есть смотри, и для вот этого интерактивного телевидения, и плюс к этому они коммитили в ноду некоторые и в метархию, естественно. Они писали метархию, и, собственно, вот как бы все-таки в профессорских домах лучше жить, чем в общежитиях, в которых тараканы людей едят. Ну, это да. Кто-то скажет, зачем студентов набирать, если можно было бы на рынке взять сеньоров и архитекторов? Мне не подходят люди с рынка. Люди плохо работают за деньги. Они болт клали на работу, если за деньги. Они не горят этим абсолютно. То есть хороший студент, который хорошо учится, он будет работать эффективнее, чем профессионал с рынком за деньги? Смотри. Немножко не так. Есть определенный тип людей, который может работать, что за деньги, что без денег, потому что ему интересно. Вот я ищу людей, и это может быть и с рынка. Вот у меня лекции все открытые. На эти лекции начали приходить… На YouTube-канале у тебя? Да. Ну, нет. В КПИ были лекции открытые просто. Значит, на них можно было вживую приходить. И эти лекции начинались с десяти человек, когда еще студенты об этом не знали, а студенты на пары не особо ходят. Помним, знаем. Да. Ну, там было сначала, там, 15 человек придет, там, значит, где-то так. А потом они там друг другу рассказали. Смотрю, больше пришло. Там, значит, уже 30-50 человек. И так я дорос до того, что там, в один прекрасный день, там, 700 человек пришло просто. Пришлось две лекции брать? Да. Мы две большие аудитории 500-человековые взяли и делали трансляцию из одной в другую. Ну, я очень быстро понял, что это бредятина, и просто такое количество народа должно сидеть дома и смотреть через YouTube. Ну, потому что невозможно сменеджить такие потоки людей. И это, значит, даже, скажем так, большой шум, организационные всякие штуки и, ну, как бы, и там и душно, и, короче, это не особо для... Но лекции дальше оставались открытыми, и на них периодически, кто хочет, приходил до локдауна, туда приезжали люди из других университетов, естественно, там, с других кафедр ходили. Люди даже после работы, которые на всяких галерах трудились... Это необычно. Я специально лекции перенес на вечер все. Ну, я у студентов спросил, вы будете вечером ходить? Да? Нормально. Ну, все. После шести, значит, будут лекции. В результате я просто публиковал на сайте метабком и на доу, публиковал, что будут вот такие лекции. Можно на них ходить, и все. Это история для человека, который учился в университете техническом и помнит, каково это, звучит немножко сказочно. Почему? Факт в том, что это правда, потому что есть доказательства студентов фотографии. Есть видосы. Есть видосы. Но, типа, во-первых, пропустить 800 левого человека в университет, ну, для Беларуси, это, например, нереально. А, у нас возможно. У вас возможно. Ну, кроме того, я, значит, договорился, я сначала это проводил в маленьких аудиториях. Ну, потому что я преподаватель, я взял ключи от аудитории, и мне туда пришло 200 человек. Это нормально. Ну, чтобы 200 человек, это КПИ, там огромное количество студентов. Сколько там в одном году учатся? Плюс-минус 200 человек, а? 200 человек, это нормально. Лекция? Да. Это ок. Ну, 150-200 человек. Большие потоки, есть такое. Да, большие потоки. Конечно, конечно. Ну, конечно, 700 человек, это уже явление. Так вот, второй пункт. Студенты и так херово ходят на пары, даже на интересные. Да. А тут, как бы, пришли даже не студенты. А тут люди... Ты понимаешь, почему так получилось? То есть, были еще такие преподы и предметные, на которые ходило по 500-600 человек? Ну, были очень интересные преподы. У нас есть интересные преподы. Но они почему-то это нигде не популяризировали, и никого не приглашали, и не делали эти лекции открытыми. Я не знаю, у них, наверное, не было такой задачи. Вот они там отчитали. Хороший свой материал, и им было хорошо работать с 100 человеками. Да. Ну, поток там. 90 человек, все. Больше не надо. Я же подумал так, что мне нужны люди как можно больше, потому что среди них большая вероятность, что попадутся идейные люди, которые могут писать код ради интереса. Ну, неверно такое не может пойти. У невера невыгодно. А какая не разница? Я там вообще эти аудитории самозахватом занял, и все. Ну, типа как? У неверно платят за своих студентов. Ты знаешь, возможно, для Белоруссии и России это нереально, а у нас, я просто, значит, сказал нашему завкафедрой, значит, я хочу лекции проводить. Ну, проводи, ну, хорошо, проводи. Ну, ты же понимаешь, что тогда нет смысла вообще в универ поступать, если ты можешь ходить на лекции вот так вот спокойно. А в Ютьюбе сколько всего лежит? Так чё? Это прикольно. Слушай, потом я говорю, слушай, не помещаемся. Говорят, как не помещаетесь? Ну, вот нам нужно уже две аудитории по 500 человек. Говорят, ну, ладно, ну, значит, сейчас служебную напишем, там тебе выделят. Всё. Это круто. Это респект, конечно. Никаких вопросов не было. То есть, в общем, вуз шёл навстречу тут абсолютно. То есть, если у кого-то какие-то были инициативы, это сделать очень просто во всяком случае тут. Ну, потом я всё это дело сократил, потому что, ну, зачем такие толпы народу? Ну, значит, лекции можно смотреть. Не обязательно на них приходить. Даже студентам. У меня необязательное посещение. Кто хочет, приходит. Кто не хочет, не приходит. Но когда локдаун, то у меня уже к началу локдауна было, ну, наверное, лекции 160 записано. Это я там ещё совсем немножечко написал. Без повторения. Конечно, это всё. Есть ещё и разные предметы. Поэтому я то одно закрываю, то другое как заплатками. Всю учебную программу я практически, вот, бакалаврскую программу сейчас вот там, ну, кроме именно по программированию, да, если не брать там, значит, физику, математику и микросхемотехнику и ТОЭ, значит, всё это самое, то я всю бакалаврскую программу закрыл сам. Потому что мне всегда почему-то, значит, студентов, которых ко мне присылал КПИ именно, вместе, ну, короче, они знают, что есть несколько преподавателей, которые могут нормально научить, и они на каждую группу студентов делают так, чтобы только один такой нормальный преподаватель был. А другой вот на другую кучу студентов его кинут, так, чтобы мы примерно были равномерно раскиданы между, и чтобы каждый студент где-то что-то подучил. у нас было там, когда я начинал таких, ну, может быть, там, на факультет, там, молодых преподавателей, ну, может быть, человек там восемь, не больше, где-то так, да. А на факультете, ну, там, четыре кафедры, на каждой, там, по двадцать-тридцать преподавателей. И вот тех, которые способны что-то дать, было мало. И в результате через какое-то время я понял, что я не могу положиться на других преподавателей, и если мне нужно, чтобы люди изучили базы данных, или чтобы они изучили, там, паттерны, там, банды четырех, или чтобы они изучили GRASP, SOLID, там, инверсию управления, DDD, там, тестирование, или что-нибудь, там, сети. Короче, в общем, мне нужно самому это начать делать, иначе ко мне придут студенты, там, на четвертый курс, там, грубо говоря, я им дам основы на первом, там, на втором дам асинхронщину, на третьем дам ноду, но на четвертом они придут на предмет, там, где нужно уже приложение писать, а туда будет не хватать еще знаний. Туда будет не хватать. Ты же порвешься, ну, ты как? Ты все это сделал? Я это постепенно. Вот я один предмет читаю, потом другой, третий. А студенты смотрят записи. Прикольно. Ну, то есть я постепенно, постепенно так вот всю эту бакалаврскую программу и закрыл. Как давно ты преподаешь? Где-то, ну, на самом деле, отдельные лекции меня просили читать, когда я еще был студентом. Но это отдельные лекции в помощь преподавателю. Ну, на постоянной основе, давай. А на постоянной основе где-то, может быть, года, может быть, с 12-13-го. То есть у тебя уже есть студенты, которые выпустились? У меня есть студенты, которые выпустились, которые стали преподавателями, обучили еще студентов, которые выпустились и стали преподавателями. И более того, и стали еще в Киевской школе экономики у меня ассистентом. То есть они еще с тобой работают? Да, и пошли ко мне работать. Вообще молодцы. Да, 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 вот как-то вот так, да. Ну, значит, наверное, около пяти преподавателей, может быть, даже... Я так не вспомню. Может быть, где-то от пяти до восьми преподавателей сейчас в КПИ есть, которые от меня выпустились и стали преподавателями. Правильно, я же понимаю, правильно, я же? Да. Ведь я правильно понимаю, что ты преподаешь в основном, потому что собираешь умных ребят к себе в сообщество и вообще за то, чтобы давать знания, а не для того, чтобы зарабатывать там или еще. Ну, точно не для того, чтобы зарабатывать. Это же смешные совершенно деньги. Какие? Я как бы так даже не особо вспомню. Ну, слушай, вот где-то... Ну, ладно, не, не важно, не важно. Деньги это Дуде оставим. Вот придет тебя Дусь, ты ему скажешь, сколько зарабатывает. Окей. Это... Просто я не могу... Для многих преподавателей эта история не... Ну, типа... Я не помню, сколько они платят. На самом деле там такие копейки, что мне... То есть ты как программист, там, на консультациях, на всем остальном зарабатываешь хорошо, а преподавательство — это больше как способ набора новой крови к себе. Это так? Нет, мне интересно это еще. Мне просто это интересно, как еще одна другая профессия. Да, то есть я сначала был просто программистом, потом я там в этом программировании там дорос до, значит, архитектуры, и там вообще до владельца бизнеса, и, значит, попробовал по-всякому. А потом я понял, что нужно как-то профессионально расти. Ну, у меня закончились люди, с которыми я могу профессионально работать, чтобы у них что-то перенять. Ну, и ты пошел оттачивать. Откуда брать профессиональный рост вообще? Ну, книжки... Обучай других. Очень сомнительно. Ну, то есть хорошо, но для начинающих книжки. Книжки, ну да. Откуда профессиональный рост брать? Можно учиться у тех, кто меньше тебя, потому что... Ну, вот я сразу этого не понимал, я начал чуть-чуть преподавать, и понял, что, когда читаешь лекцию, у тебя вдруг рождаются откуда-то мысли, как будто ты слушаешь себя со стороны. И, значит, это интересно. То есть, значит, в подготовке лекции и в чтении лекции рождаются такие мысли, которые никогда не родятся, если ты будешь просто сидеть кодить, и они никогда не родятся, если ты там с дружбаном где-то общаешься про программирование. Вот это совершенно другой формат, и он позволяет интереснее рефлексировать, и интереснее думать о том, как ты думаешь, когда программируешь. То есть мало писать код, мало думать, когда пишешь код, нужно еще и задумываться о том, как происходит твое мышление, когда ты программируешь. Вот где-то так. Хорошо. 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 А ты преподаешь один и тот же курс несколько раз? Нет. Я его всегда добавляю в лекции. То есть если я уже одну лекцию прочитал, ну, в крайнем случае она там через 3-4 года, ну, вот по ноде, допустим, бывают такие лекции, которые могут устареть. Я просто их заменяю. Я заново читаю эту тему по-другому, потому что та устарела. Ну, технология поменялась. А университет это как вообще? Ну, типа... Меня не интересует. Но им же не выгодно брать преподавателя, который там будет читать курс 1-2 года? Им выгодно... Так нет. Я официально читаю этот курс, но они смотрят запись, а я с ними... Экзамен потом пошли. А я с ними встречаюсь на семинарах. То есть как только у студентов есть вопросы, они мне пишут в Telegram, мы хотим семинар, мы вот хотим обсудить то-то и то-то. Мы назначаем какое-то время, мы все собираемся, и я им объясняю там лайвкожу, что-нибудь, отвечаю на вопросы и всякое такое. И сейчас уже у меня есть и ассистенты, которые эти семинары могут проводить. И кроме этого, значит, я обнаружил, что видеоформат – это не самое эффективное. И лучше было бы учиться с текста и с примеров кода. Ну, примеров кода у меня к курсу подготовлено очень много. С текста и с примеров кода? Да, да. Как в видео у тебя есть и текст, и пример кода? В курсе должна быть книжка. Вот я пришел к тому, что никак по-другому. Есть люди, которым видео не заходит. Так ты можешь нажать на паузу и почитать, что написано. Ну, ты же на видео код пишешь. Да, почитать код можно. Но на самом деле у меня весь код, который я пишу на видео, который я заготовил заранее и на видео, допустим, только показываю, или который прямо во время лекции пишу, такое тоже очень часто. Я не успел, допустим, написать заранее код и прямо на лекции писал. Такие случаи были. Даже два раза аплодисменты сорвал, потому что я там что-то дебажил, и долго я писал, 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 написал огромный кусок кода, раз запускаю, он работает. Люди, как он работает? Ты писал без ЭДЕ, тут, значит, ничего не проверялось, никакие линтеры не запускали, никаких типов. Значит, что у тебя в голове все строится? Хоп, и работает. Ну, я там, типа, запустил, опа, какие-то две орфографические, там, синтаксические ошибочки поправил, хопа, и работает. Все. Идея. Раз, люди вдохновились, и я сорвал аплодисменты. На самом деле, Тимур просто быстро нажал комбинацию клавиш, чтобы поменять виртуальные рабочие столы на одном из них. И там рабочий проект заготовки. Не-не-не, я такого не делаю. Я очень часто заготавливаю код заранее, потому что так просто можно в лекцию уместить гораздо больше материала. Да, конечно. Объясни мне, пожалуйста, вот такой парадокс. Есть Тимур Шемсидинов, который преподает в университете и считается очень хорошим преподавателем. Не считается. По крайней мере, студенты скажут, что ты хороший преподаватель. Часть студентов. Есть очень много хейтеров, которые мой курс ненавидят. Есть люди, которые его очень любят. Хорошо популярным преподавателем. Ну, да, где-то так. И есть Тимур Шемсидинов, который говорит, что высшее образование, днище, никому не нужно. Точно. Ну, не такими словами, но формулировка похожая. Да. Как это совмещается? Это что такое? То есть я гоню на университеты и сам же там работаю? Ну, я там работаю, потому что это какое-то спасение. Так не работай там. Уйди из университетов, сделай курс и говори, что университет ерунда, а вот курс мой посмотрите. Нет. Это спасение душ. Люди все равно по натоптанной дорожке ходят в этот университет. Это как список Шиндлера. И я могу их там перехватывать и вкладывать в мозги то, что нужно. То, что считаю нужным. Ну, вот где-то так. У меня есть какой-то образ будущего для программирования. Ну, смотри, но ты же студентам в университете не говоришь, что ваше образование – это ерунда. Я почему не говорю? Говорю. Они сами это знают. Они мне это говорят в первую очередь. Но ты заставляешь приходить дальше в университет, чтобы у тебя отправить курс. Не, не заставляю. Значит, они мне сами говорят, что смотри, у нас там на предмете операционные системы, ну, вместо, значит, внутренностей операционных систем, учили, что мы учили, значит, как в проводнике файл копировать мышкой, драг-н-дропом копировать. Это студенты мне жалуются, что нас такому учили. Или же говорят, что нас заставляли на предмете, на каком-то конспекты переписывать вручную. Ну, правильно. В общем, в Гарри Поттере тоже переписывают. Подожди, ну окей, но ты работаешь там на два университета, ты перехватываешь не так уж много студентов за год. На самом деле тут, я надеюсь, что тут будет совершенно другая ситуация. И сюда пришло несколько преподавателей из КПИ... Для того, чтобы... Для того, чтобы тут построить совершенно другой курс. Ты продолжаешь... Это необычный университет. Работать в университете. Ну, это необычный университет. Он построен не так, как традиционные вузы. То есть здесь учиться... Высшее образование в Киевской школе экономики хорошее, по версии Тимура Шамсидинова. Значит... Здесь учиться стоит. Мы пока что еще этого не знаем точно. Я не... Но есть надежда, что оно может быть хорошо. Есть надежда. Мы хотим так сделать. Отлично. Бросай КПИ тогда. Не буду. Почему? Туда все равно пойдут люди. Ты можешь запустить свой курс на Ютубе, промоутить его. У тебя будут приходить тысячи людей. Они и так будут приходить. Они и так будут приходить. Они 40 человек через свое место. Они и так будут приходить. А так ты пропагандируешь университет все еще. Не пропагандирую. Ну, ты там работаешь. Нет, я могу... КПИ говорит, что у нас работает Тимур Шамсидинов. Мы такие классные. Приходите к нам. Нет, нет. Студенты прекрасно все понимают. Они могут сравнить меня и другого препода. Я перехватываю достаточно большую аудиторию. Это просто перехват аудитории. Я имею возможность сюда прийти и в любой момент взять любую аудиторию, собрать людей, читать лекцию или сделать метап. Это не потому, что университет дает тебе инфраструктуру, например, удобную. Дает инфраструктуру. Дает. Я ее забираю, скажем так. Это все захват. Акционный захват анархистами. Хорошо. Хорошо. Не, ну, конечно, нехорошо. Все равно нестыковочка у меня в голове осталась. Но если не смотрели список Шиндлера, посмотрите. Я думаю, там идея тоже схожая, только немножко на другие. Я не смотрел, я посмотрю. Он неплохой. Про войну. Про немцев и евреев. Я тут сказал слово курсы, что, мол, можешь запаковать свой курс и на большее количество людей светить. И у тебя курс на канале есть. Ну, у тебя есть много лекций, можно сказать, что это курсы. Да? Особенно если зайти на гитхаб. Нельзя сказать, что это курсы, потому что у нас нету, как сказать, никакого оценивания. Вот, ну, если... Ну, подожди. У тебя... С ютуба и с гитхаба... У вас есть How Programming Works, гитхаб, на котором есть список всех... Там есть примеры кода и есть задачи. Ну, считай, почти курс. Но их никто не проверяет. Ну, без проверки. Да. Я иногда... Раньше я их проверял. Вот, скажем так. Бесплатный курс... Да. Раньше я их проверял, потому что... Ну, как сказать... Студенты туда коммитили в этот репозитор, а я проверял. А потом я это автоматизировал. Там автопроверка теперь. Ну, все. То есть это курс полноценный, еще нет? Мне не нравятся, в общем... Тебе не нравится слово курс? Нет. Мне не нравятся те задачи, которые там есть. Я сейчас начал делать совершенно другие задачи. И, может быть, там через полгода выкачу новый абсолютно способ изучения программирования, который будет основан, во-первых, сразу, чтобы с первых, значит, первых шагов программирования они учили несколько языков. Я считаю, что нужно учить несколько языков, чтобы не, значит, фиксироваться на одну. Сейчас это Python, плюсы JavaScript у тебя, да? Да, JavaScript, C++ и Python, да, действительно. И, я так понимаю, это основа книжки, в которой ты пишешь How Programming Works? Да. И я ее хочу таким... Ссылка будет на GitHub. А там только оглавление. Ну, это книжка, которую не только я пишу, а она создается сообществом, опять-таки. Я вот сделал оглавление на английском. Мне позавчера... Не, вчера. Вечером коммитнули русскую версию. Я ее отревьюил. Все, теперь у нас есть оглавление на русском. Точно так же я там буду каждый кусочек там на одном языке написал. Ну, на каком, значит, удобнее. Хорошо. То есть примерно, когда ты закончишь написание книжки, можно будет сказать, что книга в сумме с видосами это будет там какой-то полноценный курс по становлению программистом. Да. Эта книжка будет не такая, как обычные книжки. Она будет собираться, причем из одного и того же контента, из одного и того же материала можно будет собрать книжку для начинающего, книжку для профессионала, справочник. Собрать? Да, там будет компилятор такой. Сам себе собрал PDF-ник, который тебе нужен. Прикольно. Это интересно. Это репозиторий. Это просто репозиторий. Запустил там, значит, и написал npm run build и, значит, собрал себе вариант. Конечно. Это тебе уже надо пройти первую версию, чтобы npm run build запустить. Ну, там будут уже собраны на какой-то момент. Ну, не на последний момент, а вот мы будем периодически делать релизы. И там, значит, вот десяток PDF-ников там будет лежать. Идея с книгой очень интересная, и ссылку на нее мы обязательно оставим на то, что уже есть на GitHub. Ребята смогут почитать, даже законтрибьютить. А я все еще хочу с курсами закончить. То, что сейчас лежит на How Programming Works, матчится на 100% с тем, что ты читаешь в университете. Правильно ли? Да. В университете это курс. Много разных курсов. Много разных курсов. Соответственно, я делаю вывод, что на GitHub это тоже много разных курсов, просто без университета. Да, можно проходить так. С этой точки зрения, это курсы. Можно проходить так, но пока что я там еще не довыкладывал, у меня не закончен курс по базам данных. Я там только пять лекций прочитал. Ну, какие-то курсы закончили. Там нужно еще пять лекций. Какие-то курсы закончили уже. Да, да, да. Вот по асинхронному программированию это законченный курс. И, насколько я знаю, это единственный вообще на каком-либо языке открытый курс по асинхронному программированию, такой большой, из 28 лекций. Ты считаешь ли ты эти курсы хорошими? Я их считаю где-то средненькими. Тогда что такое хороший курс? По своей шкале. Что это за шкала такая Тимура Шамсидинова? Как сделать курс хорошим? Например, курс по ноде. Мне за них не стыдно, да, вот за эти курсы. Потому что если открыть какие-то, значит, с YouTube ролики по ноде, то я где-то уже на пятой минуте не могу слушать из-за огромного количества ляпов и бреда, которые там про ноду говорят. Ну, примерно такое же с любыми другими направлениями, но... То есть курс должен быть выверен с точки зрения правдивости информации? И тогда он будет хорошим? Он не только, не только. Во-первых, его должен делать живой профессионал, который этим занимается, этим горит, а не, значит, диктор, который просто прочитает тебе, не понимая, абсолютно не понимая... Ну, какая разница? Диктор может прочитать хороший написанный текст, и никто даже не узнает, что он диктор. Я считаю, не усваивается. Нельзя заразить. То есть образование, оно еще... Почему? Иначе можно книжку прочитать. Нет огня в глазах? Нет, да. Ну, то есть вот человек сидит с кислой рожей и, значит, читает с листочка. Или же другой вариант. Он, наоборот, там размахивает руками, изображает бурную деятельность, но абсолютно очевидно с первых минут, ну, как у него мне, интуитивно очевидно, что он не понимает, о чем говорит. И вот тут я не могу смотреть дальше. Но есть еще вариант, когда, допустим, курс был сделан давно, и какая-то информация уже устарела, да? Ну, да. Как в таком случае быть? Как обычно делать? А с этим вообще проблема, потому что вот у нас по ноде есть, значит, видосы Кантора, которые... Их много, но они десятилетней давности. Они дичайшие устарели. Они неплохие, просто они... Просто там нужно какую-то пометочку уже поставить, что уже все не так давным-давно. Пожалуйста, используйте с нодой версии 001. Ну, где-то так. Да. То есть вообще и с моими курсами примерно так же. То есть я через какое-то время буду какие-то лекции маркировать как устаревший. За этим нужно следить, и потом, значит, ну, наверное, их нужно переписывать. Ну, я знаю, что... По-честному все правильно. Конечно. Ну, что-то устарело, ну, не удаляйте из этого, с интернета пусть это будет архивная запись. Ну, просто пометьте ее как архивную запись. Окей. И последнее по курсам. Есть ли на сегодняшний день на русскоязычном рынке хорошие курсы по ноде, кроме твоих? Которые бы ты мог посоветовать? Пока что не знаю, но у меня стоит в списке дел заревьюить курсы по ноде от FoxMinded, от Сергея Немчинского, и Никиты Галкина. Ну, немчинский, собственно, владелец FoxMinded, а Галкин это, собственно, специалист по ноде, который сделал этот курс. Я его заревьюлю, я им обещал еще до Нового года это сделать, но, значит, загруженный огромным потоком экзаменов и зачетов. Я просто сейчас буду это делать буквально с понедельника, где-то так. Потом посмотрим. Еще есть курс от Климова. Я его еще не смотрел. Ну, я не знаю, я к нему, наверное, напишу и, значит… Это тот курс, с которым он с тобой не согласен? Да. Ну, значит, у него свое видение, у меня свое видение. Я, на самом деле, я не против. Ну, как бы это хорошо. Наоборот, чем больше разных взглядов будут на одно и то же, ну, прекрасно. Ты говоришь, что ты прям пойдешь проревьювать. Зачем тебе это кто-то спросит? Типа, зачем идти и ревьювать чьи-то курсы? У тебя свой есть? Нет, Немчинский меня попросил об этом. Да. В этом конкретном случае. А кроме того, мы с ним договорились еще, он предложил мне адаптировать мой курс по дживоскрипту для FoxMinded. Ну, как бы, FoxMinded его дополнит своей темой, практикой и… Ну, своим форматом. Да, своим форматом. То есть материалы будут мои, а FoxMinded… Но в то же время, я так понимаю, материалы будут доступны, как и раньше, в бесплатном доступе у тебя? Нет, то, что у меня на канале есть, то будет доступно. Возможно, для FoxMinded я сделаю новые задачки какие-то, ну, которые, значит, потом будут проверяться этими менторами. Ну, короче, практическую часть этого курса я, наверное, сделаю им кастомную. Слушай, а вообще платить за курсы – это нормально? Почему нет? Нормально, конечно. А почему ты не продаёшь курсы? А кое-какие я и продаю. Но я не совсем продаю такие вот долгосрочные курсы. Я продаю кастомные на подготовку или переподготовку специалистов… Корпоративное обучение. Да, корпоративное обучение. Да, вот ко мне обращаются, и, значит, ну, были кейсы, что ко мне обращаются и говорят, вот у нас есть там чуваки из фронт-энда, ты их обучишь, сколько нужно занятий, чтобы вот научить их там ноде там и всему этому делу. Я говорю, ну, мне нужно с чуваками поговорить, а вы для чего их переобучаете? Ну, нам нужно, значит, чтобы они написали какой-то софт, там… Ну, короче, мы на это выделим там ещё там полгода, допустим. Ну, нам нужно понимать, сколько нужно тебе времени, чтобы они начали, приступили. Ну, я говорю, так, давайте я посмотрю ТЗ к этому софту. Несколько таких кейсов, кстати, было. Ну, давайте посмотрим ТЗ. Я посмотрел ТЗ, поговорил с чуваками и, в общем, говорю, так, 10 занятий, и мы сможем их переобучить. Мы начали прототипировать этот софт, и мы за 10 занятий, ну, как бы у меня, так как все лекции уже записаны, я им говорю, значит, теорию смотреть вот тут. Просто на каждое следующее занятие будете смотреть по 3-4 видосика из этого дела. Это мой типичный формат работы. Вот смотрите, мы собираем семинар и просто пишем проект вместе на созвоне. А, значит, между созвонами я делаю ревью. И мы таким образом прототипируем за 10 занятий, и они уже продукт имеют какой-то. Ну, это MVP какой-то, и всё. Так, хорошо, у меня по факту, по основной части нашего интервью, наверное, всё. Всё, кроме метархии. Вот, по метархии еще один вопросик остался. Хорошо. То есть про стэк мы поговорили, метархию, про сообщество, и как туда люди попадают, поговорили, про преподавание. Последний вопрос, гуляй полюс. Вот метархия как стэк есть, метархия как абстрактное сообщество из людей в одном ансете тоже есть. У гуляй полюс, я так понимаю, это физическое воплощение каких-то видений метархии. Что это? Ну, в общем, недавно оказалось, что у моих партнеров из компании «Салусайбер» есть 130 гектаров земли в заповедной зоне на берегу Днепра, там, где Каневское море находится. Это от Киева километров, наверное? Ну, туда на катерке от Киевского причала два часа ехать. Ну, машиной, может быть, два с половиной, три часа ехать. Это не очень далеко. И это к Каневу очень близко, там нормальные коммуникации, в Канев можно быстро добраться. И, в общем, идея такая, что там можно построить, значит, некоторое место, где можно обучать людей жить абсолютно автономно. Ну, как вот полис. Как греки или римляне основывали колонии, то мы тоже поедем, значит, на Каневское море, основываем там колонию, метархию. То есть это прямо поселение? Поселение, да. Оно будет напрямую с метархией ассоциироваться, либо это что-то... Мы сначала хотели назвать метаполис. Но Сергей Адарович предложил название Гуляйполис, и все поняли, что все, это оно. Ну, это же Украина. Мы все любим батьку Махно и анархию, поэтому... Конечно же, Гуляйполис, да. Это не только айтишное поселение будет, я так правильно понимаю? Какие идеи? Без ней кроме анархии и централизованного управления. Идеи такие, что мы будем туда брать, в это поселение, только каких-то профессионалов. То есть это должны быть или инженеры, или врачи, или ученые, или деятели культуры, но которые как-то интересны всем остальным гражданам. Короче, люди, которые имеют какое-то, как-то, наверное, желание и возможность влиять на развитие в общем. Да, да. И которые согласны вкладываться в образование. А это ты понимаешь, в образование люди вкладываются по призванию. Ну да. В основном. Да. И которые где-то схожи по мыслям. Где-то общие у них есть идеи. И хотя бы общий вот какой-то образ будущего есть. И интересы. Вот если это интересные друг другу люди, вот в основном интерес. Что стало с метархией после войны? Она поменялась как с ТЭК, так и план на постройку деревни города. Ну, города. Ну, на самом деле непонятно, когда мы его начнем строить теперь уже. Очень хотелось бы строить и желание его построить увеличилось. А вот возможности и для этого нужно какое-то, во-первых, спокойствие, потому что наш архитектор этого города из Китая сейчас сюда приехать, естественно, не может. Ну, я надеюсь, что скоро все поменяется и можно будет спокойно приступать к этому делу. И опять к нам смогут приезжать все те люди, которые хотели поучаствовать в этом проекте из-за границы. Ну, теперь для многих из них теперь Украина как-то стала более родная. и они даже с большим интересом и с пониманием сюда приедут с удовольствием. Давай так. Если до войны вероятность того, что город построится равнялась десяти из десяти, то сейчас эта вероятность упала или увеличилась или осталась на прежнем уровне? Ну, дело в том, что во время войны мы не можем планировать. То есть, вообще всем приходится научиться какой-то период жизни жить не планируя. То есть, ну, есть возможность попрограммировать там. Сел на корточках в коридоре и попрограммировал. Значит, есть возможность там поговорить с родными по телефону. Ну, значит, вот там идешь по улице и разговариваешь просто не теряя никакой минуты, секунды даже. Ну, в общем, как бы те дела, которые мы ежедневно делаем, мы, естественно, делаем по плану. Но что будет завтра и куда мы отправимся, и на какой квартире будем жить завтра, и в каком поезде будем ехать, это не всегда теперь предсказуемо. А тем более, какой мы будем строить город и где. Ну, то есть, конечно же, очень хотелось бы на Днепре построить вот Гуляйполис. На самом деле, его название стало еще более актуальным, потому что сейчас, как смотришь сводки военные, значит, под Гуляйполем бьются войска. Это прямо там, на линии фронта, недалеко. Ну, нет, на самом деле мы хотели назвать Гуляйполис, конечно, в честь Махновского движения, в честь анархистов. Но они находятся на юге Украины, как раз где сейчас идут ожесточенные бои прямо в этом месте, да. А построить мы его хотели тут на полуострове Трахтемиров, это Каневское водохранилище. Что с астеком Метархии, что с сообществом Метархии? Сказалось ли как-то вся эта военная... Ну, первые, может быть, 3-4 недели немножко приостановилась разработка технологического стэка, а потом она усилилась. Вот сейчас, на самом деле, всех очень сильно раскидало. Кто-то попал в Польшу, кто-то сидит там, значит, на Закарпатье, кто-то во Львове, кто-то сидит вообще чуть ли не на линии фронта. И по-разному это у всех. Ну, в общем, контрибьютят люди активно. И у нас есть контрибьюторы, ну, граждане Германии, русскоязычные только граждане Германии. И есть из контрибьюторов гражданин Израиля, и он тоже активно контрибьютит. Мы все созваниваемся. То есть мы очень распределенная команда, а сейчас стали еще более распределенной, потому что сильно раскидала всех. Слушай, а сама популярность фреймворка не подросла на фоне того, что популярность Украины и бренд украинского человека в целом вырос с начала войны? Я думаю, что это еще не успело как-то повлиять. Но зато из тех, кто раньше контрибьютил, очень многие начали внедрять и строить бизнесы. Почему-то вот, ты знаешь, в последний месяц все осознали, что любая война — это в первую очередь соревнование экономик. Ну, конечно, армия — это в первую очередь, но, в общем, армия без надежного тыла, без мощной экономики, без поступления финансов, производства и какого-то, значит, там, хай-тек отраслей, ну, в общем-то, в основном это вес, экономический вес страны. И вот, конечно, чтобы его нарастить, а сейчас все к этому предпосылки есть, ну, многие это поняли и начали делать бизнесы на базе этого технологического стека. Просто пооткрывали стартапы, подались там, значит, в Португалии, в Германии, в Израиле. Многие прошли уже в акселераторы и начали строить просто на этом технологическом стеке строить кучу разных бизнесов. И вот это меня очень радует. И все эти компании, они какое-то время своих сотрудников выделяют на то, чтобы контрибьютить в технологический стек. То есть прямо там люди на зарплатах контрибьютят и, собственно, и начали сбрасываться на технологический стек. У нас появился бюджет, который я могу перераспределять. И он пока что небольшой, но он постепенно растет. Вот прямо видно это. У нас появляются новые бизнесы, которые начинают использовать. Мы открыли платный суппорт, хотя это open-source технологический стек, но тем не менее, когда строишь бизнес, нужен суппорт. И нужен суппорт гарантированный. Понятно, одна из моделей монетизации. Естественно. И вот контрибьюторы тоже начали этим суппортом заниматься. Вот такое. Расскажи мне, почему ты в какой-то момент решил работать только на open-source проекты? Ну, для людей Тимур топит за open-source. По-моему, ты ни в одном интервью говорил, что есть коммерчески. Ну, просто могу. Потому что можешь. Ну, просто мне в какой-то момент показалось, что если тебе не стыдно выложить код в open-source, то есть большая вероятность, что этот код получше будет, чем какая-то преприетарщина. Скажите, что у вас там делается, в ваших репозиториях закрытых? Ну, блин, крупные компании же не просто так свой код держат закрытым. А видишь, какая сейчас тенденция, что и открывают же многие. Да. Никуда не денешься, потому что иначе open-source раскатает. Ну, код сложно как-то. Код-то не преимущество компании, которая получает деньги. Конечно, вообще не преимущество. Надо его выкладывать. Надо выкладывать. Так все будет развиваться быстрее. Слушай, а как ты думаешь, война положительно или негативно сейчас влияет на open-source? Нас ожидает бум open-source, либо наоборот более пристальное к нему тщательное внимание и преуменьшение интереса. Потому что, с одной стороны, open-source – это хороший вариант для того, чтобы обучаться, для того, чтобы работать из любой точки мира и не иметь моральный груз. А с другой стороны, мы видим, что на фоне войны в open-source была куча интересных историй, когда разработчики open-source, имея свою точку зрения моральную, там, встраивали какие-нибудь троины, и вроде как это хорошо, потому что это помогает Украине, а с другой стороны, пострадало там много людей, которые к этому вообще отношения не имеют. Вот, и осторожность к open-source увеличилась. Они не сильно помогли Украине, я тебе скажу. Так. Ну, то есть, если ты встроил в свой open-source какого-то трояна и, значит, ну, это просто будет значить, что завтра твоим этим open-source перестанут пользоваться все, и твои друзья, и твои враги. Ну, вот технологический стэк метархия не встраивала и не будет встраивать никаких троянов. И мы сейчас, на самом деле, ну, в общем-то, как-то активизировались. Вот, я не знаю, может быть, это связано с войной, может быть, не связано. Я не могу провести такую параллель. Мне кажется, что все-таки у людей поменялось сознание чуть-чуть, и вот это они как-то, значит, расшевелились, вышли из спячки и, может быть, поэтому начали больше контрибьютить. То есть, у нас появился такой понятный roadmap на следующий год. У нас появились люди, которые там просто каждый день приходят и контрибьютят. Мы начали записывать ревью кода и всякие свои совещания на видео и все это выкладывать. Ну, какие-то в общий доступ выкладываем, но мы вообще все пишем. Там, значит, лендинг всех pull-реквестов и, значит, там, ревью каждого pull-реквеста мы теперь все пишем на видео. И зачем пишем? Дело в том, что нужно как-то учить новых контрибьюторов, чтобы они видели процесс. И вот мы как можно больше будем показывать процесс разработки и обсуждение, вот там, не только лайфкодинг. Лайфкодинг — это одно, а open source — это еще и способность договариваться, приходить к общим решениям. Это способность вместе писать код общими какими-то идеями обмениваться. Ну, в общем, это совсем не то, что... По-другому мозги работают. Совсем не так, как в компаниях и совсем не так, как у программистов-одиночек. Это похоже на open source open source. Open source процессов open source. Это же мета-архия, да? Да, да, да. Мета-программирование, метархия и, в общем-то... Ну, то есть ты смотришь на open source в будущем позитивно, что будет какой-то рост после всех этих событий. Должен быть. Должен быть рост. Мне кажется, что сейчас уже многие бизнесы поняли, что из-за того, что у них будет, допустим, какая-то там фронт-энд-библиотека или какой-нибудь там парсер или какой-то протокол сетевой, это не является конкурентным преимуществом у их продукта, это не является основой их бизнеса. Лучше все это класть в open source, объединять усилия, потому что, по сути, их основой бизнеса является совсем другое. Возможность убедить людей, значит, в этом продукте, сам продукт сформировать как идею, которая вовлекает всех и набрать пользователей. Вот в основном, вот когда покупают там такие крупные там конторы типа Твиттера, технологически это же не что. Ты же понимаешь, да? Код — это не rocket science. Покупается аудитория и лояльность людей. Да, это просто как бы накачанная аудитория там, где-то так. Ну, то есть, возможно, вот если мы говорим о таких бизнесах как GitHub или GitLab, там, конечно, побольше высокотехнологичных штук, потому что там это очень большие, скажем так, интеллектуальные усилия были потрачены на, там, значит, искусственный интеллект и, там, анализ кода, и там они и редактор строили, и, значит, купайлот сделали, ну, короче, и всякие эти штуки. Это более технологическая, конечно, чем твиттер-компания, но и то, ее 95% веса — это те пользователи, которые туда привыкли ходить. Все. Часть четвертая. Программисты. Китай. Война. Кто такой хороший программист под своим критерием? Это человек, который думает о том, как он программирует, не только о программе, а думает, задумывается о том, как он программирует, пытается осмыслить и изменить свою деятельность, и которому интересно. А хороший программист от инженера хорошего отличается? Ну, хороший программист — это инженер-программист, конечно, да. Ну, то есть это, скажем так, один из подвида инженеров, да. Ну, любому инженеру должна быть интересна его деятельность. Нужна ли в программировании математика? Смотря в каком программировании. Есть такие типы программирования, в которых нужно, а есть, в которых не нужно. Вот в большинстве компаний, слушай, ну никакой же математики люди не делают. Ну, хорошо. Это хороший ответ, конечно, ты молодец. Но зайду с другой стороны. Хороший программист может не знать компьютер-сайенс и вышмат первого курса? Может не знать. Высшая математика в том виде, в котором она преподавалась, ну вот у нас, допустим, на фифте она вообще не нужна. Компьютер-сайенс? Компьютер-сайенс у нас плохо преподавался. То есть, грубо говоря, вот еще в 2000-х годах вряд ли кто-то нормально читал на фифте, вот что-то типа Grasp, Solid, люди не знали таких слов. То есть ты можешь не знать там паттерны «Банды четырех» и быть хорошим разработчиком? Не, не можешь. Не можешь. Ты можешь не знать… Но это же не математика. Не математика. Компьютер-сайенс – это тоже не математика. Компьютер-сайенс – не математика. Но чтобы быть хорошим программистом, компьютер-сайенс нужен. Ну, не весь. Есть разные подвиды программиста. Вот я очень сильно за то, чтобы программистов вообще разделить на прикладных программистов, которые больше в анализ и в предметную область. Им не нужно знать, им не нужно будет писать алгоритмы. Ну, никогда они не будут писать алгоритмы. Они будут писать бизнес-логику. Ну, подожди. Есть edge-кейсы? Почему? Ну, слушай, им нужно будет знать, какие есть в языке или в их платформе встроенные типы данных. Но им не нужно будет эти коллекции писать. Если функционала языка не будет хватать, куда они пойдут? Значит, слушай, ну, функционалы языка, они попросят своего системного программиста. Они нет системного программиста. Я за то, чтобы разделять, чтобы это были принципиально разные люди. Потому что если мы объединим в одном человеке и системного программиста, который имеет широкий кругозор по компьютер-сайенс, несколько парадигм знает, несколько языков, вот, значит, может писать системный код. Но в бизнес-домен не лезет. Типа? Ему сложно в бизнес-домене. А если человек сильно лезет в бизнес-домен, ему сложно в компьютер-сайенс. Ну, это принципиально разные штуки, их нужно разделять. Вот мне кажется, что... А где место тогда той рутине, которую занимают формошлепство? Ее не должно существовать? Документация? Конечно. Документация, еще чем-нибудь такое? Ну, формошлепство и API-шлепство, ну, это все автоматизируемая работа. Нет. А делать API-формочки? Нет. Это автоматизировано? Нет. Если бы она была автоматизирована, ее бы уже автоматизировали. Почему? Это еще не прошло достаточного времени. Тогда надо уточнять, что на сегодняшний день это не автоматизировано? На сегодняшний день не автоматизировано, но это может быть автоматизировано в ближайшие, ну, 10 лет. То есть не должно остаться каких-то крутоделов, API-шлеперов и, значит, вот людей, которые просто как пасочки эти проекты одинаковые выполняют и все. Ну, это же невозможно. Ну, и все равно останутся какие-то там краевые задачи, там, Perfect Pixel все равно какому-нибудь заказчику захочется? Конечно. Это дизайн. Это дизайн, верстка. Ну, слушай, но это не программирование. Этим людям не нужно заниматься, они не будут алгоритмы писать, которые пиксель двигают. Ну, форма окей, API-шки. А что, там пиксель надо сдвигать? Да, там не надо пиксель сдвигать. Там как раз таки все нормально автоматизируется. Да, API-шки автоматизируются. Слушай, ты сказал хорошую фразу, что война это в первую очередь война экономик, противостояние экономик. Ты, как человек на передовой, связанный непосредственно с айтишкой вплотную, можешь ли охарактеризовать или как-то описать роль айтишника в сегодняшней войне? Потому что все мы знаем, что ребята там стреляют, бьются на передовой, там, из байрактаров валятся, из ракетниц, из чего угодно. А про айтишников-то, на самом деле, немного чего слышно. Ну, многие айтишники вообще пошли в армию. Прям в поле бегать? Да, у меня среди знакомых огромное количество. И даже были такие знакомые, которые говорят, нужно срочно там нашему подразделению где-то переночевать. Мы находимся возле КПИ. Дай телефон декана, пусть он нас пустит. И это наши тоже хлопцы, которые когда-то со мной учились в КПИ. Ну, это же вариант не для всех, правильно? То есть кто-то может подумать, что... Ну и вопрос, собственно, оттуда ноги растет, что пойти на поле воевать более честно, и ты как айтишник не можешь помочь никак, кроме как взять автомат в руки. Так ли это? Ну смотри, кто-то оператором дрона пошел, кто-то софт пишет. Ну, то есть тоже очень много военных специальностей айтишных, и люди пошли. Ну, хотя многие из айтишников, они никогда в жизни не стреляли, и... Ну, они не будут эффективными, тут очевидно. Но есть куча всяких связь и, значит, вот... Разные летательные аппараты. Это все на самом деле очень инженерные и близкие нам темы, и поэтому люди занимаются, конечно. И я уже не говорю о том, что есть, там, значит, безопасность, ну, вот, киберы и, значит, все вот это направление, естественно. В общем-то, где примениться, есть. Но кто-то взял себя в руки и начал делать всякие полезные вещи, а кто-то ожесточенно срется в Твиттере. Это же тоже у каждого психика разное. Я смотрю, что кто-то ищет зраду, вот, значит, выискивает людей. Там, значит, вот кто-то меня, кто-то, значит, Илью Клибова. Мы русскоязычные, и мы преподаем на русском. И часто в конференциях, которые проходили на территории России, тот же самый Холлиджи, мы в этом деле участвовали. И харьковские конференции по-большему проходили на русском языке, да и киевские, и одесские конференции проходили на русском языке, и мы всегда делали доклады на русском языке. И вот возникли же люди, ну, я их, конечно, не осуждаю, сейчас все нервничают, но возникли люди, которые вдруг решили причислить нас к зраде. Ну, в общем, я так понимаю, что если... К зраде, кто не знает, вдруг нас смотрят изменщики. Да, да, да. Ну, в общем, кто нас знает, те прекрасно понимают, чем мы занимаемся. И, в общем-то, да. Скажи еще такой вопрос. Те люди, которые не погружены в военную тематику и, в принципе, там живут где-то далеко и, знаешь, смотрят на это все со стороны, не до конца представляют, как там вообще дела обстоят в целом с бытом молодого мужчины-программиста. Я слышал от ребят своих, некоторых знакомых, фразу, что сейчас в Украине забирают всех с улицы, программистов-непрограммистов, там с 18 лет тебя берут за шманты и погнал на войну. Оно же не так происходит. Ну, где-то такие одинокие моменты, наверное, есть. Ну, то есть прямо там, значит, какие-то вот практически чуть ли не рейды там по городу. Если говорить конкретно про айтишников, про айтишников, с ними тоже так случается? Или все-таки, если ты айтишник, то ты можешь там на призыв пойти и выбрать примерно, куда тебя? В обеспечение либо в поле, если захочешь? Я, ты знаешь, очень-очень мало знаю таких типовых каких-то кейсов, потому что все ребята из моих команд и мои знакомые, все они были сразу все привлечены к полезной деятельности и их не могли никуда забрать. Полезные деятельности связаны с профессиональным опытом? Конечно, да. То есть они все, в общем-то, сразу были заняты в таких отраслях, из которых их точно не заберут, потому что они там приносят той же армии и государству гораздо больше пользы, чем их отправить на поле боя. Но возможно, что существуют случаи... Я просто очень мало читаю соцсети сейчас и мало отслеживаю того, какие разные кейсы происходят. Ну, скорее всего, есть люди, которых направили не по специальности и которые, в общем-то, со слабой подготовкой или вообще без подготовки, в общем-то... Ну, я точно не знаю. Вот я не собираюсь эту статистику. Я думаю, что это можно посмотреть. Есть всякие такие подкасты, в том числе Доу, допустим. Вот они собирают эти материалы, там можно посмотреть. Они рассказывают разные случаи. Окей. Ты в Китае много времени провел в Ухане? Да. Я думаю, многие, кто смотрел, знают тебя, что ты там делал. Буквально в двух словах, что ты там делал. В Уханьском университете? Ну, значит, я туда ездил читать лекции и, значит, пытаться передать... Коронавирус. Опыт. Ну, на самом деле, это тот же самый город. Но я туда ездил еще до того, как он стал известен у нас. То есть, когда я говорил, Ухань... Ну, как, ну, 10 миллионов человек город. Вот Греция, допустим, тоже 10 миллионов человек живет во всей стране. Но почему-то про Грецию все знают, а про Ухань узнали только, когда нас это самое накрыло. Ну, в общем, на самом деле, Ухань – это огромный университетский центр. И в Уханьском университете там 130 тысяч студентов. Это просто город в городе. Это больше 10% населения. Я туда ездил очень много, долго. И, значит, другие преподаватели КПИ тоже и со мной ездили. И, значит, мы и проекты выполняли и для Уханьского университета, и для других университетов, на самом деле. В общем, и КПИ выполнял эти проекты. И я отдельно от КПИ тоже выполнял такие проекты. И многие преподаватели в КПИ еще и ездят в Китай дополнительно, потому что нужно где-то работать. Теперь скажи, чем тебе китайцы больше всего запомнились? Вот, если взять, скомпилировать все твои знания про ребят из Китая. У тебя там, я знаю, друзья есть. Самая, наверное, яркая, отличительная черта, которая у тебя... Это совершенно другая культура. Это параллельная цивилизация с нами абсолютно. Они по-другому думают, просто по-другому думают. То есть если они формулируют свои мысли по-другому, и, ты знаешь, вот оно все концентрируется в такой вот фразе, значит, которую я, может быть, не точно процитирую, но оно будет передавать смысл. Значит, или Лао Цзэ, или Конфуций сказал, я не помню, это они приписывают там разным своим товарищам, значит, что приличный человек, и чтобы не понимал в музыке, возможно, и есть такие, но я лично не встречал. Вот образ мысли почувствовал, да? И тонкость, и такт в фразе, да? И как бы не прикопаться, потому что она очень гибко сказана, и передан смысл. Вот, и вся эта культура, и вся эта цивилизация, она предполагает, что все смыслы должны передаваться с вот такой стороны. Сложная мысль, на самом деле, такая. Сложная мысль, да, да. Ты просто, зрители-то не знают, ты мне до этого еще рассказывал, как там решают дела китайцы, когда тебя несколько недель возят, показывают всякие культурные вещи. Да, это очень типичная ситуация. А решение вопроса там столько занимает всего времени. Их в основном, когда... Вот переговоры, да, я как бы не только там учил людей, но еще и выполнял проекты. Значит, тебя привозят, тебе показывают все культурные достопримечательности, возят там по Китаю, значит, в какие-то горы, у Даньшань, там, значит, Сирокотова эта армия, там, в Ченду, там, значит, посмотреть на панд, там, еще что-нибудь там такое. Все показали, там, значит, по всем музеям и монастырям поводили, там, чай попили, ели, угощали, гуляли, значит, ну, а по работе? Каждый день, вот, ну, по работе как? Ну, вот уже там самолет, все. А, ну, вот по работе, в принципе, это все по почте можно решить, да. А мы как бы поняли, что ты, значит, культурный человек, и можно с тобой общаться... То есть это была по факту проверка на культурность, чтобы они поняли... Им очень важно, им очень важно культурный контекст, насколько с тобой можно работать. Вот. А это не выглядела, как какая-то показуха, знаешь, как приехал в посткоммунистическую страну, и там надо коммунистам показать, как у них хорошо... Я сначала вообще не понял, что это было, да. Но потом, когда, собственно, из этого родилось несколько проектов, вот таким способом, ну, было много переговоров, из которых ничего не родилось, и было, из которых родилось что-то. И я понял, в чем разница, как они себя вели, как я себя вел, и в чем состояли переговоры. Эти переговоры не похожи на переговоры с европейцами или американцами. Там ты приходишь, и тебе, значит, по факту, значит, все по существу, давайте говорить, наиболее конкретными давайте быть. Ну... Скажи, общаешься ли ты со своими китайскими коллегами сейчас? Достаточно мало. Ну, в общем-то, связь мы держим. И я им буквально там в первые дни присылал фотографии, чтобы они понимали, что тут происходит. Присылал ссылки, где можно посмотреть, взять информацию. Ну, в принципе, у них там есть уже вся информация. То есть, если в первые дни был какой-то такой вот вопрос, потому что их тоже накручивали, их пропаганда накручивала, что тут, значит, якобы Россия права. Да, и что, значит, Китай должен поддерживать. Теперь, на самом деле, Китай занял такую позицию, что, в общем-то... Непонятную. Ну, непонятную, но, во всяком случае, он не поддерживает Россию прямо. Так как ты общаешься с ребятами оттуда, вот, может, ты скажешь, как они видят эту войну за рамками пропаганды, за фаерволами, за всем своим вот этим обвесом? Там очень разные люди есть. То есть, в той среде, в которой я общаюсь, это университетские преподаватели, инженеры, программисты, там все все понимают. Но большинство населения, они смотрят и читают разные блогеров и каналы, которые полностью заражены российской пропагандой. Ну, мы сейчас видим, что, на самом деле, айтишники и преподаватели и в России очень сильно расслоились. Да, есть. Мы видим, кто-то, как это сказать, ну, в общем, кто-то адекватно смотрит на ситуацию. А кто-то не стесняется высказать непопулярное среди нормальных людей мнение. Да, да. Ну, мы видим, что во многих людях пришлось разочароваться, но я пока что не списываю их там вообще там из своей жизни или своего поля зрения. Потому что, ну, вполне возможно, что у них на вход приходила информация искаженная. И каким бы сознанием ты ни обладал, но если на вход приходит искаженная информация, очень сложно выработать правильную точку зрения. Нужно дать им какое-то время и какой-то шанс. Я бы не прямо так вот всех огульно, просто под одну гребенку... Но это же не значит, что непонимание ситуации освобождает от ответственности. То есть шанс — это хорошо, но ответственность все равно рано или поздно должна наступить. Ответственность есть вообще у всех. То есть за то, что сейчас происходит, естественно, отвечают все граждане Российской Федерации — это раз. Но вообще так и граждане всего мира отвечают. Это же на нашей планете это произошло. Ты понимаешь? Ну, вообще так мы не задумывались, пока оно не пришло к нам в дом. Но если так посмотреть, то у нас постоянно на планете происходит огромное количество воин. И вот там в Афганистане вообще там 200 лет войны, и люди рождаются и умирают, а война не заканчивается. И мы не чувствовали, что в Африке совсем недавно были войны, когда просто были убиты миллионы людей. Но видишь, они нас напрямую не касались, поэтому мы на них не обращали внимания. Да, да. А ну теперь будем. Скорее всего, да. Теперь будем, потому что мы понимаем, что это же происходит и с нами, и в любой момент может произойти с каждым. Если снимать с себя ответственность, то это может произойти в любой момент, в любой точке планеты. Потому что это же на наших глазах выросли такие поколения, выросли такие пропагандисты, такие руководители в соседней стране. И если Россия занималась пропагандой, то Украина никакой контрпропагандой не занималась 30 лет, не имела абсолютно никакой своей, собственно, ну не то что позиции, а никакой не было, ну в общем, контрлегенды. Ну я понимаю, программа, которая бы действовала вопреки. Да, да. Ты же понимаешь, что, во-первых, для кого-то сейчас это покажется оправданием российская агрессия, и это явно не так. Нет, оправдания, конечно, никого не может быть. Но абсолютно очевидно, что в дальнейшем должна появиться какая-то контрпропаганда, и должна появиться такой центр притяжения, в том числе и для русских. Ну потому что Украина, в отличие от многих, значит, моноэтнических стран, таких как Польша, допустим, да, потому что там только практически один этнос, один язык, одна культура и одна религия вообще-то, да, ну практически... Ну да, де-факто, да, католицизм. В подавляющем большинстве, в общем-то, слишком однородная страна Польша, да, а Украина совсем другая страна. Украина страна, в которой много религий, ни одна из них не преобладает. Тут есть и ислам, тут есть крымские татары, есть греки, допустим, вот в том же самом Мариуполе, да, это ж на самом деле там и греческий регион такой. И тут очень много национальностей, тут много языков, мы не моноэтнические, мы не можем строить свою страну на таких позициях, что это, ну как Польша ее строит, да. Мы ее должны строить больше на позициях Евросоюза, которые у нас не понимают сейчас. А позиции это какие? Это единство в многообразии, то есть чем больше многообразия, тем больше единства. И это нужно научиться так думать, научиться так понимать, а мы еще не умеем этого делать. Возвращаясь к Китаю, у меня последний вопрос. Может быть, ты субъективно можешь дать оценку, почему Китай так неохотно идет на применение каких-то санкционных мер к России? Именно я сейчас говорю про Китай, как про политическое образование. Ты просто чуть больше с культурой знаком, может быть, какие-то субъективные мнения у тебя на этот счет есть? Ну, для них это, во-первых, источник ресурсов. И это партнер, из которого они могут брать инженерные кадры. У них очень большая нехватка инженерных кадров. И если раньше они сильно взаимодействовали с Украиной по поводу этого дела, то сейчас они, как минимум, последние 4-5 лет они переключились на Россию, они надеются получить оттуда инженеров. Ну, это, в принципе, хорошо. Ну, часть инженеров из России переедет куда-то в Европу, часть в Китай. Ну, я надеюсь, все-таки часть в Украину переедет. Ну, вообще-то точно так же, как с Белоруссией. Вообще-то должна быть какая-то на Украине государственная программа, чтобы всех людей, думающих и которые могут работать головой и руками, чтобы привлекать их максимально переехать к себе. Примерно такую вот программу устроил Китай. То есть он все это делает, потому что он рассматривает Россию как неисчерпаемый источник ресурсов, кадров человеческих, природных и всего остального. Ну, для них это консерва. Они ее просто открывают и едят. Ну, в общем. В одном из интервью проскочила у тебя такая мысль, что плохие программисты, которые генерят тормозной софт, может быть, я не прав, ты меня поправь, они тратят время людей, и это время можно переводить в жизни людей. И если посмотреть, сколько жизней они потратили, то, в принципе, их можно судить как уголовных преступников. Это откуда-то из какой-то фандастики такое я взял, но я не помню уже. Вообще да. Ты разделяешь это мнение. Ну, мне кажется, что если люди заведомо, специально... Ну, ты же это не проверишь. Пишут плохо. Нет, я имею в виду, что они для себя это знают. Ну, как ты это проверишь? Никакой человек не будет против себя свидетельствовать. Ну, это же... Даже закон так говорит, что ты не должен свидетельствовать. А на страшном суде будут все против себя свидетельствовать. Ну, страшный суд. До него еще до жизни. До него еще умереть надо. Вот, да. Ну, пока что может оказаться, что что-то будет выявлено из этого. Ну, как минимум, когда у нас весь код будет проанализирован, может быть, через какие-то нейросети. Ну, ты же понимаешь, что как только появится программист, который сделает стэк лучше, чем метархия, то ты все, ты убиваешь людей. Потому что вот есть человек, у него лучше. Нет, если у меня... Ты закроешь метархию? Нет же. Нет, подожди. Если у меня была специальная задача написать так, чтобы забирать время людей... А ты не докажешь, что она у тебя не была. Вот придет чел, какой-нибудь твой конкурент, сделает какой-то продукт лучше, чем ты. И чтобы тебя утопить, скажет намеренно, что ты сделал это плохо, вот я вам сделал лучше. Ну, я скажу, давай публичные дебаты. Вот мы просто... Да, ну, дуэль, да, значит, будем разбирать. Ну, как бы все будут смотреть. Хорошо. Его код, мой код, поговорим, код разберем. Ну, пожалуйста, если это займет там 40 часов, то я даже на такое согласен. Не думаешь ли ты, что если программисты будут настолько сильно загоняться о том, что они пишут код плохо, то программистов не будет? Если бы была уголовная ответственность... Уголовная ответственность не нужно. Не, понятно, я не говорю, что должна быть уголовная ответственность. Мне кажется, что должны быть какие-то просто внутренние моральные ограничения. То есть ты к тому, что, ребят, пожалуйста, имейте мораль при написании кода. Их нужно так готовить и так учить, чтобы у них был моральный стержень, а не только знание поэти. Я тебя знаю, получается, очно с января. Заочно, где-то за год до этого мы списывались. Надо сказать, что когда мы с тобой переписывались, ты мне казался очень таким странным человеком с достаточно странной и интересной жизненной позицией, но странной. Когда мы познакомились в жизни, я понял, что ты, ну, как есть, добрейший души человек. Ты мне во многом помог безвозмездно, то есть даром. Ты помогаешь людям, и это я вижу, читаю, ты об этом рассказываешь. Ты очень добрый человек. И для меня, знаешь, это было большим открытием, потому что есть общение не личное, и есть общение личное. И вот этот вот порог, он показал тебя с другой стороны. Это вопрос к чему? К тому, о чем мы уже немножко поговорили. Про хейт в соцсетях, про здраду, про здрадников и все остальное. Как ты думаешь, то, что тебя в публичных соцсетях иногда пытаются задеть тем, что ты вот выступаешь на русском, ты оправдываешь россиян. А до этого и по программированию, по-моему, что-то было. Почему так происходит? То есть для меня, для человека, который тебя знает уже лично, для меня это вообще непонятная тема, потому что ты добрейший души мужик. Ну, смотри. Я, во-первых, я не оправдываю их, потому что я их и не обвиняю, и не оправдываю. Вот в чем дело. И мне кажется, что нужно тут очень сильно разделять русский язык, русскую культуру, россиян и относиться всегда не по группам, таким, что вот это люди там, значит, такого-то, допустим, с таким-то паспортом, или это вот люди там из такой-то страны или носители такой-то культуры или такого-то языка, а к каждому относиться, что это вот лично Леша, это вот лично Тима, это лично там, значит, конкретно человек. То есть к каждому человеку нужно относиться, не причисляя его к какой-то группе. И смотря с этой позиции, ну, помогать, я считаю, что нужно всем, кому хочется. Вот, ну, хочется помогать, ты помогаешь, да? Поэтому как-то причислять к группе и поэтому помогать я не считаю правильным. А это что? Это не корысть. Это не просто какая-то доброта душевная. Это интерес или откуда это желание возникает? Помогать людям, которых ты даже иногда и не знаешь, что вовсе. Ну, смотри, если действовать, ну, вот, ну, как я принимаю решения в информационных технологиях, в программировании, там, это всё логически, да? То есть тут я стараюсь включать голову. А когда есть выбор, помочь или не помочь лично человеку, то я руководствуюсь только интуицией. Я отключаю голову. И вот мне хочется, я просто смотрю на человека, смотрю ему в глаза, вот, я ему буду помогать или не буду? Я вот конкретно каждый раз принимаю это решение. Поэтому это каждодневное просто, каждодневное решение. Его нельзя принять заранее, его нельзя там отложить и не принимать. А вот, ну, просто есть возможность, есть человек, ты смотришь, и у тебя есть к этому тяга или нет тяги. Всё. А частная интуиция подводила? Пару раз подводила, на самом деле. И для меня во время, вот, сейчас боевых действий стала внезапно такая штука, что оказывается, люди, которые очень классные профессионалы, профессионалы, они не всегда добрые. Потому что я вообще считал раньше, что все люди добрые. Ну, я, мне очень хочется в это верить. Ну, может быть, это какое-то кратковременное помутнение у них, не знаю. Может быть, они сами ввели себя в какое-то заблуждение, в какой-то транс, временный. Я тоже надеюсь, что всё-таки если человек является специалистом и экспертом в программировании, в математике, там, в физике, ну, не знаю, в изобразительном искусстве или культуре, литературе, то, ну, мне казалось раньше, что это надёжная защита от зомбирования. А оказалось, нет. То есть, оказалось, что всё-таки у человека чуть-чуть разный интеллект действует в профессиональной сфере, в культурной сфере и в политической сфере. Ну, раньше многие люди себя вообще из политической сферы вычёркивали. Ну, теперь оказалось очевидным, что человек не может вычёркивать себя из политической сферы. Ну, на самом деле, примерно так же с культурной сферой. То есть, если мы начинаем себя хоть из какой-то сферы деятельности вычёркивать и говорить, что этим я не занимаюсь, ну, я же профессионал в программировании, зачем я буду лезть в культуру, зачем я буду лезть в политику, это всё одно целое. Потому что, ты знаешь, если бы российское общество не было насильственно отделено за последние там 10-20 лет от высокой русской культуры, если бы оно не было отделено, то, что сейчас происходит, не было бы возможным. То есть, ну, мы видим за последние там 10-20 лет в России сильное падение культуры. Мне кажется, что... Под культурой ты подразумеваешь образование в смеси с чем-то. Да, да, культура и образование. Да, мне кажется, что, ну, вот сейчас говорят, что, допустим, там, Толстой или Достоевский, да, вот, если на них все учились, и если люди с сознанием сформированным на такой литературе, на такой музыке, там, на таком изобразительном искусстве и там, всем остальном, если они способны делать такие вещи, то, наверное, все эти деятели культуры, они точно так же ко всему этому привели, и они, в общем, во всем этом виноваты. Но на самом деле нет. На самом деле большинство людей в России, они перестали быть частью высокой русской культуры. Они перестали это дело читать, они перестали это дело пропускать через себя. И это падение образования, ну, то есть люди с хорошим образованием, которые читали и интересовались культурой, точно так же, как и техникой, они вряд ли будут нападать на соседа. Ты же понимаешь, что таких людей в 150-миллионной стране проценты всегда были, которые живут в мегаполисах? Ну, раньше их было существенно больше. Я вот о чем. Окей. И даже в советское время их было существенно больше. За последние там, 30 лет, как Россия отсоединилась от Украины, она же, кстати, первая отсоединилась от Украины, то культура у них существенно просела. Поэтому мне кажется, что мы тоже должны поощрять и как-то способствовать тому, что люди, допустим, возьмут и прочитают публицистику Достоевского, потому что он не только оказывается писатель художественный, да, а у него обалденная публицистика. и там его мысли и вдруг окажется, что этот человек совсем другой. И точно так же там дневники Толстого, вот можно почитать его, и кстати, у него тоже есть публицистика. Я когда-то побагал своим знакомым, которые занимались отцифровкой дневников Толстого и обнаружил, что он в последние годы своей жизни и в своих дневниках вообще другой человек. Ничего себе. И можно почитать, ну вот я недавно публиковал и в Твиттере, и в Фейсбуке, ты по-моему даже видел это, такая заметка, которую он писал солдатам на поле боя, да, вот мне кажется, что если бы это читали люди, то вот эта заметка солдатам, ее можно просто сейчас раздавать в российской армии и она очень сильно повлияет на людей. Да, даже тогда проблемы были в принципе не сильно разные, чем сейчас. Да, это в Первую мировую войну на самом деле ну как людей гнали, заставляли, давали оружие вперед, ну то есть и в первую очередь им говорили, что это не ну не твое решение стрелять в человека, ну в общем тебе приказано, все делай, вот. Возвращайся. А на самом деле это всегда личный выбор, выстрелить или не выстрелить, это всегда личный выбор. Это правда. Да? Это правда. Возвращаясь к исходному вопросу, последнее у меня будет дополнительный вопросик. На войне многие говорят и наверное оно будет правильно, нету полутонов. Типа есть черное, есть белое. Конкретно когда идет война, типа сегодня наша задача остановиться, а завтра мы будем разбираться, кто более виноват, кто более прав. Как ты думаешь, это правильно или нет? Вот ты сейчас два тезиса просто разных сказал. Во-первых, полутона есть. Так. Ну, всегда нужно стараться думать не хорошее, плохое, а иметь очень много разных градаций. Я к тому, что с точки зрения эффективности и скорости завершения всей вот этой вот дичи, что происходит, типа, люди некоторые считают, что лучше определиться, что вот это зло, это зло нужно остановить. А насколько оно было злым в разрезе полутонов, насколько личные истории там влияли на это все, это мы уже потом разберемся. Но главное, как можно быстрее сейчас остановить это дело, и поэтому вот это зло, это добро. Ну, смотри, отчасти, может быть, это имеет смысл. Это имеет смысл в чем? В том, что нужно становиться, ну, брать какую-то сторону, естественно, и поддерживать, конечно, эту сторону. Мы не можем стоять где-то на середине. Чуть-чуть правее, чуть-чуть левее. это может у кого-то получается. Ну, нужно занять какую-то сторону, но при этом не нужно экономить принятие решений и не нужно экономить собственное мышление. То есть, нужно, чтобы полутона все равно были, ну, конечно, но решение было четким, какую сторону ты занимаешь. Ну, вот такого, что, типа, все русское плохое, все украинское хорошее, ну, такого не должно быть, потому что мы должны видеть плохое и у себя, чтобы его искоренять раньше, чем, ну, во-первых, это плохое, оно может быть, ну, допустим, там, я не знаю, какое-то мародерство. То есть, на фоне больших бед, какой-то мелочи можно не заметить, и эта мелочь потом перерастет во что-то более серьезное у тебя под носом. Ну, да, да. Ну, вот, если мы видим, что во Второй мировой войне Россия многим заразилась, у Германии, да, у нас же такая же опасность сейчас заразиться этим у России. Понятно. Ну, да, заразиться расчеловечиванием, там, или, ну, вот, всем этим делом. А на самом деле только одно приводит к тому, что человек сам перед собой теряет человеческий облик. Это когда он отказывает в человеческом достоинстве другому человеку. независимо от обстоятельств? Независимо от обстоятельств, да. Даже если тебя в данный момент этот человек убивает или убивает твоих родных, ты все равно не можешь отказывать ему в человеческом достоинстве. Иначе ты делаешь плохо себе в первую очередь. Ну, понимаешь, а что ты включаешь в человеческое достоинство в данном случае? Типа, убить врага, который убил твою семью и похоронить его? Или убить его и, не знаю, отдать собакам на съедение? Или это не то и не другое? Не самое плохое убить. Самое плохое, когда мы говорим, что мы убили и мы ненавидим и мы говорим, что мы убили зверя. Понятно. Мы убили человека и в основном человека заблуждающегося, к сожалению. то есть от того, что он лезет на нас с оружием, он не перестал быть человеком. Вот нужно это понять. И убивая не нужно его ненавидеть. Точно так же, как в природе. Животные, когда друг друга убивают, даже если там им угрожает смертельная опасность, ну, они же... Не, мы, конечно, не можем спросить у них, да, и мы не можем это никак определить, но мне почему-то кажется, что они никакой ненависти же не чувствуют. Они могут чувствовать, ну, не знаю, в общем, другие, другие, ну... Ну, все-таки животные, они чуть более низшего эмоционального порядка существа, поэтому тут... А смотря какие, вот, да, смотря какие, у нас есть животные, у которых и размер мозга, как человеческие, или больше... дельфины друг друга не убивают, дельфины друг друга не убивают, насколько я знаю. Да, да, но есть очень умные животные, которые друг друга убивают, ну, вот мне кажется, что высшая степень того, что люди могут воевать, они могут испытывать, ну, вот есть украинское слово людь, да, ну, вот людь могут испытывать, но ненависть это... ненависть убивает тебя, вот, когда ты испытываешь ненависть, то она убивает в первую очередь тебя. Заражает, да, пропитывает. Да, 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 ну, конечно, очень сложно убивать другого человека, не испытывая к нему ненависти, это, ну, в общем-то... Ну, ты видишь, у тысяч, получается. да, 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 но не нужно у них этому заражаться. Согласен. В общем-то... Давай теперь вернемся к людям, в которых мы разочаровались. Я хочу спросить у тебя, как с ними продолжать общение и нужно ли вообще продолжать общение. Ну, смотри, во-первых, я собираюсь дальше выпускать лекции на русском языке, потому что я не считаю, что язык в чем-то виноват. Вот, когда у нас там была война Америки с Британией, Она вилась на одном языке. Да, да, конечно, и обе стороны были англоязычными во многом. Но почему Америка тут победила и отстояла свою независимость? Потому что в Америке было много разных народов, каждый из них говорил на своем языке, и они все достаточно сплоченно действовали, и они получили внутри Америки, они получили любую степень религиозных, языковых и национальных свобод, которые им хотелось. Они просто были в общем-то страной свободных людей. А Британия в то время была агрессивной империей, которая эксплуатировала колонии. Да, эксплуатировала свои колонии и все такое. Мне кажется, что просто это уровень развития, и это в первую очередь культурный уровень позволил победить. У нас тоже должен позволить нам победить культурный уровень. Я сейчас вижу, что как минимум сравнивая средний культурный уровень, хотя средний культурный уровень это очень странно, его непонятно, как его так оценить, но чисто интуитивно его можно оценить, то он гораздо выше на Украине. И этим мы сильнее? Но все равно непонятно, стоит ли продолжать общаться с людьми оттуда, которые все еще находятся под влиянием пропаганды. Первые месяцы казалось, что да, стоит, наверное, потому что рано или поздно получится их переубедить, но когда уже длится, какой у нас март, апрель, май, уже четвертый месяц сейчас пойдет, такое ощущение, что там нечего делать. Просто твоя политическая повестка и твоя повестка житейская туда уже не влезет. Там уже все занято. Вот такие ощущения. Я понимаю. Ну, я активно, сильно активно не общаюсь, с ними. Ну, и не то, чтобы я даже пробовал переубедить. Ну, во-первых, в любом случае в России есть люди, которые поддерживают Украину и есть люди, которые в том числе и донатят украинской армии оттуда и есть люди, которые делают там внутри диверсию. Ну, то есть их нельзя потерять тоже. И нужно, чтобы их становилось больше, которые поддерживают Украину. И... Ну, с одной стороны. А с другой стороны не должно происходить культурного, эмоционального раскола между людьми, потому что Украина не может изменить свое географическое местоположение. Она не может переместиться в Южную Америку или не может... Она не может перестать контактировать с русскоязычным народом, русским народом. Понятно. Естественно. Она вдруг завтра не откачует и не станет островом в Средиземном море. Ну, тут тебе контраргумент могут привести. Израиль с Палестиной как-то уживаются. Уживаются. Ну, это... Я вот не хочу, чтобы мы так уживались. Я не хочу, чтобы тут, значит, нужно было строить систему противоракетной обороны и через сто лет мои дети, ходя в школу, вообще, значит, могли подвергнуться обстрелу. Ну, вдруг, да? Ну, а это же может происходить столетиями. Мы видим, что есть страны, которые вот граничат и у них там столетиями происходят слабо, вяло текущие конфликты на границе. Это самое, наверное, плохое, что вообще может быть, что люди привыкли к этой войне, и они уже свыклись с пониманием, что она будет вечно тут. Вот я не хочу, чтобы она тут была вечно, эта война. И мне кажется, что все-таки в России произойдет или какая-то революция, или какое-то что-то, изменение, ну, конечно, и долго-долго они будут выкарабкиваться из этой пропагандистской, культурной и, значит, цивилизационной ямы, в которую они сами себя и загнали. Но надо помочь им выкарабкиваться оттуда, потому что, знаешь, как-то лучше, когда у тебя сосед академик, чем когда у тебя сосед алкоголик. Ну, это факт. Ты знаешь, кстати, как это, когда сосед алкоголик. Я не то, что знаю, я прямо сейчас ощущаю на своей шкуре. Ну, вот, да, поэтому мы должны сделать все, чтобы, в общем-то, у нас был сосед академик, а не алкоголик. Тут нужно сказать, что сосед алкоголик очень понятен в своих действиях. Понятен, конечно, да, я понимаю. Но иногда случаются казусы, конечно. Хорошо, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, русским, белорусским, ну, не будем говорить людям, пусть будут айтишникам, которые не поддерживают российскую агрессию, надолго ли закрыта дорога в Украину, может, навсегда, когда она можно будет вернуться и продолжить свою деятельность у вас в стране? Которые поддерживают? Не поддерживают. Ты что? Которые поддерживают, пусть остаются там, где сидят. Ну, вот в том-то и дело. Им нужна какая-то, я не знаю, долгосрочная какая-то психоэмоциональная реабилитация. это какие-то должны быть, я не знаю, в общем, психологи должны этим заниматься. Кстати, а что было с Германией после Второй мировой войны? То есть, это долгий процесс выхода из вот этого состояния. но есть же люди, которые там переехали, есть люди там такие, как я, много про айтишников, которые не поддерживают Россию и всеми путями пытаются поддерживать Украину, но мы из стран-агрессоров, наши паспорта... Ну, я считаю, что их нужно максимально им благоприятствовать, создавать им любые условия, чтобы они переезжали на Украину и создавали тут экономику. Есть ли сейчас предпосылки к этому или сейчас совершенно другие проблемы, и об этом никто не думает? Никто не думает, к сожалению, да, но я пытаюсь заинтересовать своих знакомых, влияющих на принятие таких государственных решений, что этим нужно заниматься. То есть, должны быть такие, в общем, государственные программы, которые переманивают эти мозги и дают им тут свободу, которую они не получали у себя в стране. И они с удовольствием будут работать на благо Украины. Мы не будем аналитикой заниматься особо. То есть, я не буду тебя спрашивать, когда война закончится. Тут, если господина Арестовича не получается предсказать каждый раз, то мы и подавно не предскажем. Я не стараюсь. Я спрошу тебя по-другому немножко. Как изменится Украина относительно довоенного состояния через год после победы Украины? Конкретно в применении IT-сегмента, давай, чтобы не распыляться. Ты знаешь, я пока что не могу так прогнозировать. Не могу. Пусть это будут не прогнозы, пусть это будут мечты. Вот, после победы Украины. Мечты и желания, конечно, есть. Мне, конечно, хочется, чтобы мы больше ориентировались в сторону того, чтобы тут происходили айтишные продукты, высокотехнологичные бизнесы, чтобы в общем украинский бизнес, чтобы не ехал за границу регистрировать там компании. А такое может случиться? Ну, у нас во всяком случае до войны что происходило? Как только у тебя есть идея какого-то стартапа, какого-то продукта или там значит есть в общем-то поток поток финансов какой-то сделал ты продукт и есть какой-то поток финансов из-за того, что у нас очень плохо работает судебная система, никакой справедливости невозможно было добиться. Ну, ее, конечно, гораздо больше, чем в России, но невозможно было сравнить это с Соединенными Штатами, с Британией, с Германией. Все организовывали бизнесы и регистрировали бизнесы где-то в Евросоюзе, в Британии и в Штатах, а это значит, что капитализация бизнеса происходила в других странах, а не на Украине. Ну, это, вот это должно измениться. А есть реально предпосылки к тому, что это изменится после войны? Система? Ну, для этого в первую очередь нужно реформировать законодательство, налоговое, судебное. Ну, это огромный пласт вообще того, чем мало занимались люди, мы мало обращали на это внимание, и всегда, когда нужно было открыть компанию, все думали, что вот нужно открыть ее в какой-то стране, в которой вообще возможны в общем независимые суды и какие-то в общем финансовые потоки, такие, чтобы у тебя не пришли бандиты, не все отобрали, и вот ты понимаешь. Ну, слушай, звучит так, что после войны айтишникам есть смысл уезжать. Я правильно уловил? Потому что система все еще не готова к тому, чтобы принимать идеи компании. В стране будет первые года царить разруха, я имею в виду с точки зрения того, что творится на улице. Появилось окно возможностей, и появилось внимание к Украине, и появилось на самом деле много людей, которые так вот очнулись, проснулись и поняли, что нельзя стоять вдалеке от политики, надо как-то все-таки, если вас не устраивает судебная система, то, что вы там, допустим, восстали, выгнали Януковича, это полдела. Я понял. То есть появится больше людей, которые будут дело делать и стараться крутиться. Которые будут в общем-то понимать, нужно производить внутри страны политическую борьбу, и если вас не устраивает экономическая, политическая, судебная или какая-то другая отрасль, нужно ее менять своими руками, и никаких других рук для этого нет. И они посмотрят на Россию, и там люди совершенно заснули, и стали лягушками, которых сварили на медленном огне. То на Украине всегда это прорывало в народный какой-то гнев, восстание, бунты, один, другой, майдан, все вот эти дела. Но всегда они приводили только к тому, что смещалась верхушка. Не менялись все шестеренки, все промежуточные мелкие чиновники на местах, не менялась система. Ну слушай, после Майдана же у вас была большая иллюстрация, после Евромайдана большие иллюстрации были, вроде как отношение к полиции как минимум поменялось. Поменялось, но внутренняя сердцевина всех этих организаций, а я к ним нормально понимаю, что там внутри происходит, ну в общем там очень во многом оно как система осталось таким же. То есть это не довели до конца изменения, то есть все обрадовались какой-то быстрой победе и смене верхушки страны. Ну вот политическое руководство поменялось, а вот весь этот средний уровень таким же и остался, и он знаешь как, какой бы человек не пришел в систему, система его перемелет, в общем-то. Ну когда таких людей много, может быть система получится прыгнуть. ну вот сейчас ну кто-то вернутся какие-то люди с фронта, они совершенно будут другие, если они пойдут в государственное управление, и многие люди в тылу, они значит тоже открыли глаза и поняли, что нужно все это брать в свои руки. Мне кажется, что ну уже они не смогут жить как до войны, они не смогут мириться с несправедливостью, которая тоже во многом была, и они это, они чувствовали, но они мирились с этой несправедливостью. Вот когда ты сталкиваешься с тем, что там вот несправедливое решение суда, до этого ты понимал, что ну так а какое еще может быть? Ну всегда такое было несправедливое, а нужно вот просто бороться до последнего, как будто бы это ну вот как будто бы ты на войне. Ну это вопрос твоей свободы и свободы всего народа в частности. Да, да, да. Свобода это борьба каждый день. Хорошо. Как ты думаешь, будет ли волна имиджевого входа компаний в Украину после победы? Когда компании будут заходить в еще разрушенную инфраструктуру и экономику, но просто потому, что это имиджевые преференции для них? Я говорю про крупные айтишные компании. Думаю, будет, но это окно возможностей будет первый год. Это точно так же, как и со сменой судебной, политической, и административной всей инфраструктуры нашей. Это только первый год можно сделать какие-то изменения. А там, если система не поменяется, то изменения откатятся, соответственно. конечно, они как пришли, так и уйдут. Они поймут, что тут невозможно вести бизнес и уйдут. Но если им показать, что тут ничем не хуже, чем, допустим, в Германии вести бизнес, ну так они и останутся, конечно. Потому что Украина это самая большая страна в Европе, одна из самых богатых ресурсами и одна из самых богатых мозгами, поэтому тут, конечно же... Ну да, и надо сказать, что у соседей, кстати, получалось. Я сейчас в Польше и тут даже в самых небольших городках есть офисы IBM и Microsoft и ты это офигеваешь. Да, да. Хорошо, давай теперь немножко про не самые веселые вещи, как мне кажется. Что будет с Россией через год? Вот если все продолжится так же, как сейчас продолжается. То есть не будет победы, будет длячийся конфликт. Через год россияне, российские разработчики будут жить хуже, чем сейчас или примерно так же? Как тебе кажется? там как минимум компы закончатся. Ну, там Эльбрус есть, буду свои делать. Не знаю я. невозможно, не должны страны окукливаться в себе. Ну, в общем, мне кажется, что это совершенно тупиковая ветвь, чтобы страна закрывалась в себе. мне кажется, что во многом это было целью. Вот вообще война была целью окуклиться, потому что иначе не получалось. А для чего? Чтобы завоевать умы людей, чтобы у них было меньше информации? Ну, чтобы быть маленьким царем внутри, а не, значит, рядовым чуваком. Ну, в общем-то, работают только системы открытые, страны открытые, люди открытые. Я тут поспорю. вот такие окуклившиеся, что, ну, станет, ну, еще одним, там, Северной Кореей. Смотри, у меня есть знакомые, с которыми я, к сожалению, уже не общаюсь, но я смотрю за их публичной деятельностью, и они топят за то, что сейчас в России будет свой, там уже есть свой Инстаграм, свой ВК, свой Гугл в виде Яндекса, дальше мы сделаем свой Гитхаб, настроим производство компов, и будет у нас как в Китае, у нас будет все свое и будет мощная экономика. Почему не будет как в Китае? Не будет из-за малого количества населения. У Китая с этим все в порядке, у Китая, видишь, сколько людей, то есть у Китая сейчас многие вещи проседают, в основном инженерные. Китай достаточно закрыт, и с этой точки зрения им кажется это логичным. Да, но он закрыт, он может себе позволить быть закрытым в чем-то, да, ну, а в чем-то, кстати, он очень открыт, да, то есть вот представь себе, если бы Китай не имел рынков сбыта за границей, ну, он бы не выжил вообще, да, потому что они бы не смогли закупать технологии, а они многие технологии, высокотехнологичные вещи закупают, они бы не могли приглашать инженеров иностранных, они бы не могли преподавателей иностранных приглашать, закупать те же самые природные ресурсы, ну, в общем-то, даже такая большая страна с таким большим населением, окуклившись в себе, не может выжить. Человечество может выжить только являясь одним целым. Я больше, чем уверен, что человечество должно являться, должно воспринимать себя как одно целое, потому что любой вот такой вот замкнутый, ну, может быть, да, если поделить планету пополам примерно, то вот половина населения, ну, может быть, даже на три части, вот три таких вот независимых, абсолютно независимых друг от друга экосистемы отдельно могут существовать. Абсолютно независимые. Но которые знают друг о друге и конкурируют. Но даже такая большая, как Китай, ни экономика, ни вообще там система, она не способна выжить самостоятельно. И, ну, тем более в России очень мало людей. То есть их просто не хватит для того, чтобы производить всю необходимую номенклатуру. То есть им придется свои делать компьютеры, автомобили, самолеты, все виды продукции абсолютно. Ну, как бы они не смогут поддерживать даже такой уровень цивилизации, как был в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе было народу просто в три раза больше. Ну, в процентном соотношении, понятно. Да, еще учитывая утечку мозгов, которая сейчас усилилась, цивилизация просто упадет ниже плинтуса, ну, как иначе. То есть ты думаешь, что сильные, как минимум, сильные инженеры, которые отдают отчет, что хотят развиваться, им придется в будущем каком-то уезжать в случае затяжного конфликта? Ну, конечно, да, они уже сейчас уезжают, но, как бы, когда нельзя будет уезжать на Запад, они будут уезжать в Китай, допустим, и мы видим, что в результате Китай будет становиться более открытым, а Россия более закрытой. Ну, и куда это все приведет? Ну, с таким маленьким населением, да, да, с таким маленьким населением просто они не, ну, как цивилизация, она не самодостаточная. Вот нужно тоже признать, что Китай признает, что он не самодостаточен как цивилизация. Ну, да, понятно, и в условиях окупливания у них просто не будет хватать ресурсов, чтобы поддерживать уровень цивилизованный. У меня, знаешь, в последнее время много ребят приходило, которые совсем начинающие разработчики, может, даже, которые еще не разработчики, из России. и которые не поддерживают войну. И у них есть моральная проблема. Они считают, что если они будут получать свой первый коммерческий опыт внутри России сейчас, то они как-то противоречат своим внутренним убеждениям, что нельзя Россию поддерживать, потому что своей работой ты будешь поддерживать военные действия. И в то же время они не могут позволить себе уехать, потому что зачастую это студенты, которые еще учатся, либо не отучились, и у них нету каких-то зацепок за бугром. И они попадают в такую ловушку, что вроде как надо идти получать опыт, чтобы уехать, чтобы тебя взяли на работу, а с другой стороны ты не можешь получать опыт из моральных убеждений. Что бы ты им посоветовал? Это очень сложное вообще моральное решение на самом деле, но мне кажется, что можно опыт получать в open source. то есть, смотри, сейчас вот на базе нашего технологического стека у нас такая идея возникла, что open source может быть не только системным программированием, потому что мы видим, что все языки, субеды, сетевые протоколы, библиотеки, фреймворки, все open source, но это все системное программное обеспечение, а должен появиться продуктовый open source, который принадлежит сообществу, поддерживается сообществом, на этом его можно внедрять и зарабатывать. Более того, нужно учиться жить без, ну, не опираясь на государство, опираясь на свои силы и опираясь на этот open source, и опираясь на сообщество. Они могут вполне жить, опершись на сообщество и не пополнять государство налогами и всем этим делом, как бы, все можно спокойно выкручиваться и уходить от этого дела. Айтишники, они достаточно уже развили всю эту инфраструктуру, чтобы жить независимо в сети, да, ну, пока они физически находятся вот в такой ситуации, в такой стране, ну, они должны стараться все-таки как-то пытаться вести какую-то независимую жизнь и присасываться через интернет. Я надеюсь, что там его полностью не отрубят, да, я надеюсь, все-таки у них там будет и гитхаб, и, значит, всякие там хотя бы там Gmail есть, я не знаю, ну, в общем, какие-то средства связи с нами, чтобы они работали с нами и как можно меньше взаимодействовали там, значит, с местными компаниями, теми же айтишными, которые платят там налоги и все это дело, и так, может быть, постепенно где-то скипнут через границу. И где бы ты хотел встретить старость? И как? Ну, на самом деле я хотел бы вкалывать до смерти. Программировать мне нравится. Ой, ну, это такое... Мне нравится программировать. Ну, то есть ты реально хочешь там в старости программировать? Я прусь вообще от этого. Мне нравится. Ну, мне нравится проводить время с семьей, читать книжки, думать и программировать. Все. Как и где встретишь старость? Я надеюсь вкалывать до последнего. вообще. Ну, где, я не знаю. Ну, мне территориально не особо важно. Ну, желательно, чтобы у меня была возможность передвигаться. Я люблю Киев, я люблю Италию. Я, в общем, кучу разных мест на земле я люблю. И тот же самый Ухань и Китай тоже мне понравились. Но я не предполагаю, что я должен где-то вот значит прямо находиться и вот привязаться к этому месту. Вот я бы хотел допустим свободно ездить в Крым. Но я уже 10 лет не могу этого делать. Ну, в общем я хочу так, чтобы у меня была возможность передвигаться без всяких границ. Ну, и как бы должен делать максимально, чтобы к этому идти. потому что это и моя ответственность тоже, чтобы так произошло. А чем заниматься? Ну, я надеюсь, что я буду... Вот мои дедушки, они оба до 90 лет дожили, и бабушки тоже. И многие из них вот просто до последнего дня работали. И я тоже хотел бы вообще иметь возможность иметь достаточный... До последнего? Да, да, конечно. Да, работать до последнего дня и жить полноценно до последнего дня, помогать своим родным. Короче, примерно как я сейчас живу, вот все, что я сейчас делаю, ну, мне кажется, что очень хорошо бы прожить так вот до последнего дня. У нас остается конкурс. Точно. Давай покажем, что мы разыгрываем, и ты расскажешь, за что. Тут у нас есть китайский чай, есть красный, есть улун, есть зеленый, колодец дракона, тигуанинь. В общем, я к этому чаю приложу инструкцию, как его заварить. Специально его насыпал в стеклянные чашечки, чтобы он не просто припадал пылью у вас на кухне, а чтобы вы его действительно заваривали. Мне нравится. Заваривай чай, я его пью практически каждый день. Подарок отличный. У нас, кстати, чай уже дарили, у нас Лара Агаркова из Гула тоже чай дарила, но там он на самом деле не так красиво был оформлен, хотя он тоже не чешный. За что рассказывай? Да, вот вы его получите за какой-нибудь contribution в open source, который я сделаю ревью и выберу из этого contribution. Я сейчас на камеру скажу, что нижний коллег в выпуске про Скала тоже попросил contribution в виде документации и никто собака не поучаствовал. это должен быть код. Какой-то код. Лучший код, который кто-то на contribute я на самом деле периодически даже на лекциях и на докладах на конференциях прошу contribute люди и люди contribute почему-то. Как мы узнаем, что это чел с нашего интервью contribute сделал? Ну, он напишет об этом. В пол-реквесте, чтобы там где-нибудь написал? Давайте он напишет там какой-нибудь хэштег или же напишет мне в личку просто. просто даст понять. Знаешь, contribution это такая это такая штука contribution у нас не будет толпы людей. Пусть он в личку напишет. Я есть в телеграме, в почте. мне можно написать. Хорошо, значит, тогда конклюдим, заключаем. Этот чай достанется тому, кто сделает лучший contribution в стек метархия. Не обязательно. Это может быть Node.js метархия, какая-нибудь другая либо ну, допустим, тот же pg-драйвера для ноды или же веб-сокеты или же какая-то другая библиотека полезная для сообщества в крайнем случае. Давай критерий все-таки поставим. Полезная это от скольких звездочек. Понимаешь, что критерий хиловый. Звездочки нет, которые мне понравятся. Тот contribution, который мне понравится. Отлично. И все. Если там он будет один, значит, один. Все. Короче, вы поняли еще дело, чтобы получить чай от Тимура. пришел, согласился, что все эти переносы вытерпел. Ничего страшного. За помощь в организации спасибо. И вообще спасибо за то, что ты несешь в массы конструктив. Тебе спасибо. Вы обязательно подпишитесь на канал Тимура. Ссылочка будет в описании. Оттуда сможете попасть на все остальные проекты в соцсети. Ну и подписывайтесь на этот канал, если вдруг этого еще не сделали. На этом у нас все. Всем спасибо. Пока. Пока. Собственно, тут надо сказать, что чай, как и больше, половина моих вещей остались в Киеве безвозвратно, когда я переезжал в Польшу. Поэтому, если у вас есть возможность и желание помочь мне и каналу, все ссылки есть в описании. Ну а Тимур сказал, что сможет выслать новый чай тому, кто сделает самый классный коммит, самый интересный в опенсорс. Поэтому продолжаем участвовать в конкурсе. Оставляем свои конкурсные комментарии в описании. Не забываем хэштег конкурс. И лучший из них получит от Тимура открыточку и чаек. На этом уже точно всем спасибо. Сил Тимуру, сил всем тем, кто сейчас находится под воздействием войны и на военных действиях вместе победим. пока. Субтитры Игорь Негода